Доброе утро! Он посвящен прямой линии Владимира Путина, которая в этом году будет совмещена с пресс-конференцией. Много событий окружает эту пресс-конференцию, много будет и гостей у нас. Давай озвучим, может быть, те, кого мы сегодня ждем в эфире. На самое ближайшее время мы ждем Марка Фейгина, юриста и блогера, одного из любимых нашими зрителями, политических комментаторов. Он буквально через 5 минут к нам подключится. Да, но я добавлю лишь, что сама прямая линия пресс-конференции начнутся, по идее, через где-то час 15, если Владимир Путин не опоздает. Но вы не переживайте, это время мы проведем с пользой, с интересом. Узнаем об ожиданиях также, кроме Марка Фейгина, еще и нашего одного из самых любимых экономистов, наверное, Игоря Владимировича Липсица. Будет в гостях у нас военный обозреватель с BBC Павел Аксенов. Узнаем, что он ждет от этой прямой линии. По международке, я так понимаю, наш специалист Константин Эггерт тоже присоединится к нам именно в этот час, еще до прямой линии Путина, так что никуда не отключайтесь в ожидании того, что скажет российский президент сегодня. И буквально прямо перед этой прямой линией мы ждем Бориса Надеждина, человек, который выдвинулся сейчас под полноценно кандидатом в президенты. Его, конечно, пока нельзя называть, пока его не зарегистрируют, но человек, который выдвинулся в президенты и будет конкурировать, вероятно, с Путиным в марте 2024 года. И он нам, наверное, тоже поотвечает на вопросы как кандидат, как кандидат в президенты. Федеральные каналы заложили на прямую линию порядка трех часов, но мы знаем, что... Никогда столько не было. Всегда было больше. Почти четыре. Или больше четырех. Тут еще такой формат, который предполагает много вопросов и журналистов, и включения с мест. Я думаю, что за три часа, Владимир Путин, конечно, вывалится. Но мы вам напомним самые важные... Может, мне сказать нечего это? Вероятно, да. Мы вам напомним самые важные вехи, которые были в ходе предыдущих прямых линий и пресс-конференций. Почитаем ваши вопросы, которые вы задавали в нашем сообществе на Ютубе. Ну и, коль мы уже заговорили про Ютуб, то рады вас, конечно, приветствовать на нашем канале. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии к трансляции, писать комментарии в чате или в комментах, если в записи смотрите. Ну и, конечно, подписываться на Хатарковский лайф. У нас очень много интересного и много важного. Хотелось бы обсудить то, какие кадры попали вдруг в эфир федеральных каналов накануне. Конечно, это грандиозное событие для всех прокремлевских и российских СМИ. Но вот бывает и, так сказать, и на старуху бывает проруха. Что-то пошло не так. Это эфир Первого канала. Видите, вопрос, который попал на фон включения одного из корреспондентов. Чиновники имеют что-то за границей, недвижимость, их дети учатся там же. Зачем им нужны интересы России? Почему, переехав в Крым через мост, мобильная связь включает роуминг? Есть Крым, если Крым, Россия. Интересные вопросы. Да, были вопросы и про мобилизованных также. Когда закончится война, за что мы там воюем? Совершенно верно. Ну и несколько вопросов, можно так сказать, прислали Путину и украинцы сегодня. В Подмосковье было сбито несколько беспилотников. Один из них рядом с населенным пунктом Алабина, где расквартирована Таманская дивизия. В 3.30 ночи они были обезврежены, никакого урона они не создали, жертв нет, пострадавших нет. Но, тем не менее, судя по всему, это такая ласточка из Киева. А ты знаешь, где будет штаб Путина находиться? Где? Я хотела, конечно, спросить у украинцев, а вы знаете, что он будет в связи с их вопросами сегодняшним? Штаб будет в гостином дворе. Это никого, в общем-то, информация неудивительная, но тут только стоит отметить только то, что и в 2018 году штаб Путин находился в гостином дворе. То есть он со своим штабом не решился, знаешь, куда-нибудь переехать. Может быть, подальше от центра, может быть, поглубже от центра. Пока, может быть, более холодное место. Нет. В гостином дворе будет по-прежнему располагаться эта новость, которая пришла сегодня. Но понятно, что сегодня вокруг самой этой прямой линии Путина будут еще какие-то дополнительные новости. Часть из них будет именно про то, как Путин будет избираться. Есть ли какая-то интрига, Митя, по-твоему? Есть ли интрига в этой прямой линии? Я думаю, что надо дождаться непременно ее окончания. И ты знаешь, там бывают такие моменты, когда уже Путин уходит оттуда, и его кто-то в куларах, так сказать, прижимает, задает какой-то вопрос, который не успел задать, или как-то его не пропустили. И вот тут что-то может проскочить. Вот тут что-то, что-то, вот я жду этого момента. Митя, мы дождемся конца этой пресс-конференции. Я не сомневаюсь. Мы привязаны. Да, к сожалению. И, к сожалению, к счастью, мы надеемся провести с вами все это время. Поэтому, думаю, что, хотя и вы не привязаны, вы тоже будете наблюдать за происходящим вместе с нами. Мы будем прямо транслировать. Первый час, который мы здесь находимся, как мы уже и анонсировали, к нам будут подключаться гости. Мы будем обсуждать ожидания и вообще все вокруг этой пресс-конференции, и прямой линии она совмещенная. А потом будем, собственно, смотреть и слушать Путина. Да, у нас есть вопрос о зрителе уже в чате. Мы их собирали заранее в нашем сообществе. Кстати, немногие знают, что есть такая фишка на Ютубе. Это вроде социальной сети, типа Фейсбука, наверное, да, где есть пост, и его можно комментировать. Классный способ оставаться с нами на связи. Вот, например, такой вопрос. Почему президент, который так борется за семейные ценности, скрывает свою семью? Живу в Приморье, в сельской местности, в ВВП. Где газ? Где дороги? Почему нет врачей в поликлинике? А какие есть, то к ним сложно записаться. Где нормальные продукты? Почему одно пальмовое масло? У меня вот еще один вопрос. Почему президент говорит о развитии технологий и их значимости, а сам не пользуется интернетом, а пользуется распечатанным интернетом, бумажками? Распечатанным интернетом. Марк Фейгин пытается прямо сейчас к нам присоединиться, но есть некоторые технические сложности. Я надеюсь, в ближайшее время мы горячо любим его всеми нашими зрителями и всеми нашими ведущими юристами и блогерами Марка Фейгина. Но все-таки выведем в эфир. А пока про интригу. Но тут же главное, мне кажется, что всех интересует, что скажет Путин по поводу войны. Потому что он какие-нибудь исторические экскурсы проведет, это обязательно по любому поводу. Но мы надеемся, что в какой-то форме, возможно, это было так, возможно, администрация президента типа три вопроса про войну подготовила, сформулировала, нашла нужный рот, чтобы туда этот вопрос положить. Или совсем обойдется без вопросов. Не может же быть такого? Нет, такого не может быть. Я думаю, что такого не может быть. Я думаю, что на войну будет потрачено гораздо больше времени и ресурса. Потому что мы помним, как Путин подвигался в этом году. Кто его, собственно говоря, попросил вновь занять это место. Это напомню жители новых, свежеоккупированных, свежеотжатых территорий. Отец террориста, ополченца так называемого Жоги, который сам является боевиком. Жога погиб в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину. И, конечно, это говорит о том, что Путин не пытается стать президентом-созидателем. Он должен был быть же на этой выставке на ВДНХ, на Ярбурге. И там вот в свете этих экранов LED-лампочек, 3D-моделей, значит, доярок и коровников должен был говорить о том, как все хорошо, как все прекрасно. Что война есть, но это спецоперация, она там где-то далеко. А вот у нас тут полный расцвет, значит, санкции нам нипочем, и мы со всем справились. Но в последний момент почему-то, я до сих пор не могу понять, почему, разыграли вот эту довольно неуклюжую... Как ты думаешь, он мог сам? Это могла быть действительно импровизация? Я думаю, почему нет. Да. Мне кажется, Путин не любит делать то, что... Все ждут. Да. Вот как только он... Но он же не пользуется интернетом. Откуда он узнал, что все ждут? На ВДНХ. Нет. На седьмой бумажке написано. Еще один интересный момент, что была анонсирована прямая линия с пресс-конференцией на 14-е, а якобы 12-го он должен был выдвинуться. Почему 12-го? Потому что день Конституции. Почему он решил все-таки не выдвигаться в день Конституции? Как-то... Я думаю, что нумерологи теряют позиции активно в администрации президента. Башня нумерологов пала. Так нет, как раз может быть, как может быть, что как раз башня нумерологов победила, потому что башня логиков отказалась окончательно. Может быть. Это, кстати, вопрос Кабасу Галямову, который непременно будет в нашем эфире. Марк Фегин, рады приветствовать вас скорее-скорее, потому что удалось подключиться. Марк, здравствуйте. Марк, здравствуйте. Слышно ли нас? Многие. Марк, пока что нас не слышит. Это очень обидно. Ну, раз уж заговорили про Аббаса, то, наверное, анонсируем еще и то, что будет после самой прямой линии. Давай. За экономическую часть ответить Маргарита Лютова. Она очень классно ловит Путина на несоответствиях на лжи. Это журналистка Медуза, экономические обозреватели. Ну и Нина Львовна Хрущева, которая тоже про международную реакцию нам расскажет. А пока хотелось бы вспомнить прошлое. Ну, ты про Аббаса вспомнил как-то, но вскользь. Аббас Галямов, разумеется, присоединится сразу к нам после того, как закончит вещать Путин. Ну, потому что вот по горячим следам, да, с Аббасом Галямовым, с политологом, очень интересно говорить именно о том, как говорил Путин, какие выбирал фразы, что из этого ему хорошо удалось, что плохо, как он выглядел, сравнение, в каком он настроении, так сказать, видно ли его боевой настрой. То есть, в последнее время видно. Видно, конечно, видно. Но тут я бы хотел еще вспомнить, какие раньше были вопросы, много покопаться в прошлом. Все-таки, даже несмотря на однотипные ответы и на полномерное выдавливание оппозиционно настроенных журналистов, до недавнего времени им все-таки как-то удавалось протиснуться в эфир и задать Путинам какой-то некомфортный вопрос. Причем иногда вопросы звучали как откровенные претензии. Сейчас такое представить себе, конечно, невозможно, но давайте посмотрим подборку некоторых самых ярких случаев прошлых лет. Я вернулся бы, во-первых, к теме расследования убийства Бориса Немцова, что государство нас утратило всю силу, когда убивают человека в 200 метрах от вашей резиденции. Это что, вызов вам? Это что за наглое, беспардонное убийство, стреляют в спину безоружному человеку? Который идет с девушкой, а потом добивают двумя выстрелами, когда он пытается подняться. Мы видим две разные правовые реальности. В одной активно работает настоящая репрессивная машина. Мы видим другую правовую реальность. В ней убит Борис Немцов, а Руслана Геремеева не допрашивают, потому что следователя просто не пустили. Не допрашен Андрей Турчак по делу о покушении на журналиста Олега Кашина. Собственно, вопрос, о каком верховенстве права мы можем говорить, если в нашем государстве существуют разные правовые реальности? Есть кандидат Алексей Навальный, который уже год ведет предвыборную кампанию. Против него специально были созданы фиктивные уголовные дела. То же самое связано и с моей деятельностью после моего объявления. Очень сложно снять любой зал в стране. Люди отказываются даже на коммерческих условиях сотрудничать. Сложно поставить любую агитационную продукцию. И все это связано просто со страхом. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции? Мы видим, что этих двух женщин очень часто стали показывать по телевизору. Их имена, ну их уже все знают, все знают их внешность. Это такой секрет по Лишинелю. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы признаете, что они ваши дети? И когда они станут публичными, открытыми для общества, как дети других мировых лидеров? Да, ну и времена были. Рад приветствовать в нашем эфире Марка Фейгина, юриста, блогера. Марк, здравствуйте. Рад приветствовать всех зрителей Ходорковский Лайф. Спасибо, что нашли время и возможность. Марк, коротко, какие ожидания от сегодняшнего выступления? Вы знаете, оно не будет особенным. Оно не будет особенным. Там ничего не будет сказано сверх того, что мы слышали за предыдущие месяцы. Разумеется, сейчас они начинают разворачивать так называемую предвыборную кампанию при отсутствии выборов. Все-таки это больше пропагандистская кампания, нежели предвыборная. Прямо скажем, потому что результат известен, формальный процент известен. Дело в том, что он не будет пугать ничем. Я уверен, что после 17 марта, когда формально пройдет день голосования, как раз введены будут ряд ужесточающих законов. Наверняка будет изменение Конституции. Но он по практике никогда ничего такого не анонсирует. Или, например, мобилизация. Будет она или нет? Он же не будет отвечать на этот вопрос. И более того, учитывая обстановку в стране и ситуацию из прессы и всем остальным, естественно, никаких неожиданных вопросов не будет. Вот, например, дискутировалось. Вот будет какой-то формальный вопрос от матерей, жен, американских военнослужащих, которые не ротируются с сентября, после частичной мобилизации с сентября прошлого 2022 года. Что-то отдаленно прозвучит, но это не будет в контексте, а как так вот наших мужей не возвращать. Этого точно не будет. А будет о заботе, там типа о ветеранах, о тех, кто служит, СВО и все такое. То есть это будет контекстуально не в виде претензии к Путину и попытки ответа на эту претензию. А как это вы показали в предыдущих сюжетах. Это уже исключено. Этого уже точно не будет, потому что это мешает общей картине, которую, в общем, так долго складывали за эти 22 месяца Кремль и пропаганда. Это будет как-то рефреном прозвучит где-то, и не более того. Причем скорее по инициативе Путина, нежели как ответ на вопрос. Потому что сейчас не нужно ничего, не должно даже ветерка проноситься какого-то сомнения или критики в адрес, значит, Узерена, который собирается закончить одну каденцию, начать следующую. Сейчас вообще другая атмосфера, понимаете. Любое высказывание хоть каких-то там претензий, любое высказывание вопроса в виде претензий, да, точнее претензий в виде вопроса, недопустимо. То есть, понимаете, в прежние годы даже вот те лайтовые варианты еще допускались, там Собчак пропускалась и так далее. Ну, ей разрешено на особых условиях. А сейчас уже и этого ничего не будет. Вот таких людей там точно не будет. Поэтому я не жду каких-то сенсаций. Да, ну вот смотрите, он какое-то последнее все время был на ВДНХ и вообще там, где всяческие достижения. И вдруг выдвинулся через сжогу, как все знают, то есть через военно-высоккупированные территории. Сейчас на прямой линии будет ли он говорить о войне? Сколько места именно война займет в этой? Будут ли допущены вопросы? Может быть, всего один, а может быть, половину решат допустить, чтобы, так сказать, снизить градус напряжения в стране. И он, наконец, захочет поговорить об этом с народом, поскольку все последнее время об этом не разговаривал. Как вы думаете? Нет, все будет дежурно. Вот почему он выдвинулся раньше, а не на самой большой пресс-конференции? Они, видимо, для себя решали. Вот он бы выдвинулся 14-го декабря, если бы взяли Авдеевку, например. Ну вот, смотрите, мы приходим к границам Донецкой области. Осталось чуть-чуть. Говорят, они там рапортуют, что Маринку взяли, хотя это чистое уже места, там ничего нет. Это просто километры или метры. Но этого не произошло. Они решили действительно не придавать фокус, не помещать это событие в связи с выдвижением и в связи с войной. Понимаете? Для того, чтобы... Ну а что ты расскажешь? Что продолжают штурмовать Авдеевку? Ну это тоже, согласитесь, как-то, в общем, где-то не слишком выглядит убедительно. Поэтому, скорее всего, войне будет уделено процентов 15-20, но, может быть, вот в этом диапазоне, но не более того. Может быть, между 10 и 15. Какие-то ответы, вопросы будут, безусловно, он говорит, но это будет через социальную призму, заботу и так далее. А вот говорить о боевых действиях, взяли Авдеевку, не взяли Авдеевку, выйдут границы, когда закончится война. Представляете, вот вопрос, а когда вы собираетесь закончить ваше так называемое СВО? Вот что он ответит? Понимаете? Вот что? Она годами будет длиться. Любой вариант ответа плохой. Скажешь, через месяц закончим, победим. А не победишь, тоже выглядишь неуклюже. Поэтому не должно быть никаких терминальных ответов, потому что они обязывают. А зачем ему брать на себя обязанность? Пусть Шойгу берет на себя, пусть там Герасимов, кто угодно, только не Путин. Понятно. Спасибо большое, Марк, что пришли к нам. Очень жаль, что сегодня получилось так коротко из-за технических проблем. Но все равно огромное вам спасибо. Юрист и блогер Марк Фейгин был у нас в эфире. И мы продолжаем. В аспекте того, что выборы будут проходить еще и на свежоотжатых территориях, которые сейчас являются по законам, по российской законам части России. Вообще-то, конечно, Украина, и там идут боевые действия. Есть один очень любопытный аспект, очень интересный. Я вот прочитал это накануне у Пастухова в Телеграме. И он считает, что тут просчиталась администрация президента. Потому что де юра такие выборы, конечно же, будут считаться всеми, вот всеми, нелегитимными. Потому что если бы они проходили на той части России, которая признана миром, да, все бы окей, все ничего. Но вот уже и Крым как будто, да, ну уже прошло столько времени. Конечно, Крым украинский, это понятно, да. Но после Крыма с Путиным встречались международные лидеры. Он ездил там и к Меркель, и к Макрону и так далее и тому подобное. Но вот аспект выборов в ДНР, ЛНР, части Запорожья и части Херсонской области, зачем это нужно, не совсем понятно. Может быть, нам поможет разобраться в этом Александр Морозов, политолог. Александр, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Вы не могли бы прокомментировать, а действительно, есть ли какие-то такие легистские риски для Путина в том, что он проводит выборы не только на территории России, но и вот в этих отжатых регионах? Ну, дело в том, что тут, а каковы могут быть последствия, условно говоря, признания кем-либо этих выборов нелегитимными. Возможно, скажем, ПАСЕ или Европарламент сделают какое-то заявление в отношении этих выборов. Но у этого нет никакой практической, политической дальнейшей логики и последствий, которые были бы значимы. Кремль прекрасно себя чувствует в том плане, что он эти территории к себе присоединил. Несомненно, что в 2024 году Путин собирается воевать за то, чтобы получить контроль над оставшимися неоккупированными территориями четырех областей, которые де-факто в составе Российской Федерации, нет никаких сомнений, что даже если военные действия там будут приостанавливаться и возобновляться, но логика такова, и она будет реализовываться Кремлем. Значимо ли для Кремля это международное осуждение? Я считаю, что никакого значения уже не имеет, потому что Кремль и так находится в состоянии, когда обсуждается конфискация государственных активов Российской Федерации как результат войны. Санкционные списки персональные расширяются. Путин находится в изоляции в том плане, что действительно никто из европейских лидеров или лидеров стран глобальной поддержки Украины с ним не ведет переговоров, не встречается и нет даже каких-то треков на более низком уровне переговоров между Путиным, между Кремлем и европейскими странами. Я коротко добавлю для наших зрителей информацию. Через час примерно мы ждем начала пресс-конференции Путина. Наверное, он опоздает, но не очень сильно, поэтому говорю через час. Лена, пожалуйста. Да, я тоже 10 секунд от нашей беседы заберу, потому что я увидела, что я забыла поставить лайк нашей трансляции. Если кто-то из вас, уважаемый наш зритель, допустил ту же ошибку, я призываю вас это сделать. Нас смотрят 6 764 человека. Если вы к нам только что присоединились, а может быть видите нас вообще первый раз, тогда уж сразу подпишитесь на Ходорковский лайв, так мы будем чаще и удобнее встречаться. Все-таки про легитимность, Александр, у меня вопрос. Меня вообще, например, лично до сих пор удивляет вот эта забота о легитимности и попытке что-то обставить легитимно. Ну то есть формально будут даже международные наблюдатели на этих выборах. Все как-то по закону переписывается, если ему что-то надо изменить. Есть законопроект, вносятся поправки, утверждаются. Все как будто бы зачем-то специально все процедуры он пытается соблюдать. Ну зачем-то же он это делает. И вы сказали, что среди Запада он уже не рукопожатный. Но если он проведет, например, выборы на оккупированных территориях, может это и Китаю, например, не понравится? Или вообще, ну как-то некрасиво будет выглядеть и с теми партнерами, с которыми он еще сотрудничает? Там Эрдоган, Орбан. Нет, я думаю, что здесь, надо сказать, на политические шаги больших крупных политических игроков глобальных, мне кажется, эти выборы вообще в целом для них не имеют значения. Я видел этот пост Владимира Пастухова, такой достаточно аккуратный и предполагающий, но не утверждающий. И я думаю, нет, дело в том, что все глобальные игроки ориентируются в целом на исход выборов, а вовсе не на тот факт, что происходит, скажем, сейчас голосование на этих территориях, а раньше это было, действительно эти выборы шли на территории Крыма, и многие европейские организации выступали с заявлениями, осуждающими, скажем, выборы не только на территории Крыма, но и на территории вообще этих в то время непризнанных республик. Так что здесь дело не в этом, здесь дело в том, что сами по себе президентские выборы, которые будут, их результат, вот он имеет фундаментальное значение для дальнейших, так сказать, событий и действий, потому что судя здесь политической реакции в том, что это референдумные выборы, как правильно все писали, Путин получает поддержку на этих выборах, даже если мы себе представим, что на этих выборах, скажем, партия мира, представленная одним или двумя кандидатами, прорвет ситуацию и соберет какое-то ощутимое количество голосов, это будет довольно важным событием, хотя, как мы все понимаем, скорее всего, этого не будет, но, а тем не менее, получение Путиным поддержки будет означать, что российское население в целом акцептирует, то есть считает приемлемым для себя путинизм, то есть даже если часть населения против войны, но оно, тем не менее, поддерживает путинизм как политическую модель, и вот это существенный факт, на который дальше будут опираться все политические лидеры, иметь с этим дело, не в том плане, что они это поддерживают, а в том плане, что такова политическая реальность. Александр, а что он вообще эти выборы не отменит? Ну, потому что много раз все говорили, и совершенно правильно, что эти выборы чрезвычайно значимы для Путина, потому что их результат он демонстрирует в собственной бюрократии, эти выборы, они и позволяют ему отстраиваться и над Кадыровым, и над, так сказать, Пригожиным, и над Ковальчуком, и над Сечиным, и над всеми, потому что это его собственные выборы, он как бы демонстрирует свои бюрократии, что, так сказать, я здесь царь горы. Это очень существенно, это первый момент существенности, второй момент существенности, ну разумеется, любой как бы автократ и 20 века, а не только Путин, любой все равно опирался на выборы, потому что эти выборы для него самого демонстрируют народную поддержку, дают ему уверенность. Вот, собственно, как бы и все. Мы поняли вас, Александр, вы упомянули Пригожину, но видимо теперь уже вы имели в виду Иосифа. Спасибо большое, Александр Морозов, политолог, был у нас в эфире, и мы продолжаем ожидать, ожидать прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией Путина, президента Российской Федерации на данный момент, который собирается в марте переизбираться, и сейчас уйдем, так сказать, в экономический угол этого ринга, потому что у нас в эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Ну и, конечно же, первый к вам вопрос, как вы думаете? Я прошу прощения, что опять обозначу эту тему на фоне дорожающих яиц. Что будет Путин говорить об экономике, о своих успехах, есть ли ему что продемонстрировать? Ну, он будет говорить, что экономика поднимается, экономика растет, мы преодолели все трудности, мы победили все санкции, мы добились гигантского победного движения рывка российской экономики. Конечно, враги ставят нам под ножки, это создает нам временно отдельные трудности, то в одном элементе экономики, то в другом, но мы преодолеем, потому что великий русский народ способен на невероятные подвиги даже под гнетом всех санкций, которые на нас наложили. Неплохо. В общем, тут можно экономическую страничку всей прямой линии закрывать, мне кажется, Игорь Владимирович ответил исчерпывающий на все вопросы россиян по поводу экономики. Я старый советский экономист, я таким языком умею разговаривать не хуже Путина. Да, в общем, на зачете мы бы вам автоматом, конечно. Но у Мити есть вопросики дополнительные, подождите, зачет не закончен. Нет, не отключайтесь, пожалуйста. Еще вопрос. Смотрите, Китай, поддержка Китая, поддержка Индии, параллельный импорт. Насколько эти факторы будут важны, как вы считаете, на встрече Путина с народом и с журналистами? Поворот на восток и возможность получать все параллельно в обход санкций? Ну, скажем, про Китай он может сказать, что вот наши, так сказать, товарообменные операции с Китаем существенно возросли. Мы получили мощный поток китайских товаров, который закрыл те ниши на рынке, которые возникли из-за незаконных и вражеских санкций со стороны стран Запада. Но нас пытались поставить на колени, нам пытались сделать пустыми магазины, но поставки из Китая закрыли эти проблемы. Наши магазины по-прежнему полны товарами, и советский, и русский народ не испытывает теперь дефицита товаров. Мы можем купить все, что нужно, так же, как мы покупали прежде. Ну, скажите, а людей все вот это вот все... Вы прекрасно отвечаете, но очень в духе, очень достоверно выглядят, но людей-то все это устроит. Будут ли какие-то точечные проблемы? Я не знаю. С пенсиями, в конце концов, вот когда был опрос о том, значит, что люди бы спросили, если я не помню, это был Левада-центр, если я не ошибаюсь, это был Левада-центр, опрос. И кроме, собственно, когда закончится СВО, на втором месте был вопрос с большим отрывом, но тем не менее, про пенсии. На третьем месте был вопрос про социальные какие-то вещи, ну, видимо, имеется в виду социальные различные выплаты, матерям и так далее. Все-таки какие-то конкретные вопросы болезненные, разрешат ли экономически болезненные точки, так сказать, палочкой потыкать во время этой прямой линии? Ну, может быть, будут какие-то вопросы о том, когда будет проведена какая-то дополнительная индексация пенсии, будут ли, так сказать, какие-то вещи, но многих вопросов просто не разрешат затрагивать, потому что они нежелательны, ну, скажем, мы видим, что практически отменена индексация государственным служащим, значит, под этим предлогом, видимо, скоро будет заморожена индексация бюджетника. Об этих вещах спрашивать, скорее всего, не позволят, думаю, потому что это болезненная тема, денег-то на это нет. Путин же недавно сказал, что у него министр финансов уже плачет, на слава дай денег. Поэтому, конечно, такие вещи будут придерживать и, значит, сдерживать и, соответственно, спрашивать об этом будет не очень позволено. Ну, будут какие-то отдельные вопросы, а вот что будет, если там вот у меня пособие по инвалидности такое, будет ли его увеличивать. Мы изыщем дополнительные ресурсы, это, конечно, очень трудно, но, как вы видите, российская экономика поднимается, мы получаем все больше денег, и хотя у нас доминирующей статьей являются военные расходы, но все-таки социальные расходы почти в нее вступают по величине, и страна напрягает все свои силы для того, чтобы поддержать население в эти трудные времена в кольце врагов. Игорь Владимирович, ну вот если бы я спрашивала, я бы, например, спросила такое. Вот большие зарплаты тем, кто ушел на фронт, контрактникам мобилизованным, там от 200 до 400 все время растет, потому что контрактников надо где-то брать, и там разные фронтовые надбавки, и вот это все. И я бы спросила, что же это получается, Владимир Владимирович, то есть у нас были деньги на то, чтобы условно всем врачам и учителям в глубинках платить по 200 тысяч, если бы не война. Каверзана у меня получилась. Хорошо сказали, но только никто этого не спросит, и никого это не волнует, потому что на самом деле народ говорит, ну вот парни же воюют, парни закрывают родину груди, значит им грех не заплатить, их семьям надо помочь, ну а мы уж тут как-нибудь перебьемся, передержимся, на подсобном участке что-нибудь вырастем. Не будут об этом мы особенно спрашивать, и на это особенно отвечать не будут. Мало ли, что можно было сделать в России, если бы эти деньги не были потрачены СВО, если бы не были убиты люди, которые туда пошли, если бы люди оттуда вернулись неинвалидами, теперь на многие годы Россия должна будет платить инвалидам СВО пенсии, это же обременение дополнительное, и так в России не так хорошо с пенсионным обеспечением. А теперь считайте, мы многих молодых трудоспособных мужчин превратили в инвалидов, и теперь десятилетиям надо платить пенсию, пока они не умрут. Вот это что произошло. Но об этом обычно говорить не будут, и об этом как бы даже вспоминать не очень полезно, потому что мы отбиваемся, мы спасаем Родину, вокруг нас кольцо врагов, нас хотели напасть, нас хотели уничтожить, мы вынуждены нанести эти жертвы, чтобы защитить наш дух, наш народ, нашу культуру, нашу религию, другого способа поведения у нас не было. Тем временем мы получаем новости из Москвы, начали запускать журналистов в зал, где будет проходить пресс-конференция. Но параллельно с этим лег сайт Kremlin.ru, где идет, где должна быть трансляция, собственно говоря, этого мероприятия. Игорь Владимирович, хотелось бы отойти немного от прямой линии. Вы знаете, я вот тут недавно смотрел обложки наших собственных эфиров, видео, вырезок, эфиров коллег, экономических обозревателей на параллельных каналах, на соседних кнопках, как принято говорить. И эфиры эти где-то годичные, полуторагодичные давности. Очень много комментариев от различного рода экономистов, которые говорили о том, что лето будет тяжелым, о том, что летом будет крах, о том, что закупайтесь продуктами, о том, что скорая экономика не выдержит. Тем не менее, все прекрасно себя чувствует. Кроме яиц, простите. Да, кроме яиц. Но, я думаю, честно говоря, это вопрос времени. Вы посмотрите, как меняется сына хлеба. Да, вот вопрос к вам, как, наверное, к одному из самых известных экспертов. Да, да, пожалуйста. Ну, смотрите, значит, то, что происходит сейчас в России, не имеет никаких аналогов. Это огромная страна, которая была интегрирована довольно сильно в мировую экономику, экономику, который, казалось бы, развернулся уже на мирной рельсе, теперь опять становится милитаризованной экономикой. Это процесс, который, в общем, аналогов не имеет. Поэтому мы не очень можем точно угадать, может быть, скорость процессов. Но направление процессов мы угадываем. Экономисты говорим о них правильно. Просто чуть позже происходит то, что мы предсказали. Мы говорили, что будет девальвация рубля. Как видите, она произошла. За счет этого погасили ту проблему, о которой мы говорили, что будет дефицит бюджета. Его заткнули. Но заткнули как? Давайте вспомним. Заткнули его чем? Изменили всю ситуацию в экономике в худшую сторону. С одной стороны произошла девальвация, а с другой стороны ввели дополнительные налоги и обобрали российский бизнес. Вспоминайте, сколько было налоговых новаций в этом году. Начинают налоги на, так сказать, сверхприбыль, которые обложили весь крупный российский бизнес с прибылью больше миллиарда рублей в 2022 году. Весь. Независимо от того, была у них какая-то хорошая конъюнтура по ценам. Просто по принципу ты большой, отдай. Отрежь пальцы, потому что нам нужны твои пальцы. Вот это произошло. Появились пошлины на экспорт. Появились комиссары, которые сидят во всех экспортных компаниях и контролируют валютные операции, заставляют продавать валюту. Это все чрезвычайный мир. Это чрезвычайка. Как говорят на простом русском языке. Чрезвычайка в экономике, которая затыкает временно дыры, но усугубляет болезнь экономики. И она просто будет проявляться. И, судя по всему, мы в будущем году можем не увидеть, скажем, уже никакого экономического роста. Потому что последние месяцы мы наблюдаем, что, в общем, даже в военно-промышленном комплексе тормозит рост. Ну, потому что они дошли до предела. Они все, что могли, сделали. У них три смены. У них загрузка оборудования больше 80%. А стройку из завода военной в России, ну-ну, бог пыщ. Кто знает, что это такое, тот понимает, насколько это тяжелая и трудная вещь. А кроме военного производства никаких факторов, никаких центров роста не было. Плюс еще были, значит, деньги, которые пришли в бедные семьи, откуда забрали людей на войну. Эти деньги пришли на потребительский рынок моментально. Ну, вот это еще будет продолжаться. Но для того, чтобы эти потоки мобилизованным и семьям мобилизованным шли, нужно будет еще больше отбирать у остального бизнеса, у остальных граждан. Поэтому получается, что одной рукой будут давать, другой будут забирать. Поэтому процесс вот как бы распада экономики, усугубления кризиса, он будет. Просто он идет чуть медленнее, но очень дорогой ценой и надолго. Насколько хватит вот этого толчка, импульса от военной машины, который сейчас в целом является локомотивом, наверное, для всей российской экономики? Это очень интересная тема. Я вот сейчас записываю целый цикл новых лекций для Ютуба на эту тему. Мои оценки, что вот 24-й год уже будет очень сильно затухать этот импульс, потому что, повторяю, он уперся в стену бетонным ограничением производственных мощностей. Мы уже вычерпали весь рынок труда. Как вы знаете, на рынке труда дефицит. И никаких новых работников в России не появится. Их просто ниоткуда взять. Вот даже если женщины решат срочно забеременеть, то, как вы понимаете, эти люди придут на рынок через 20 лет. Поэтому в ближайшее время никаких новых работников в России не придет. Даже мигранты уже начинают уезжать из России. Даже те, кто получили гражданство, уезжают, чтобы не попасть на СВО. А те, которые, значит, не приехали, воздерживаются, потому что не очень выгодно теперь при таком бесценнейшемся рубле, 88-90 с лишним, приезжать в Россию работать не очень выгодно. Поэтому, что называется, экономика, в которой дефицит рабочих рук исчерпан на резервы производственных мощностей, она расти не будет. Поэтому уже в 2024 году мы ожидаем замедления экономического роста. А вот 2025 год уже вызывает у нас очень большие такие, ну, как бы, интересные вопросы. Что там будет? Потому что роста не будет, инфляция нарастает, кредит дорожает, людей становится меньше с каждым месяцем продолжения СВО. Ну, как бы, как-то не сходится задачка на экономический рост, она сходится на экономический спад. Игорь Владимирович, еще недавно мы не могли из эфира отпустить экономиста, не спросив его про курс рубля и что с ним будет дальше, но теперь появилась тема поинтереснее про продукты. Будут ли они дорожать? Тем более, что вы как раз, отвечая на один из вопросов, начали говорить про хлеб. Если вы нам дадите какие-то конкретные прогнозы, мы будем крайне благодарны. Ну, прогнозы есть, так что, вот я только что у себя тоже в Телеграме перепечатал целую инфографику по росту цен по городам России, растет цена на хлеб. И это неизбежно, потому что, ну, как бы, сельское хозяйство, оно же не чудесным образом создает продукты, да, оно его должно изготовить, оно должно вырасти сельхозпродукцию, потом это надо переработать, доставить, хранить. И все это растут затраты, и надо же понимать, что во всем этом присутствует импорт. Та же самая птицеводческая отрасль употребляет довольно импортно много. Будут расти цены практически на все. Я должен, скажем, огорчить пенсионеру, что никакая индексация пенсии не перекроет рост цен на лекарства, потому что будут дорожать все лекарства. Мне тут пытались объяснить недавно, что вот ничего страшного, вот мы перестали покупать импортные лекарства, лечимся отечественными препаратами, Бог вам помощь и дай вам Бог здоровья, но они же тоже дорожают, потому что они не могут не дорожать. И как бы там не запрещали фармакомпаниям не повышать цены на отечественные продукты, на отечественные лекарства, все равно это будет происходить. Потому что все, из чего делают лекарства российское фронтсептическое промышленность, это импортные субстанции. И как я буду, если они дорожают, потому что рубль у меня обесценивается, то у меня, соответственно, должны дорожать и лекарства российские, даже и российские, я уж не говорю про другое. По продуктам питания та же самая картина. Горючие смазочные материалы дорожают, зарплату надо повышать, иначе люди разбегутся на военные заводы. У вас впереди повышение цен на энергетические ресурсы, а иначе у вас умрет Газпром. Я страшные слова говорю, но это картина именно такая. Газпром, значит, ну все это же ложится на издержки. Куда же мне деться? Да и кредит у вас дорожает. Вы же только обратите внимание, что у вас завтра заседание опять же управления Центробанка, они, судя по всему, опять поднимут ставку. А это значит, что до экономики, до бизнеса, до производства деньги доходят уже по ставке 24% годовых. Вы как полагаете, это можно просто проглотить? Есть запас прибыли? Да нету такого запаса. Я вот почитал, что птицеводы пишут, они вот говорят, вот сейчас цены на яйца поднялись, хоть рентабельность 20% повелась, а то сидели на прибыльности 2%. Это же тоска зеленая, жить-то нельзя, развиваться-то невозможно. Ну вот картина такая. Я так понимаю, эти самые проблемы в этой отрасли, у тех, кто производит мясо птиц и яйца, она еще заключается в том, что из-за зарегулирования там с конкуренцией и с естественным развитием этой отрасли большие проблемы, и мы, конечно, будем за этой темой продолжать наблюдать. Игорь Владимирович, спасибо вам большое, что вы пришли. Всегда крайне интересно ваш экономический анализ послушать. Экономист Игорь Липсиц был у нас в эфире. Друзья, ну и, конечно, лайки Игорю Владимировичу. Подписывайтесь на его YouTube, на его Telegram-канал, там действительно много интересного. Давайте проверим кнопку лайков, у меня залипло на 537, этого же не может быть. Не может быть. Нас в эфире смотрят 12 192 человека. 1200 лайков уже стоит. А, ну это у меня. Здорово, спасибо. Давайте попробуем сделать в ближайшее время 2000 лайков. К тому же будем сожидать сейчас, наверное, самую ожидаемую, самую непонятную, самую важную часть путинской прямой линии. Это, собственно говоря, военные аспекты. Приветствуем в нашем эфире Павла Аксенова, военного обозревателя русской службы BBC. Павел, здравствуйте. Доброе утро. Павел, ну, без сомнения, Путин будет говорить про полный провал украинского контрнаступления. По крайней мере, так его подает российская пропаганда. Как вы это самое контрнаступление сами оцениваете? Ну, во-первых, оно завершилось, это уже без сомнения. И говорить о том, был ли это полный провал, не полный провал, был ли это провал, очень сложно, пока мы не определились с дефиницией слова провал. Вот что такое провал наступления? Провал наступления, ну, например, можно было бы считать, там, полным провалом, может быть, было бы считать, там, не знаю, разгром окружения наступавшей группировки, этого не произошло. Добилось ли наступления целей, которые были перед ним поставлены? Перед ним были поставлены совершенно конкретные цели. Задача максимум выйти к Азовскому морю, когда это стало очевидно, что это не выйдет, то было поставлено, вернее, была объявлена такая промежуточная цель, это выйти к Токмаку и окружить его, или захватить, или хотя бы просто выйти. Но даже этого не получилось сделать. Поэтому, в общем, можно говорить о том, что цели этого наступления достигнуты не были. Тем не менее, какая-то территория украинскими вооруженными силами была освобождена, она удерживается, и они не были отброшены на исходные позиции. Поэтому говорить о том, что украинские силы были как-то разгромлены, или вообще как-то оценивать это в таких эпитетах очень сложно. Нет, чего-то они добились, но наступление целей своих не достигло. Есть ли какие-то у Путина, у Министерства обороны, я имею в виду, военные успехи, объективно, о которых сегодня Путин мог бы рассказать своему избирателю? Ну, понимаете, избирателю можно рассказать все, что угодно, и это, ну, то есть можно трактовать те или иные события на фронте в пользу или про или контра. Понимаете, это вопрос уже к российским медиа. А какие-то объективные успехи, ну, российская армия продвигается на некоторых направлениях, продвигается не сильно, прямо скажем, и о каких-то решительных победах вообще сейчас речь не идет, и ни с той, ни с другой стороны. Но какое-то продвижение в районе Маринки, в районе Авдеевки тоже вот поступают сообщения, но это продвижение, оно не привело к пока вот к четкому и полному захвату каких-то населенных пунктов, о которых можно объявить. Да, вот эти флаги над Маринкой, которые показывают, да, они там вроде бы привязаны к геолокации, но говорить о том, что там, например, Маринка под контролем полностью российских войск или в Авдеевке как-то или под Купянском, нет, там нет каких-то решительных успехов. Но вы понимаете, решительных успехов в этой войне сейчас прогнозировать никто не, ну, я не слышал таких прогнозов. Павел, но я еще хотел вспомнить сообщение, которое мы получали где-то неделю назад, кажется, да, про то, что Путин старается и, как сказать, и увеличить активность, да, на направлении Авдеевки, и военные стараются сделать ему такой подарок к прямой линии. Ну вот прямая линия уже буквально через полчаса начинается. Авдеевка, я так понимаю, еще не перешла под контроль российских военных. Как вы можете прокомментировать те самые сообщения, действительно ли важно было сделать такой подгон кремлевскому лидерам к прямой линии? Ну, понимаете, намерение оценивать сложнее всего. И да, существует убеждение, что еще с советских времен и в советской, и в российской армии существовала традиция каких-то военных побед к определенным датам или к определенным событиям, но это очень сложно доказать. И насколько я понимаю, что мы вообще говорим о том, что российская армия пытается совершить какие-то действия к выборам или, неважно, к другим каким-то событиям. Но это сложно доказать. На самом деле российская армия продолжает действовать и так же, как она летом действовала, и так же, как она действовала осенью. Сейчас началась зима. И, в общем, я не вижу какого-то очень сильного усиления с изменением какой-то мотивации, которая просматривалась до сих пор. То есть российская армия действует так же, как она действовала и осенью, и летом. Но, безусловно, поскольку вообще вся эта война, она как-то связана и в российской пропаганде, и вообще в убеждении очень многих людей с именем Владимира Путина, то, разумеется, как-то само собой напрашивается связать действия российских войск с выборами. Но, опять-таки, как-то доказать это очень сложно. Павел, у меня такой вопрос. То, что сейчас происходит на фронте, то, как укомплектованы российские войска, каких успехов они добиваются, все идет ли по плану или нет. В общем, обстановка эта. Это может позволить Путину сегодня на прямой линии пресс-конференции сказать, мобилизованных тех, которых забрали в том сентябре, возвращаем. Ну, во-первых, это может быть политическое решение, сказать там скажет, выполнять не ему. Но пока до сих пор те политики российские, которые комментировали это, они, в общем, высказывались так, что нет, эти люди не... Ну, вот такой глубокой ротации ее не будет, да, чтобы людей отправляли... Все, отвоевал и ступай домой. Об этом пока речь не идет. Но, опять-таки, судить мы можем только по каким-то высказываниям. Что решит Владимир Путин? Какие у его администрации есть на этот счет мысли и идеи? Об этом сложно судить. И об этом, опять-таки, очень мало говорится. Потери России, наверное, один из самых важных вопросов. Недавно агентство Reuters опубликовало цифру в 300 тысяч человек. Это убитые и раненые, по расчетам журналистов. В последнем докладе разведки США тоже сумма больше 300 тысяч. Как вы оцениваете эти данные? Похожи ли на правду? Это немножко странный термин «убитые и раненые», потому что потери бывают возвратные и безвозвратные. И безвозвратные потери включают и как убитых, так и раненых настолько, что люди не могут вернуться в строй. Поэтому сложно считать, кого записали в раненые те люди, которые анализировали потери, которые пришли к таким выводам. Вы знаете, да, русская служба BBC, и она совместно с «Медиазоной», которая Российской Федерации признана агентами, если я не ошибаюсь, даже чуть не нежелательной организацией. Но как бы то ни было, русская служба BBC с партнерами занимается подсчетом погибших россиян по открытым источникам, то есть по темам, по сообщениям в соцсетях, прессе, по информации с кладбищей. Вот на начало декабря в русской службе BBC подсчитали, что там было 37 686 погибших. Опять-таки из-за того, что эта цифра только по открытым источникам, она, конечно, очень неполная. И ее кто-то предлагает увеличивать вдвое, но как бы то ни было, это гораздо меньше, чем цифра в 300 тысяч. Но опять-таки состав 300 тысяч оценить очень сложно, из-за того, что не очень понятно, кто в нее входит. Если туда записать всех раненых, не знаю, может быть, и можно, но тут судить сложно. Я могу подтвердить только то, что сделали мои коллеги, потому что я знаю, чем они занимаются и как они это делают. 37 686. Кто-то предлагает увеличивать вдвое, но, допустим, 80 тысяч – это если считать, что эту цифру можно увеличить вдвое. Павел Аксенов, военный обозреватель русской службы BBC. Спасибо большое за комментарий. Я бы хотел обратиться к нашим зрителям. Друзья, спасибо. 2000 лайков есть, даже уже есть почти 3000 лайков. Лайк не ставит только тот, кто по жизни Кремлебот записал. Я себе из нашего чата такую замечательную реплику, которая позволит нам немного разбавить эмоциональный этот эфир. Да, конечно. Движемся дальше. Мы рады приветствовать. Константина Эгерта и поговорим с ним по международочке. Константин, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Дмитрий. Да, у меня есть два сразу волнующих меня вопроса. Я не знаю даже с какого начать, но попробую начать с неожиданного. Как вы думаете, следят ли на Западе за сегодняшней пресс-конференцией и прямой линией Путина? Есть ли там аналитики? Может быть, они уже взяли свои мылескины и что-то будут помечать? Или это такого интереса там не вызывает? Нет, ну, конечно, следят, о чем вы говорите. Естественно, и все посольства в Москве аккредитованы. Я пишу доклад с анализом того, что там сказал Путин. Конечно, никто не ожидает никаких особых сенсаций, как, кстати, не ожидаю их и я. Путин известен своей осторожностью и в период так называемой предвыборной кампании он, я думаю, не будет делать каких-то резких движений, но и в каких-то драматических высказываниях, я не думаю, что мы слышим какие-то сенсации, но, конечно, проанализирует его общий подход к массам и к международной политике. Если он об этом что-то будет говорить, думаю, что говорить об этом он будет относительно мало. И предполагаю, что главная тема будет такая, чтобы не упоминать войну в Украине как таковую, а продолжить тему последнего времени. На самом деле мы ведем войну с Западом и мы, Россия. И на эту войну нужно, так сказать, к этой войне таким образом и надо относиться, так сказать, все силы на борьбу с внешним врагом, все силы на борьбу с врагами внутренними, которые подрывают нас в период этой исторической битвы с врагом внешним. Думаю, что это будет вот в таком же стиле, плюс, уверен, скажет что-нибудь хорошее про Китай. Это теперь практически часть протокола. Ну и, конечно, будет, я уверен, если будет, если вам подкинут соответствующий вопрос, то будет, наверное, что-то про то, как за Россию большинство населения мира. Это вот вы тоже видели в последнее время главный нарратив. Вот этот так называемый золотой миллиард, ну то есть европейцы, американцы и всякие их прихвостни в разных других местах. Это меньшинство населения Земли. А там Великая Индия, Великий Китай, Великая Южная Африка, Великая Бразилия, так сказать, Лу-Лу-Ленд. Вот это все наши большие союзники и на самом деле с нами весь мир. А против нас вот эти какие-то миньоны, которых надо, ну, рано или поздно сметем с лица земли. Вот я подозреваю приблизительно это и будет звучать. Буду, я, конечно, могу и ошибиться, может быть, он что-то такое объявит сенсационное, но вот у меня такое ощущение, что все это, ну, как сказать, что-то, что-то, вот вплоть до мартовского провозглашения Путина президентом, там, в который уже раз, будет все очень осторожно. Константин, ну, там есть часть ведь и журналистов, которые представляют международный корпус, часть иностранных, да, иностранной прессы, пускай их и немного. Наверное, может быть, стоит ожидать чего-то от них. Давайте, кстати говоря, посмотрим кадры, и народ уже рассаживается в гостином дворе, туда запускают журналистов, вот все ожидают прихода Владимира Путина. Сейчас корреспонденты, да, телевизионным языком, так сказать, берут синхроны у собравшихся своих коллег. Кость, тебе слово. Ну, конечно, я сам бывал на этих, так сказать, прямых линиях, этих пресс-конференциях, и хочу, кстати, сказать, что в отличие от, так сказать, таких расхожих представлений, на самом деле, ну, по крайней мере, тогда, когда туда ходил я, это было уже, так сказать, 10 лет назад, в последний раз. На самом деле, вот по сценарию там идут несколько вопросов, которые задают люди проверенные, ну, типа Колесникова из «Коммерсанта», типа вот этого вот клоуна из газеты «Шесть соток», который всегда начинал эти пресс-конференции много лет, ну, типа кто-то когда-то, видимо, сказал Путину, что надо, вот народ – это дача, дача – это шесть соток, надо поэтому давать вот этому человеку, вроде так, неожиданно, и вот Путин показывает, как он близок к народу. Вот это все, как, так сказать, на профессиональном языке, говоря, заскриптовано, то есть внесено в сценарий. А, например, я задавал свои вопросы, задавал Путину вопросы, не раз их никто мне не говорил и не мог бы сказать, что тебе спросить, да, там, условно говоря, никакой Песков мне не командовал. Поэтому, Дмитрий, вы правы, конечно же, будут вопросы неожиданные, так сказать, не точно неожиданные, но будут вопросы от иностранцев. Каким-то иностранцам дадут их обязательно. Значит, сто процентов дадут какому-то представителю Китая, ну, там, я не знаю, Синьхуан, премьер агентства, наверное, дадут индейцу обязательно какому-нибудь, дадут и некоему, даже, может быть, паре западных лиц, там, условному Стиву Розенбергу, многолетнему корреспонденту BBC в Москве, который задаст вопрос, вот передо мной, это был в эфире мой давний коллега по BBC Павел Аксенов, вот, когда ты работаешь на BBC, ты должен задавать вопрос тоже, который будет соответствовать определенным стандартам BBC. И поэтому это будет, скорее всего, вопрос такой немножко округлый. Это нормально. Наверное, дадут, может быть, еще какому-то там условному агентству Рейтер или Wall Street Journal, который, наверное, спросит про Эвана Гершковича, арестованного, захваченного в заложнике нашего коллегу, корреспондента Wall Street Journal. Вот тут Путин, может, специально могут дать, чтобы он сказал, а вот там идите учите жену борщ варить, помните, как он когда-то сказал? Где-то нужно будет показать, как он этих западников хлещет по щекам. Если они выберут такой вариант, то дадут слово какому-нибудь, ну, такому вот неокруглому западнику, ну, там, я повторяю, условный Financial Times, это неважно. Вот, а может быть, решат, что не надо, и тогда не дадут. Ведь это же тоже надо понимать, это своего рода лотерея. Западники не знают, западные журналисты не знают, кому дадут этот вопрос. Что касается региональных, ну, мы знаем, что такое региональные корреспонденты из, там, не знаю, Татарстана или Хабаровского края. Это проверенные местные кадры, которых, так сказать, наставил главред, которого наставил пресс-секретарь губернатора, что спросить. И вопросы будут, ну, вот, из цикла, у нас там мост не построили до сих пор, вот, постройте, пожалуйста, мост. О, где там, сейчас звоню губернатору построить мост. Ну, мы знаем, все эти сценарии, ничего нового уже не будет, правильно? Вот приблизительно так я это вижу. Константин, а что бы вы сейчас спросили, оказавшись там спустя 10 лет? Из классики, оказавшись перед Путиным, что ты его спросишь, Константин? Я думаю, единственный вопрос. Осознаете ли вы, что вы военный преступник в этом все? Круто, круто. А, ты думаешь, он бы ответил как-то на это, хоть попытался бы, или просто, не знаю, набежали охранники, вывели бы тебя из зала? Ну, в принципе, жена у меня варит борщ очень хорошо, на самом деле. Даже если ты мне что-нибудь такое бы сказал, я бы сказал, знаете, моя может научить кого хочешь сама. Приезжайте, у нас и борщ хороший, и в Вильнюсе давно висит. Да, приезжайте, вас будут ждать. Тоже отлично. Вас будут ждать, вас будет ждать, литовская полиция, все как надо. Спасибо, Константин Эйгерт, международный обозреватель Deutsche Welle, который был с нами в эфире. Тем временем остается порядка 15 минут до официального старта пресс-конференции. Что-то, кажется, не опоздает. Он в последнее время такую демонстрирует бодрость, собранность. Это, знаешь, кто этот бодрый старик, или как там это говорится. Он там вот недавно, когда он ездил в Арабский Эмират, он аж в припрыжку вот так вот мчался. Мне кажется, он примерно в таком состоянии сегодня должен прийти на пресс-конференции, ну и опаздывать при таком состоянии, это как-то не комельфо. А вы, друзья, как думаете, опоздают Путин или нет? Пишите в чате, мы читаем, мы смотрим его. Наш шеф-редактор Юрий Билет тоже внимательно следит за вашими комментариями. Передает, кстати, вам привет, а вы можете передать ему обратный привет лайком. В последней пресс-конференции Путина в 21-м году, напомню, в прошлом году на ней проводилось, участвовали 500 человек. Для видимости, Кремль тогда даже выдал аккредитации иностранным агентам. Дождю бродил в свободе в Медузе. Но, впрочем, задать вопросы им не дали все равно. А новую газету не позвали и вовсе. Мол, из-за пандемии вход ограничен. И все же на некоторые неудобные вопросы Путину отвечать пришлось. Но у него на такие случаи всегда припасена стратегия в любой непонятной ситуации. Кивай на Запад. Дефициты бюджетов растут во всех ведущих странах. Во всех. В Штатах чуть побольше, в Ярвозоне чуть поменьше, но тоже очень существенно и для них несвойственно. Но, скажем, если взять ведущую экономику мира, Соединённые Штаты, у них уже инфляция 6, по-моему, 1,6,2%. При целевом показателе в 2. То есть у них в 3 раза превысился целевой показатель. У нас она тоже большая, в 8%. У нас целевой был 4. То есть в 2 раза увеличено по сравнению с целевым показателем. А у них в 3. Это серьёзное дело. Если вы посмотрите на то, что происходит в соответствующих учреждениях в других странах, вы увидите, что там проблем не меньше. Это общемировая проблема. Наверное, есть страны, есть такие учреждения, где всё выглядит очень благостно. Но очень много. И в Европе, скажем, в той же Франции. В Штатах. Но таких мест, которых, мне кажется, уже и в странах третьего мира нет. Этот закон придуман не нами, а придуман в государстве, которое вы, как представитель Великобритании, в данном случае вы так выступаете, а Великобритания является ближайшим союзником Соединённых Штатов. Все считают светочным демократией. Но этот закон принят ещё в 30-е годы. Но не важно, что он принят в 30-е годы. Важно, что он действует сейчас. Сейчас действует. Там примерно 0,34 или тысячных только организация признана иноагентами. Вот представляете, какое удивление. У нас тоже 0,34. У нас разделение властей. Есть исполнительное, законодательное, судебное. Ясно, что в каждой стране, на каждом этапе её развития существуют определённые нюансы, связанные с полномочиями этих властей. Мы будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно, чтобы страна была сплочённой, эффективной, устремлённой вперёд. И в конечном итоге выбор организации общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете. Наверное, вы обратили внимание, что у нас такие для вас сюжеты. Сначала мы показали отдельно журналистов, потом мы показали вам отдельно ответы Путина. Вопросы журналистов отдельно, ответы Путина отдельно. Но именно так нам показалось логичным сделать, потому что так как бы оно и есть, какой вопрос не задаёшь Путину, ответ не обязательно будет по существу, скорее даже обязательно будет не по существу. Ну а мы продолжаем наш эфир с гостями. Буквально 10 минут остаётся до объявленной пресс-конференции, совмещенной в этом году с прямой линией президента. Ну а у нас на связи Борис Надеждин, кандидат, полноценно так его назвать нельзя, но тем не менее человек, объявивший, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году. Борис Борисович, здравствуйте. Добрый день. Да, во-первых, спрошу, логичное самое, будете ли вы эту прямую линию смотреть, с какими целями, может быть, есть какие-то конкретные у вас? Честно говоря, не планировал, потому что у меня сейчас лекции. Вы меня застали в перемену, грубо говоря. Одну прочёл, сейчас другую я нахожусь, так сказать, в финансовом университете правительства России. Ну, конечно, я потом какой-то дайджест прочту того, что Путин наговорит, потому что это всегда интересно и неживно иногда. Борис Борисович, ну, воспользуйтесь возможностью, посмотрите потом на нашем YouTube-канале с комментариями. У нас, по крайней мере, честные комментарии были. Да. Такой вопрос в таком случае. Вы, если станете президентом, как вы бы проводили прямую линию, совмещали бы вы её с пресс-конференцией? Расскажите вот про своё видение. Модерировали бы вопросы. Да. Учения с электроратом. Прямые линии Путина – это настолько архаичный вообще какой-то институт феодального государства, я бы сказал. То есть царь хороший, бояре плохие. Прямая линия посвящена в основном тому, как царь будет воспитывать бояр. На прямой линии Путин решает вопросы, которые лидер современного демократического государства вряд ли должен решать. На уровне, а вот у нас в деревне газопровода нет, хорошо бы провести. Или мы вот тут мыкаемся в очередях на электричку или на автобус, надо бы хорошо как-нибудь дорогу расшлить, что-нибудь ещё. Беда в том, что Путин сам построил такую вертикаль, в которой сам за всё отвечает, а без его команды вообще ничего не происходит. Как хорошего, так и плохого. Если я буду президентом, конечно, у меня будут периодические выступления, периодические общения с людьми напрямую, но мне кажется, мне важнее как президенту сделать свою работу. Работа президента – это гарант конституции, человек, который обеспечивает внимание функционирования всех институтов государства, которые Путин уничтожил. Поэтому я, ну точно какое-то безумие заниматься там газопроводами в деревне и там чем-то ещё конкретно. Моя задача сделать так, чтобы оно само работало и люди могли решать свои проблемы в конкретных городах, а не писать там на горячую линию Путина «Вы отец родной, спаси нас, у нас тут безобразие». Я даже больше скажу, недавно была информация, она прошла в Вестях на телеканале «Россия-1». Там корреспондент или ведущий, даже ведущий студии назвал прямую линию Путина для большинства россиян последней и единственной надеждой решить свои важные вопросы. Так что вы совершенно вас в этом смысле правильно обозначили. Порядка 1 миллиона 700 тысяч вопросов. Уже поступило. Понятно, многие наверняка про газопровод. У меня такой к вам вопрос. Вот Путин уже сказал, что будет баллотироваться. Известно, что вы выдвигаете свою кандидатуру. Известно про Екатерину Дунцову. Как вы думаете, будут ли Путину сегодня, я вот, например, думаю, что даже специально заготовленный есть такой вопросик, будут ли Путину задавать вопрос о его конкурентах, о том, боится ли он принимать участие в выборах, будет ли он участвовать в дебатах, насколько он готов к предвыборной гонке, и вот попросят оценить, может быть, даже лично вас, как вы считаете? Ну, мне интересно будет послушать, что Путин про меня думает. Он со мной знаком, естественно, там еще с 90-х годов, когда мы его на одном уровне примерно были в государстве, там он далеко еще не был президентом. Вот, я так скажу, вы знаете, чем резко отличается карьера Путина от моей? Я вот в 90-м году первый раз участвовал в реальных конкурентных выборах. И выиграл, между прочим, и депутата-коммуниста, который много лет депутат, там был герой труда и все такое. И выиграл эти выборы. Поэтому для меня конкурентные выборы и дебаты – это привычное понятное дело. А Путин ни разу в жизни не участвовал в конкурентных выборах. Просто совсем не участвовал. В 90-е годы он был чиновником, а в Кремль его привел Ельцин, и понятно, что там дальше уже была система, когда на него работал админресурс. Я бы очень хотел поучаствовать в дебатах с Владимиром Владимировичем Путиным. Мне будет очень интересно, как он будет отвечать на те вопросы, которые поставлены, например, в моем манифесте. Как это он так сделал, что за 25 лет своего правления полностью уничтожил институты современного государства в России? Как он вот эту фатальную ошибку сделал в специальной военной операции? О чем он вообще думал, когда ее начинал? Как он вообще рассчитывал, что дальше будет и так далее? Борис Борисович, ну, тем не менее, самый важный вопрос, вот если бы у вас была возможность задать его сегодня Владимиру Путину, что бы вы спросили? Я бы сказал буквально следующее. Уважаемый Владимир Владимирович, вы очень много сделали для Российской Федерации. При вас действительно решены ряд вопросов, при этом лихий... Уважаемый, простите, Борис Борисович, уважаемый Владимир Владимирович... Вы меня не перебивайте, я с Путиным разговариваю в конце концов. Что-то перебивайте-то. Уважаемый Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, да, вы много чего сделали хорошего, полезного, но в последнее время вы устали, наверное, делаете много ошибок, явно ведете страну в тупик, в эту колье авторитаризма, милитаризации, изоляции и так далее. Я искренне желаю, что у вас получится отдохнуть, больше заниматься семьей. Вот как-то так. А вот эта оговорка, вы много сделали, и вот для страны, она для чего-то нужна, да, в этой конструкции? Просто хотелось бы... Ну, какая-то ирония, я чувствую, но... Подождите, почему есть ирония? Человек 25 лет руководит крупнейшей страной мира. Какая же это ирония-то, да? Ничего себе ирония. Я просто хочу сказать, что Путин, как это сказать, засиделся. Понимаете, нельзя 20 лет находиться у власти, тем более без конкуренции, тем более устроить вертикально авторитарный режим, совершать катастрофические ошибки, из-за того, что просто утратил представление, о чем на самом деле происходит, да, неадекватно оценивает современный мир 21 века. Но я искренне желаю, чтобы он отдыхал больше, да, отдыхал, там, семья, рыбалка, вот туда-куда-то, да. Можно еще вопрос? У меня есть такой актуальный. Дело в том, что есть прямо сегодня такой вопрос, который, к сожалению, актуален не первую путинскую прямую линию. Вопрос этот звучит, где Навальный? Короткий, простой. Как вы думаете, стоит его задать? Если бы у вас вот кроме этого вопроса была возможность на еще один, вы бы спросили что-то о Навальном или, может быть, в принципе, о репрессиях в России политзаключенных? Ну, естественно, я уже в самое начало своей кампании, я первый раз в июле месяце на заседании Центра избиркома сказал, что пойду в президенты. Я в самом начало говорю, что первым своим указом я осажу всех политзаключенных, включая, конечно, Алексея Навального, который, ясное дело, сидит на самом деле не из-за какой-то там мошенничества с каким-то лесом, что ли, я уж не помню, что там было, за то, что он критикует Путин, делает это очень жестко, я вот так не делаю, да, наверное, поэтому я на свободе до сих пор. Соответственно, конечно, такой вопрос всех умует, потому что я искренне желаю Алексею Навальному выйти на свободу, сохранить здоровье, человек с огромным потенциалом, конечно. В последнее время все чаще мы слышим голоса жен мобилизованных, и сегодня, на днях, которые были опубликованы результаты соцопроса, Russian Field, не прокремлевская социологическая служба, спрашивают, вы скорее поддерживаете или скорее не поддерживаете требования? 48% респондентов сказали, скорее поддерживают, 32% не поддерживают. Как вы думаете, будет ли услышан голос жен мобилизованных на этой прямой линии? Я очень много работаю с мобилизованными непосредственно, огромное количество знакомых находятся на линии фронта, да, в том числе достаточно близкие мне люди. Так получилось, да, и поддерживаю контакты, всячески помогаю их женам, матерям, там, в основном, ну, в долгопродном тоже, где депутат, я там всяческие обращения готовлю, ну, помогаю им решать личные проблемы. Слушайте, это, представьте себе, что вы, там, молодая женщина, у которой родился ребенок, а может, там, на фронте, и непонятно, что с ним будет, и у мужа полтора года, и целая. Это беда просто, да, и к личной семье. Они сильно радикализовались, если, допустим, где-то, ну, вот, когда я начал с ними общаться плотно, наверное, уже полгода назад, или даже больше, они в основном в таком русском действии действовали, да, мы полностью поддерживаем политику президента и саму специальную военную операцию, о-ка, верните мужей домой. Сейчас они радикализировались, потому что власть допускает ошибку, она их игнорирует. Там вот Ольга Кац собрала, там, какие-то огромное количество подписей, привезла на Старую площадь, потом там ничего не случилось, она, к сожалению, сейчас в депрессии, потому что ее брат, собственно, погиб брат ее там, вот, недавно. Можете немножко для нас пояснить, и для нас, собственно, тоже Ольга Кац, вы сказали, это кто? Ольга Кац, это очень активная женщина, молодая, у нее брата, собственно, мобилизовала, и она создала сайт, по-моему, не сайт, как канал в Телеграме, назывался «Вернем я», там десятки тысяч подписчиков, она лично скорнила сбор какого-то огромного количества подписей, чуть ли 100 тысяч, привезла их в администрацию президента. Вместо того, чтобы там с людьми нормально разговаривать, им, ну, отписки писали, и основной ответ был такой, пока вот мы не победим, значит, пока мы не победим, в смысле российская армия, видимо, не возьмет Киев, до этого времени ваши близкие будут там находиться. Ну, честно говоря, это означает, что они никогда не вернутся просто. Поняли вас? Что ж, Борис Борисович, мы задали вам вопросы и про политзеков, и про мобилизованных. Я думаю, что фактически провели с вами прямую линию и пресс-конференцию в один день. Я напомню, что у нас в эфире был Борис Надеждин, человек, который выдвинулся в кандидаты, в президенты. Надеемся, будет застрирован. В любом случае, будем следить за вашей компанией. Спасибо еще раз, что пришли к нам в прямой эфир. Спасибо, уважаемый Борисович. Есть вопросы от зрителей YouTube-канала «Ходорковский лайв». К нам? К нам, к Путину. К нам тоже, наверное, есть, но пока не время. На самом деле, хотелось бы почитать самые популярные из них. На часах, между прочим, уже 12.00 по Москве. И вот-вот Путин должен начать пресс-конференцию. Мы расселись в зале, в гостином дворе. Ведущие, на этот раз не Песков будет вести, а ведет пропагандист Зарубин и Лизовская. Подожди, Песков сказал, он будет модерировать. Наверное, они все-таки как-то на две части делят. То есть, что-то пресс-конференция, что-то прямая линия. Я думаю, что Песков вчера объявил, что он будет модерировать именно пресс-конференцию. Вот мой популярный, наверное, вопрос, который есть в нашем сообществе. Он звучит так. Хочу задать такой вопрос. Когда он и его правительство оставят всех в покое? А еще, почему он так боится Навального? Еще один популярный вопрос. Почему президент, который борется за семейные ценности, скрывает свою семью? Мы знаем, что Путин вопросы про семью не очень жалует. Не очень любит. Но, тем не менее. И вот такой вопрос мне еще понравился. Любая диктатура убивает развитие страны и благополучия народа. Как несовестно ради собственной... Тут заменим пятые точки. Принепречь целой нации. Как несовестно. Правда. Перенесемся тем временем в гостиный двор. Давайте посмотрим атмосферу, что происходит. Там какие-то детальки показывают. Мы вот уже видели, там показали женщину с белой плюшевой игрушкой. Это детеныш, детеныш тюлей, не тюлей, а морского котика. Что такое самое милое на свете белое существо. Она его принесла зачем-то. Может быть, будет им как-то помахивать, чтобы Путин обратил на нее внимание. Но вообще, вот кроме тех самых вопросов, которые раздражают Бориса Надеждина, как мы выяснили, когда в нашу деревню проведут газ, когда нашему дому починят протекающую крышу и так далее, я хочу сказать, что есть еще более раздражающая категория вопросов. Это вопросы, которые даже сформулированы таким образом, что, ну знаешь, вопрос из разряда встанет. Какая-нибудь молодая, приятная, блондинка с длинными волосами и красивыми глазами, такими невинными. И скажет, Владимир Владимирович, как вам удается сохранять себя в такой хорошей форме, не хочу намекать на возраст, но как вам удается? Вот это самая раздражающая категория вопросов. А я помню, еще была женщина с табликой «Я беременна». Тут была интрига хоть какая-то, то есть вдруг бы вскрылось что-то интересное. По-моему, там был какой-то вопрос про материнский капитал. Ну, неужели? Или что-то такое. Ну, в общем, это запомнилось. Да, действительно, детали поступают. Песков будет модерировать саму пресс-конференцию, но при этом вот мы уже видим и двух ведущих. Березовская с первого канала, Зарубин, соцветитель канала «Россия». Березовскую, я напомню, мы уже помним, мы хорошо знаем по предыдущим прямым линиям, в интернете за ней тогда приелось прозвище «Суфлешка». «Суфлешка»? Почему? Потому что у нее было, по-моему, то ли платье какое-то такое, знаешь, нежно-розового цвета, то ли прическа, ну или платье и прическа. В общем, «Суфлешка». В общем, мои прогнозы, Митя, пожалуйста, прогнозы не сбываются. На 4 минуты все-таки опаздывает. Я говорю, что, я говорила буквально несколько минут назад, что вот этот мощный старик, каким себя пытается выставить, Путин должен был прискакать раньше ведущих, навести суету, сказать «давайте, давайте, я готов, я рвусь в бой, да где 3, 2, 1, поехали, ready, steady, go». Нет, этого не случилось. Вот уже 4 минуты 30 секунд мы ждем, ну, по крайней мере, на наших студийных часах. Надеюсь, они напрямую от спутника как-то подсасывают точное время. Но, как минимум, со спутником Владимира Путина оно пока расходится. Хотелось бы, пока мы... Это не значит, что нам нечего сказать, и мы пытаемся тянуть. Нет, конечно, у нас полно всего еще. Например, друзья, предлагаю вспомнить, что Путин, собственно говоря, говорил по поводу Украины за все эти годы. У нас есть короткий материал, ведь из года в год претензии к киевским властям показывали на прямых линиях, раздували ненависть к целому народу, к стране и к нации. И причем началось это все задолго до любимого Путиным, ну, любимого в речи Майдана. После 2014 года, однако же, критика украинского правительства вошла просто, ну, в число самых главных тем Путина. И сейчас вы, благодаря нам, в этом убедитесь. Руководство Украины взяли и подписали бумажечку на начало процесса присоединения. Это что, демократия? Кто спросил граждан страны, хотят они этого или нет? Двинули на гражданское население танки и авиацию. Это еще одно очень серьезное преступление киевских сегодняшних властителей. Я считаю, что сегодняшнее руководство Украины совершает много ошибок, и результаты будут негативными. А результаты, конечно, тяжелые. Вот нас часто говорят, перекладывают то-то-то на плечи народа. Но вот сегодняшняя Украина, это тот самый случай. Прерываемся, потому что, видимо, пришел. Покажите. Еще не пришел, но Песков. Пришел Песков. Ждали Путина. Пришел Песков. Можем ли мы его послушать? Дмитрий Песков еще раз объяснил, что вопрос должен быть задан четко, должен быть коротко сформулирован. Он представил наших коллег Павла Зарубина и Екатерину Березовскую. Ну и вот буквально с минуты на минуту. Мы все здесь ждем. Пока ждем, еще раз обращу ваше внимание. Ну, во-первых, лучший способ, как многие женщины. Прекрасно. Там все вместе говорят, даже мы себе такого не позволяем. Да, какой-то брак или шум не вполне понятно. Но Дмитрий Сергеевич Песков на месте, значит, уже и придет случай. Два Дмитрия Сергеевича сегодня будет. Я тоже Дмитрия Сергеевича, конечно. Я думаю, что еще можно посчитать количество кхе-кхе путинских. Не надоело, но это все равно как Дон Донов считать за Кадыровым. Это как бы уже такое... Весело. Все еще весело. Все еще весело. Значит, Путин сейчас объясняет всем собравшимся регламент. Я так понимаю... Ой, Песков. Ну все. Значит, Песков объясняет регламент всем собравшимся, видимо, видимо, вот с минуты на минуту. Сейчас остается только у нас вопрос, типа, больше 10 минут опоздает или меньше 10 минут опоздает? И нам сообщают, что появился на столе один из символов путинской власти, фактически держава. Это его белый стакан, белая термокружка с волшебным зелем. Судя по всему, начинается трансляция. Если вышла белая кружка, то вслед за ней, как известно, появляется ее хозяин. Попробуем еще раз посмотреть и послушать, что же происходит в гостиной дворе. Тишина, тишина, гробовая тишина. Вот Путин. Ты смотри, как мы говорили. Желтые папочки. Меньше 10 минут опоздания, друзья. Мы оделись, как ведущие путинской трансляции. Мы оделись, как ведущие Хатарковский лайф. Ну что ж, в этом году уже на этапе сбора вопросов подключился общероссийский народный фронт. Нет никаких сомнений, что все обращения будут обработаны, они не останутся без ответа. Мы пока уйдем из кадра, давайте смотреть трансляцию. Периодически будем прерываться и комментировать, что происходит. И актуальные вопросы прозвучат сегодня в нашем эфире. Вчера утром написала на сайт Москва Путину вопрос, что не платят зарплату, а уже вечером она пришла. Многие проблемы решались даже превентивно, но сколько нерешенных. А самое главное, мы все теперь живем в совершенно другом мире. И, конечно, людей волнуют не только социальные вопросы. Да и вообще, когда, как не сейчас, за две недели до Нового года подводить, собственно, итоги года. Декабрь всегда у нас традиционно богат на события. На прошлой неделе, Владимир Владимирович, вы объявили о своем решении баллотироваться на должность президента. В этой связи вопрос, какие задачи внутри страны и за рубежом для вас главные? Я говорил об этом уже много раз, но не грех и повториться. Для такой страны, как Россия, существование, ее просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет, во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует и в котором существовало тысячу лет. Поэтому главное – это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Укрепление суверенитета внешнего, так скажем, это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета. Имеется в виду обеспечение, безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма. Ну и, наконец, это обеспечение безопасности в сфере и суверенитета, в сфере экономики, технологического суверенитета. Мне надумается здесь, вот прямо сейчас, отвечая на ваш вопрос, нет необходимости раскрывать все эти направления. Но уверен, что аудитория здесь находящаяся, да и вся страна прекрасно понимает, что без этого существовать Россия не сможет. Но финансово-экономический, экономический, технологический суверенитет – это будущее каждой страны, включая Россию. Так что вот это основные, если концептуально сказать, направления. Вот как раз про экономику. Очень многие в мире ведь удивлены, что российская экономика не рухнула под давлением вот этих так называемых наших бывших партнеров. Но ведь не скрывается ими цель, что нас нужно додавить, придавить, прямо такими словами вот они говорят. Какой вообще у российской экономики запас прочности? Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. И этот запас прочности, мы же тоже много раз об этом говорили, но, повторю, обеспечен несколькими составляющими. Первое – это самое главное. Это высокая консолидация российского общества. Второе – это устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось, это было удивлением наших так называемых партнеров, если по-честному, для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике. Ну и третье, безусловно, это возрастание возможностей нашей силовой составляющей армии и органов безопасности. Владимир Владимирович, ну а если говорить об экономических показателях, вот конкретных, чем можно гордиться? Да, знаете, я как-то обычно делаю, я принес с собой табличку, ничего здесь такого нет, того, чего мы, наверное, не знаем. Да, вчера, по-моему, министр финансов некоторые цифры озвучил. Самый главный показатель роста экономики, рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, а там у нас было, по-моему, 2,1%. Если в этом году будет плюс 3,5%, то значит, отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед. К сожалению, у нас подросла инфляция, это так, где-то к концу года ожидается 7,5%, ну, чуть, может быть, больше, к 8%. Но Центральный банк, правительство принимают необходимые меры. Мы можем еще об этом поговорить, я имею в виду поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают. И исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям. Затем промышленное производство растет, уверенно, 3,6%. Но что особенно радует, это растет обрабатывающая промышленность. 7,5% будет по году. У нас давно такого не было. Давно не было такого. А вот что особенно настраивает на такой позитивный лад, это 10% рост инвестиций в основной капитал. Что это означает? То есть сегодня у нас рост в промышленности, в ВВП очевидный. Плюс 10% основной капиталной инвестиции о чем говорит? О том, что гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочную перспективу. Деньги вкладывают, производство будет расширяться. Рабочие места будут создаваться. О безработице я еще скажу. Прибыль предприятий составила плюс 24%. Я уже не говорю про банки. У них там, значит, они заработают по 3 триллиона рублей. С выше 3 триллионов. Конечно, я знаю и в этой аудитории, и в целом в стране скажут, ну вот банки жируют и так далее. Это все понятно. Но те люди, которые хранят деньги на счетах российских банков, для них это приятная новость. Устойчивость российской финансовой системы банковской. Значит, теперь реальная зарплата вырастет на где-то около 8% будет. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так. Но в среднем по стране это статистика точная. И реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих, а где-то под 5%. Уровень безработицы, о чем я упомянул. Совсем недавно мы гордились тем, что у нас исторический минимум был 3%. Вот вчера мы с коллегами готовились к сегодняшней нашей встрече, к сегодняшнему разговору уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики. Ну, когда я говорил про повышение реальных доходов, надо упомянуть, конечно, что с 1 января у нас будет мрот повышен сразу на 18%. Мы не часто это делали. Значит, государственный внешний долг сокращается. Это тоже говорит и о макроэкономической стабильности, и финансовой стабильности. Госдолг сократился с 46 до 32 миллиардов долларов. И частный внешний долг также сократился. Наши компании исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях. С 337 миллиардов долларов до 297. То есть погашение идёт ритмично, часто даже с опережением графика. Ну, и такой интегрированный социальный показатель. У нас по социальным вопросам наверняка будет много сегодня тем, но всё-таки есть такой интегрированный показатель. Рост продолжительности жизни. То, о чём мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Вот смотрите, динамика какая. 21-й год, продолжительность жизни в России 70,060, 0,06 сотых. 22-й год, 72,73 сотых процента. А вот в 2023-м ожидается 74 года. Всё-таки это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики. На днях вы награждали героев России, и мы затем видели, как вы говорили, ребят надо беречь, но делать, делать, делать. Вот уже почти два года наша страна живёт в условиях специальной военной операции, и вопросов от граждан к нам на передачу по этому поводу, конечно, шквал. Я просто некоторые буквально зачитаю. Как вы эти два года оцениваете? Какова ситуация сейчас? Какова динамика? Цели и задачи операции, они те же, что и поначалу, или уже нет? И, конечно, самое главное, когда будет мир? Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Вот я напомню, о чём мы тогда говорили. О деноцификации в Украине, о демилитаризации, о её нейтральном статусе. Вот смотрите, что происходит с точки зрения деноцификации. Вот в ходе переговорного процесса, который имел определённый этап после подготовки проекта возможного соглашения, о чём недавно официальные лица в Киеве упоминали, в целом они не соглашались тем, что нужна какая-то деноцификация. И говорили о том, что никакой фашизации, значит, роста вот таких настроений нет. Ну, как же нет? Когда национальный герой, известный не просто националист, а нацист Бандера, возведён в ранг национального героя. Как же нет? А когда руководитель сегодняшней администрации киевской на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в Холокосте, уничтожении полутора миллионов евреев на Украине, русских и поляков, стоя аплодирует. Это чего, не проявление нацизма, что ли? Поэтому вопрос деноцификации, он актуальный. Правда, тогда в ходе процесса переговорного, нам так, в общем, было сказано, нашим переговорщикам, что в принципе не исключает возможности принятия каких-то законодательных актов на Украине. Но это было тогда, в ходе переговоров в Стамбуле. Теперь, что касается демилитаризации. Ну, не хотят договариваться, ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Ну, сегодня Украина почти ничего уже не производит. Ну, пытаются что-то там еще сохранить. Но почти ничего не производят. Все привозят, извините за маветон, на халяву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, так и заканчивается помаленько. Но дело даже не в этом. Я думаю, будут еще давать. Но уничтожение происходит. Я сейчас не буду там вспоминать эти цифры по самолетам, по сетям ПВО. Ну, вот дали им сколько там, сколько мы обещали. 400 танков, там 420, 430. Ну, дали. Кстати, все дали, что обещали. Все, что обещали западники, все Украина получила. Даже больше. Но мы уничтожили. Только начиная с так называемого контрнаступления 747 танков. Это данные на вчерашний вечер. Значит, почти что 2300 бронемашин различного класса. Вот это и есть демилитаризация. Или мы договоримся, а мы-то демилитаризация. Согласуем определенные параметры. А, кстати говоря, в ходе переговоров с Стамбулом мы их согласовали. Просто потом это выпрошили в печку эти договоренности. Ну, это же мы согласовали. Есть и другие возможности или договориться, или решить силовым путем. Мы вот к этому и будем стремиться. Вопрос короткий, но волнующий очень многих. Будет ли вторая волна мобилизации? Я понимаю, что он такой чувствительный вопрос. Смотрите, у нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, вот поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Вот прилепили название такое к этим людям, мобики. Я прекрасно все это помню. Отлично воюют, ребята. Просто отлично. 14 героев Российской Федерации из числа мобилизованных. 14 героев России. Я уже не говорю про другие медали ордена другого достоинства. Значит, ну сейчас, по-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий. Ну, в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них много хороших специалистов оказалось. И люди очень востребованы. 44 тысячи, по-моему, уволены в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и так далее. После этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе, к заключению контрактов с вооруженными силами. И да, и планировали к концу года набрать, по-моему, 412, ну, 400 тысяч с небольшим. Вот на вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране. Так что вместе с добровольцами, просто это условное деление, контракт подписывают на 2-3 года, а так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и войны Отечества, но у них просто на год, на более короткий срок, но все вместе будет под полмиллиона человек до конца текущего года. Ну, зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Мы видим, что сегодня... Если позволите, все-таки я напомню, у нас совмещенный формат, у нас и прямая линия, и пресс-конференция. Поэтому давайте мы начнем общение президента. Одну секундочку, простите, пожалуйста. У нас, видите, у нас демократия. Скажите, тем не менее, чего... Давайте мы... Нет, Дмитрий Сергеевич, ну, давайте. Пожалуйста, дайте микрофон, пожалуйста. Журналисты такой народ... Здравствуйте, меня зовут Людмила Кулиева, я представляю Северную Осетию, 15-й регион. Владимир Владимирович, Северная Осетия всегда защищала интересы нашей страны. Это Иса Аплиев и Хаджумар Мамсуров, великие полководцы и герои Советского Союза, проявившие себя Великой Отечественной войной. И сейчас интересы Северной Осетии, то есть интересы России, также продолжают защищать представители и жителей Северной и Южной Осетии, да и всего Северного Кавказа. Что хочу сказать? Вот в том числе вот много добровольцев. Вот у нас, допустим, в Северной Осетии два добровольческих отряда, это Шторм Осетия и Алания. Сегодня для военнослужащих, которые служат по контракту, есть и разработано много льгот и разных мер поддержки. Смогут ли на них рассчитывать и добровольцы? Спасибо. Вы знаете, я смотрел вопросы, которые поступают, но, конечно, все даже просмотреть невозможно. Там сколько, Дима? Больше двух миллионов. Дмитрий Сергеевич мне еще где-то несколько дней назад принес вот такую экипку, я их просматривал. Таких вопросов много. Я хочу еще раз повторить свою позицию. Наверняка будут возникать еще вопросы подобного рода. Все добровольцы, все, кто с оружием в руках, отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия. Есть определенные недоработки. Есть. Мы знаем о них. Вчера, только анализируя поступающие письма, говорил на этот счет и с министром обороны, и с начальником генштаба, и с Татьяной Алексеевной Голиковой. Мы обсуждали, она как человек, вице-премьер, возглавляющий социальный блок. Значит, там по некоторым моментам нужно будет принимать даже изменения в закон, может быть, еще вернемся к этому. И я уверен, депутаты Государственной Думы 100% поддержат. Нужно только правильно это все сформулировать. Мы обязательно добьемся того, чтобы все были поставлены в одинаковые условия и все получали одинаковую поддержку со стороны государства. И я знаю, что и Штором Аланья, и Аланья блестяще воюют. Мне и руководитель региона тоже об этом говорил в докладе. Вот у меня, можно я покажу тип? Это вот только то, что я отобрал. Проблема с выдачей удостоверений ветеранов боевых действий. И предлагаю сейчас тогда идти нам сразу на видео вопрос по этой тематике. Сергей Максимович Соболев из Новосибирской области, город Искитим. Владимир Владимирович, здравствуйте. Огромная и особая честь для меня обратиться к вам с вопросом из Донбасса. Совсем недалеко сейчас от линии фронта, войну здесь слышно хорошо, рядом со мной бойцы штурмовой бригады Министерства обороны России, ветераны. Вашей именной бригады. Все почти уже два года СВО, парни на передовой, сейчас под Донецком. Работают уверенно, оборона врага буквально трещит и лопается по швам. Каждый новый день приносит новый хороший результат. Владимир Владимирович, победа наша уже видна. Даже противник это понимает. Но когда война закончится, предстоит обустраивать тех людей, которые воевали. Вот те же ветераны. Люди с колоссальным боевым опытом. Пример настоящего патриотизма. Они могли бы заниматься воспитанием подрастающего поколения. Готовить смену нашей армии. Как Вы считаете, может быть есть смысл создать соответствующую военно-патриотическую структуру для нашей молодежи? Есть ли такие планы? Во-первых, я хочу Вас поблагодарить за то, что Вы делаете. Это звучит несколько дежурно, но тем не менее, поверьте мне, от души. И НГШ, другие командиры многократно мне, знаете, что говорили? На таком-то участке создается такая обстановка. Сейчас там ветераны. Ситуация будет абсолютно точно взята под контроль. И это просто вот эти простые слова, это оценка того, что Вы делаете, можете делать, уверенностью сделаете на поле боя. Что касается востребованности таких людей, как Вы, в процессе воспитания молодого поколения, наших школьников, вообще молодых людей, она в высшей степени востребована, в высшей степени. И это очевидная абсолютно вещь, особенно на переломных моментах истории любой страны, вот как у нас сейчас. Вот, может быть, не к месту будет Бисмарк воспоминать, но тем не менее, он служил когда-то в России, жил в России, хоть и стал выдающимся немецким деятелем, он как-то сказал, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Вот это правильно, это точно абсолютно. Вот это воспитание молодых людей в духе патриотизма, в самом хорошем, а не квасном смысле этого слова, оно чрезвычайно важно. И мы уже начинаем это делать, уже свыше тысячи ваших коллег и ваших товарищей по оружию, которые отслужили, вернулись к мирной жизни, свыше тысячи работают в школах и с детскими подростковыми коллективами. И мы обязательно будем это делать дальше, будем точно совершенно расширять эту работу. Потому что одно дело прочитать в книжке или даже в кино посмотреть патриотического характера, а другое дело передать что-то на личном примере. Самое лучшее воспитание – это личный пример. Но кто может сделать это лучше, чем вы? У нас живой эхир, живая ткань, видим сразу, что все вот так вот... Ну вот обратили внимание, да, на шевроны с Путиным, которые подвезли... Он сказал именной, именной отряд. Именной отряд Владимира Путина. Это что-то новое. Я тоже не слышала раньше об этом именном отряде. Еще любопытная деталь. Вопрос, который проскользнул за Путиным. А почему у вас там у них показывают иногда вопросы на экране и написано СМС? Видимо, это вопрос приходит по СМС, сделаю я логический вывод. Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью? Я вот, например, увидела. Но, конечно, отвлеклась от чтения этих вопросов, потому что это то, что было произнесено сейчас, меня очень сильно впечатлило. У нас Игорь Липсис был в эфире до начала этой пресс-конференции Путина. Он говорил о том, что надо будет что-то делать с ветеранами, но такой вопрос никто не задаст. И тут внезапно этот вопрос появляется, имеется вину в экономическом смысле. Тут вопрос этот появляется буквально в начале пресс-конференции. И ответ на него довольно чудовищный. Что делать с ветеранами? Отправлять их работать с подрастающим поколением. То есть самую травмированную, самую часть страны, которая будет наиболее травмирована, склонна к агрессии, очевидно, пройдя чудовищную войну. Окопы и все вот это. Вот люди, которые своими руками убивали, которые ежедневно видели смерть. Говорят, что надо вернуться на Путина. Мы обязательно договорим с вами еще на эту тему. ...владельцы хотят, чтобы фарватер был обеспечен и чтобы он был поглубже. Эти вопросы известны. И поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек. В прямом и в переносном смысле этого слова. Но проблема, конечно, есть. Согласен. Владимир Владимирович, мы видим, что наши коллеги действительно очень активны. Пожалуйста, вопросов много. Что бы нам все-таки паритет соблюдать? Дмитрию Сергеевичу вернем. Вернем. Браздные проблемы. Давайте, я вижу, это Артас, средний сектор. Пожалуйста, первый ряд. Кремлевский пол, собственно говоря. Пожалуйста. Владимир Владимирович, здравствуйте. Информационное агентство ТАСС Екатерина Коростовцева. И у нас вопрос на международную тему и вопрос трехсоставный. Каковы, на ваш взгляд, перспективы нормализации отношений с Евросоюзом? В последнее время становится все более очевидным, что западные страны устали от поддержки Украины. Как вы оцениваете этот новый фактор? И еще такой вопрос. Правые силы на данный момент усиливают свои позиции на политической сцене Европы. Вот как бы вы могли это прокомментировать и не беспокоит ли вас это? Спасибо. Что касается нормализации отношений, это зависит не только от нас. Мы не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения и нас пытались все время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами. Ну, вот конфликт, который произошел на Украине, с чего начался-то? Давайте вспомним, но не пожалеем трех-четырех минут. Начался с переворота на Украине в 2014 году. Вот до этого ведь мы старались во что бы то ни стало, я хочу это подчеркнуть, десятилетиями, десятилетиями старались выстроить нормальные отношения с Украиной. Даже после тоже, по сути, госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти, он выиграл выборы, но объявили третий тур. Чего это как не госпереворот? В конституции не предусмотрено было никакого третьего тура. Но это и есть такой ползучий госпереворот. Но мы, ладно, отнесли. Мы смирились с этим тоже. Значит, что произошло дальше? Он выиграл все-таки выборы следующие. На что пошли наши так называемые оппоненты? На госпереворот. Вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что, я всегда говорил, и сейчас, несмотря на всю трагедию происходящих событий, все-таки в основе своей русские, украинцы и единый народ. И то, что сейчас происходит, это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями. Когда братья оказались по разную сторону. Но в значительной степи они-то даже здесь, в степи они-то здесь даже ни при чем. Вот весь юго-восток, юго-восток Украины, он всегда был пророссийским. Ну, потому что это исторические российские территории. Частично, вот здесь вот коллега поднимает табличку Турция, да? Ну, он знает, в Турции хорошо знают. Все при Черноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. В чем здесь Украина-то? Никакого отношения не имеет вообще ни Крым, ни вообще все при Черноморье. Одесса вообще русский город. Ну, мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую. Ладно, когда-то Владимир Ильич Ленин передал все в Украину при формировании Советского Союза. Мы смирились с этим после распада Советского Союза. Мы же смирились и готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть Юго-Востока, пророссийская, для нас это было тоже важно. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах внутренней политики и внешней Украины. И в целом Россию это вполне устраивало. Но после госпереворота 2014 года нам стало ясно, что нам не дадут просто, силовым образом не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной. Госпереворот, на который потратили, как американцы сказали, 5 миллиардов. Публично сказали, не постеснялись даже. Значит, в 2014 году приехали три министра иностранных дел вот из Европы. Польские, немецкие, французские подписались, как гаранты договоренности между властью, президентом Януковичем и оппозицией. Договорились, что все будут решать мирным путем. Через два дня совершили госпереворот. Зачем? Пошли бы на выборы и выиграли бы? Нет. Чтобы точку поставить, чтобы конфликт создать. Вот зачем. Это кто делал? Американские наши дружки. А европейцы, которые подписались как гаранты договоренности между властью и оппозицией, сделали вид, что вообще ничего не знают. И сейчас спросите в Европе, кто-нибудь помнит об этом? Нет. Но мы не забыли. И не забудем. Вот это плюс безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив и Украину в НАТО. Все это привело к этой трагедии. Плюс еще кровавые события на Донбассе в течение восьми лет. Все это привело к трагедии, которую мы сейчас переживаем. Они вынудили нас на эти действия. Вот в этих условиях, когда я говорю, США задумали и организовали, Европа стоит и молча на это смотрит. Либо подыгрывают, подпевают им там. Значит, ну как с ними выстраивать отношения? Мы за. Мы же ничего не рвали. Но они сделали вид, что они этого ничего не знают и не помнят. Только два-три раза упомянули о том, что минские соглашения подписывали понарошку и не собирались выполнять. Вот эти, значит, гарантии договоренности между властью и оппозицией в Украине в 2014 году вроде как, между прочим, подписали. И тут же о них забыли и наплевали на них. Вот они, понимаете, дело в чем? Дело в том, что в значительной степени они утратили свой суверенитет. Мы сейчас это и видим. Они же многие решения принимают себе во вред. Во вред себе. Но, тем не менее, делают это. Значит, вот многие еврейские деятели внешне ведут себя как генерал Деголь, который боролся за интересы Франции с оружием в руках. Собрал все, что было у французов для того, чтобы оказать сопротивление оккупантам. А на практике ведут себя как маршал Петтен, который был на самом деле, хоть и был героем Первой мировой войны, но во вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов. Вот ведут, все почти ведут себя так. Ну, кроме там нескольких человек. Вот Фитцов появился сейчас после выборов. Сейчас, ну, Виктор Орбан в Венгрии. Я уже много раз говорил, они не пророссийские политики. Они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше. Их просто нет. Но я не знаю, с чем это связано. Связано с большой зависимостью от старшего брата, от Штатов. Но мы готовы выстраивать отношения с ними. Что касается Соединенных Штатов, мы и с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США важная, нужная страна миру. Но вот эта имперская, абсолютно имперская политика, она им мешает самим. Даже не нам. Им мешает. Почему? Потому что в общественном сознании они должны себя вести как империя. И если они в чем-то, где-то договариваются или в чем-то кому-то уступают, это уже воспринимается электоратом, как какой-то провал или пробел. И поэтому элиты вынуждены себя так отчасти вести. Значит, вот когда произойдут какие-то внутренние изменения, тогда будут созданы фундаментальные, когда они начнут уважать других людей, другие страны. Когда будут усказать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свой вопрос. Вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы. Владимир Владимирович, я чуть-чуть еще все-таки. У нас не все военкоры сейчас на передовой. У нас здесь, я вижу в студии, вот тот сектор. Пожалуйста, это Николай Долгачев. Задайте свой вопрос. Владимир Владимирович, здравствуйте. Это Николай Долгачев, корреспондент Вестей. Сейчас директор филиала ВГТРК в Луганске. Да, Луганская республика практически полностью освобождена и мирной жизнью восстанавливается. Но мы за весь фронт переживаем и знаем, какие активные бои ведутся на юге и вдоль Днепра. Даже уже некоторое время говорят о неком плацдарме противника на левом берегу Днепра, в районе населенного пункта Крынки. Что вообще это за плацдарм? Как там идет у нас обстановка? И если позволите еще дополнить, дело в том, что на тех освобожденных районах, которые уже немножко дальше от фронта, действительно идет очень масштабная работа по восстановлению и социальных объектов, инфраструктуры. Мы видим это своими глазами, как сильно меняется жизнь. Но многие спрашивают, и я спрошу, а какое будущее у всех новых регионов нашей страны? Какая цель через несколько лет, какими мы их увидим в стране? И мы знаем, что как вы скажете, так и будет. Поэтому скажите, пожалуйста, как будет? Хотелось бы, чтобы, как я сказал, так и будет. Не всегда так бывает, к сожалению. Но это мировая практика. Да, я думаю, что у каждого сидящего здесь, да и у каждого нас слушает и смотрит, тоже так же. Мы что-то говорим, что-то хотим, что-то получается, что-то не получают. Это нормально. Но стремиться к достижению своих целей, безусловно, нужно. Теперь по поводу этих крынок. Ну что там происходит? Противник анонсировал контрнаступление большое, нигде ничего не получилось. То есть последняя попытка, ну, во всяком случае, на сегодняшний день выглядит как последняя попытка, была прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. Ну, это все говорят об этом, все хорошо знают, и ничего здесь нового нет. Что произошло вот на этом участке? Значит, ВСУ сосредоточило удары артиллерии по очень узкому участку берега левого. Ну, для того, чтобы сохранить ребят наших и не подвергать их излишнему риску, нести потери, было принято решение военным командованием отойти на несколько метров. Я вам скажу, вы, военный корреспондент, понимаете, о чем я говорю, в лесопосадке, чтобы они, там, они скрывают личный состав и уберегают от ненужных потерь. Значит, ВСУ зашло на этот участок, он небольшой, 300, 1200 примерно в длину был, и где-то 300 метров в ширину. Ну, и вот, я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на просто истребление. Сами военнослужащие говорят, украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. Ведь для того, чтобы туда подать личный состав, там человек 80 всё время находилось, сейчас поменьше уже, используют только лодки, но они же под огнём артиллерии, дронов, других средств поражения. Вот у наших военнослужащих, там, потери санитарные, два, три, вот три дня назад было 6 человек ранено у противника, десятки погибших. Просто они попали в огневой мешок и по политическим, я считаю, только по политическим соображениям, бросают туда личный состав. С чем это связано? Ну, можно только представить себя, догадываться. Связано, видимо, с поездками руководства Украины за границу с целью выключить дополнительные деньги на содержание страны, на военную составляющую, на технику, на боеприпасы. И подход, видимо, такой, вот пока ездят и клянчат, нужно показать, что у вооружённых сил Украины есть какие-то шансы добиться во что бы то ни стало, любой ценой, не считаясь с потерями какого-то успеха в рамках так называемого контрнаступления. Ну, просто их выбивают оттуда, вот и всё. Можно навести, конечно, там мосты, понтоны, но не наводят, потому что, ну, понимание-то и есть, что они будут уничтожены, что пристреляны же всё. Вот это и происходит. А хочу обратить ваше внимание на что. Это не просто военнослужащие вооружённых сил Украины. Это элита. Штурмовые отряды. Их вообще-то не так много. Вот если посчитать, сколько за полтора месяца там потери какие у ВСУ, но можно представить, насколько это чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны. Но это их дело. Так совсем уже здесь секрета нет. Я где-то какое-то время назад НГШ сказал, не спешите их оттуда выдавливать. Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Это такая логика вооружённой борьбы. Но они продолжают это делать. И это трагедия, я считаю, для них. Ну, тем не менее, и министры НГШ сказали, нет, но мы постепенно всё-таки будем там сужать это пространство свободы. Это и происходит. Вот это и происходит. Я думаю, что скоро там к этому идёт и закончится. Вот теперь, значит, положение на фронте в целом, вы спросили. Ну, вы и сами знаете этого. Вы эксперт уже. Я, кстати говоря, смотрю за вами, у меня иногда сердце так сжимается. Особенно девушки там прямо на первой линии бегают. Не знаю, надо бы руководство канала Фосновых сказать, чтобы женщину оттуда убирали. Как-то страшно смотреть на это. Ну, ладно. Положение вы сами знаете. Положение какое? Практически по всей линии соприкосновения наши вооружённые силы, скажем скромно, улучшают своё положение. Практически все находятся в активной стадии действий. В активной стадии. И на всём протяжении идёт улучшение положения наших войск. Теперь по поводу будущего регионов. Ну, да. Много вопросов среди поступивших именно об этом. Причём и из новых регионов, и из других частей Российской Федерации. Что будет, как они будут развиваться. Ежегодно в бюджете федеральном предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России. Конечно, в других регионах ситуация компетентально лучше. Связано это с тем, что почему-то, так же, как и в Крыму было, не уделяли киевские бывшие власти должного внимания этим регионам. Но вот триллион ежегодно плюс вкладывается и будет вкладываться в ближайшие годы. Плюс у нас установились такие попратимские отношения между этими регионами и другими регионами Российской Федерации. Они уже вложили, по-моему, в районе 150 миллиардов. И планируется регионами вложение нашими, другими регионами, ещё примерно 100 миллиардов. Но, что я хочу сказать, и это важно, что вот в этом году вот эти так называемые новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей. Это о чём говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние. Конечно, там ещё очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это. Мы работаем в прямом эфире, всегда случаются разные технические нюансы. Чуть ранее мы видели видео-вопрос военкора ВГТРК Сергея Зенина. Можно? Да, потому что, всё-таки, я обратил внимание на Калиго, уже Турция у него. Давайте мы спросим. Но потом вернёмся к военкоруму. Вернёмся обязательно. Представляйтесь, пожалуйста. А среди них есть и девушки, действительно. Али Джура, агент Санадулу. Господин президент, в результате атак Израиля в секторе газа Каждые 6-7 минут погибает один ребёнок. Уже погибли 8 тысяч палестинских детей и более 6 тысяч женщин. Но на данный момент в Палестине человечество мертво. К сожалению, ООН и крупнейшие державы мира не могут остановить эти атаки. Как вы думаете, что ООН утратила свою функцию? И в связи с этой ситуацией в Палестине существуют ли совместные усилия Турции и России по обеспечению мира в регионе? И кроме этого, какие общие планы у Москвы с Анкарой по международным и региональным вопросам? Планируете ли вы посетить Турцию в ближайшее время? Спасибо. Во-первых, я смотрю, что происходит в Газии. Я сейчас свою характеристику дам. Я в целом согласен с тем, что вы говорите. Но хочу отметить все-таки значительную лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газии. Он, безусловно, один из лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают все для того, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону, для того, чтобы были созданы условия для долгосрочного мира. Это очевидно. Он очень активен на этом направлении. И дай Бог ему здоровья. Потому что то, что происходит, это, конечно, катастрофа. Мы сейчас говорили о ситуации, вернемся, я так понимаю, к ситуации, связанной с украинским кризисом. Но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят, посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газии происходит, и почувствуйте разницу. Но ничего подобного в Украине нет. Значит, вы упомянули о гибели тысяч детей и женщин. Но генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назвал сегодняшний сектор газа самым большим кладбищем детей в мире. Но это такая оценка о многом говорит. Но это объективная оценка, что же здесь сказать. Что касается роли ООН. Вы знаете, здесь нет ничего необычного. Я тоже говорил об этом. Ведь во времена Холодной войны очень часто различные силы, различные государства блокировали те или иные решения, которые продвигали другие страны. Но ООН изначально создавалась таким образом, чтобы консенсус искать. А если он не найден, тогда решения не принимаются. Ничего необычного в жизни ООН не происходит. Так было всегда, особенно в период Холодной войны. Неслучайно министры иностранных дел Советского Союза Громыко называли господин Ноу. Очень часто Советский Союз накладывал вето. В этом есть огромный смысл. Вето есть. Действий, которые какая-то страна воспринимает как враждебные в отношении себя, не происходит. И это важно. И важно сохранить такие механизмы в ООН. Иначе она превратится просто в говорильню. Как это было в известный период после Первой мировой войны. Поэтому это не значит, что нельзя и не нужно искать этих консенсусов. Надо. Мы, так же, как и Турция, исходим из того, что должны быть всё-таки имплементированы решения ООН по поводу создания палестинского государства со столицей Восточной Мирусалимы. И это чрезвычайно важно. Нужно создать фундаментальные основы для израильско-палестинского урегулирования. Теперь по поводу планов. Мы с президентом Радоганом уже в контакте по этим вопросам. У нас очень схожие позиции. Думаю, что нам удастся с ним встретиться. Я действительно планирую. Я и планировал недавно. Ну, там, я могу сказать, здесь секретов нет. У президента Радогана не получилось по его графику. Хотя я готов был слетать в Турцию, я им сказал об этом. Но у него по графику не получилось. У него не получилось, не у меня. Ну, так бывает. Но мы договариваемся, может быть, в начале следующих годов осуществить этот визит. Что касается наших усилий. Вы знаете, что был недавно и в двух арабских странах. Он консультировался с нашими друзьями в Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах. Первое. Нужно сохранить людей в Газе. И с Египтом тоже мы в контакте. Второе. Нужно оказывать массированную гуманитарную поддержку людям. И вот мы, когда в Эмиратах были, я был в Эмиратах, выяснилось, что эмиратская сторона создала там в Газе, недалеко от, на территории Газа, но недалеко от Рафаха, от пункта пропуска и от египетской границы, открыла там госпиталь полевой. И мы поговорили над темой о том, что было бы возможным, чтобы и Россия там же открыла госпиталь свой на стадионе. Но для этого, конечно, нужно согласие и Египта, и Израиля. Я переговорил с президентом Египта, он за, поддерживает. Переговорил с премьер-министром Нетаньяху. Вот они проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газа небезопасно. Но это не значит, что мы прекратим эти усилия. Во всяком случае, на сегодняшний день, если на сегодняшний день это небезопасно, и израильская сторона не поддерживает. Тем не менее, у нас и с азаралитянами есть договоренность о том, что, и они нас попросили об этом, чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. И мы это сделаем, безусловно. Так что мы со всеми сторонами этого происходящего события в контакте и будем активно работать. Так вот, об отважных девушках-военкорах, о которых вы сами и сказали. Настоящие репортеры. Мы связались с корреспондентом Первого канала Валентины Соловьевой, которая снова работает в Запорожской области. Здравствуйте. Мы находимся в Мелитопольском областном онкодиспансере. Вот одна из его палат. Посмотрите, как плотно стоят койки. Здесь три койки. Здесь еще шесть койек. Главный врач этого диспансера Константин Юрьевич Лакунин. Константин Юрьевич, пациентов мы видим у вас много. Какова ситуация с врачами? Пациентов много, а врачей, конечно, не хватает, как по всей России, так и у нас. Но у нас ситуация, может быть, даже более драматичная. Не хватает онкологов, не хватает гематологов, не хватает детских онкологов. Да ничего там не хватает, их просто нет. Поэтому приходится диспансеру брать на себя все эти функции. Спасибо федеральным научным центрам, которые оказывают нам и клиническую помощь, и методическую помощь, и принимают наших пациентов на лечение. Вот сейчас на одного врача сколько пациентов приходится? На амбулаторном приеме приходится порядка 50-60 человек в день против 30 положенных по нормативам. То есть примерно нагрузка в два раза увеличена. Точно такая же нагрузка и в стационарах. То есть у нас на одного врача приходится минимум по 20 человек онкологических пациентов, что тоже в два раза выше. Но при этом вы развиваетесь, у вас поставки оборудования, я вижу. Но при этом да, у нас идет полномасштабный ремонт хирургического корпуса. Оборудование для него уже поставлено по федеральным программам. Вот оно здесь находится, в частности это операционный стол для новых операционных. Поэтому мы верим, что мы заработаем с новыми успехами. Соответственно вопрос кадровый стоит перед вами остро. Соответственно вопрос, который мы бы хотели задать. Ну вопрос, он же предложение рассмотреть вопрос о создании специальной федеральной программы по привлечению кадров в новые регионы. По привлечению кадров в медицину, в социальную сферу новых регионов. Возможно это будет строительство жилья, возможно это будет предоставление земельных участков, может быть льготная ипотека. Но чтобы кадры здесь появились, нужно их привлечь каким-то особенным образом. А зарплата сейчас конкурентная? Зарплата сейчас вполне конкурентная. И в общем-то собственно говоря на эту зарплату к нам приезжают специалисты. Нельзя сказать, что их нет. Приезжают. Но этих мер видимо недостаточно. Спасибо большое. Такой у нас вопрос. Да. Вопрос понятный. Знаете, чтобы было приятно. Вот когда доктор сказал, у нас не хватает специалистов, врачей. Как и во всей России. Я цитирую. То есть есть восприятие своего региона, своего субъекта как части России. И это вот на это. С этой точки зрения хотел бы отметить этот вопрос. Но проблема понятна. Это предложение создать специальную федеральную программу, которая помогла бы приобретать жилье и так далее. Я не знаю, нужно ли создавать специальную программу, но обратить внимание на это точно нужно. Я с ним согласен. У нас льготная ипотека для этих регионов есть. Она 2%. Она более чем льготная. Более льготная чем даже для семей с детьми в целом. Но в чём там проблема, насколько я понимаю? Проблема в том, что эта льгота действует только на новое жильё. А нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного. Поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространять это на вторичный рынок. Вот что надо сделать. И тогда это будет работать быстро. Прямо сейчас начнёт работать. Это вот первое. И второе по поводу создания дополнительных стимулов. Если заработная плата конкурентоспособна, как вот доктор сказал, то вот что нужно... Шумбрат. Шумбрат – это по-мордовски, значит, здрасте. Я сейчас отвечу. Что нужно сделать? Нужно, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, тоже повысить первоначальные подъёмные для земского доктора, для докторов до 2 миллионов рублей, а для фельдшеров до миллиона рублей. И это будет, мне кажется, хорошим стимулом. Я обязательно с правительством это проговорю. Бюджет принят, но тем не менее мы можем подумать и сформулировать эти решения на самую ближайшую перспективу. Владимир Владимирович, мы видим, что коллеги не могут даже дождаться окончания вашего ответа. Давайте передадим... Нет, вот я обещал всё-таки... Путин Шумбрат. Видимо, из Мордовии вы, да? Давайте, дайте вот девушке в красном, пожалуйста, микрофон. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я Анастасия Ведяева из филиала ВГТРК, ГТРК Мордовия. Представляю нашу многонациональную республику. Я хочу пригласить вас на наш павильон, на выставки «Россия». Спасибо. Во-первых, благодарю за эту идею. Какие отзывы, Владимир Владимирович? Вот на днях было проведено исследование, подведены итоги. И 97% россиян испытывают гордость после посещения этой выставки. И, конечно же, регионам есть чем гордиться. В Мордовии, благодаря вашей поддержке, реализуется инновационное производство. Во-первых, импортозамещающие, оптиковолоконные, кабельные. Это и фармацевтическое направление, и, конечно же, визитная карточка Мордовии. Это чёрный алмаз, наш морёный дуб. Добываем со дна рек и такую красоту делаем. Владимир Владимирович, это, конечно же, не только возможность увидеть красоту, но и наладить различные вопросы, решить вопросы с бизнес-сообществом. Решить разные вопросы, и я приглашаю вас. И очень бы хотела там присутствовать. В преддверии Нового года каждая девочка, даже большая, мечтает о чуде. Поэтому я думаю, что вы не откажете. Хорошо. Спасибо большое за приглашение. Мордовия действительно очень красивая республика. Мне очень нравится то, как люди относятся к своим традициям, к своей культуре во всех проявлениях. И к одежде, и к традициям в самом широком смысле этого слова. Что касается регионов и выставки региональной части, то это действительно получилось. Региональные выставки на ВДНХ, наверное, одни из самых ярких, самых интересных для посетителей. И я с вами согласен. Постараюсь там побывать. Спасибо большое. Давайте перед тем, как мы вернемся к вопросам граждан, давайте еще один мы вопрос оцениваем. Вот давайте Матч ТВ, что-то, наверное, про спорт, судя по каналу. Здравствуйте, я Мария Корбова. Действительно, телеканал Матч. Вопрос, конечно же, о спорте, тем более есть что спросить, есть что обсудить. МОК неделю назад выдвинул крайне жесткие критерии допуска российских атлетов на Игре 2024 года. А вот, например, к израильским спортсменам никаких особых ограничений, никаких требований нет. В такой ситуации на Олимпиаду стоит ехать. И вообще, в целом, какая обстановка со спортом высших достижений у нас в стране, вот еще тоже не можем не спросить. Знаем, вопросов много от регионов поступает в связи с непростой обстановкой. В непростое время будет ли продолжена программа развития физической культуры и спорта, особенно в российской глубинке? Спасибо. Валерий Иванович, прежде чем вы ответите, вообще вы сам человек спорта, и дзюдо называли своей первой любовью. Действительно, это так. У нас огромное количество обращений как раз... Тут Ян у нас. Не дать... Да, друзья. Подзависли. Подзависла трансляция. Слишком много людей пытаются сейчас посмотреть этот эфир. Огромная проблема у организаторов этой прямой линии пресс-конференции. Из-за того, что то и дело проскакивают на экранах за ведущими, за Путиным, за журналистами вопросы, которые люди шлют по смс-кам, и они не успевают отцензурировать их. То есть цензура не успевает на них отреагировать. Вот, например, то, что мы себе выписали. Можно ли выиграть войну... Пока у нас нет возможности. Можно ли выиграть войну, сидя в активной обороне? Спрашивают. Знаменск, Астраханская область. Скоро умрет вся медицина, и мы за ней. Огурцы 900 рублей за килограмм. Помидоры 950. Салат обходится в 1500. Про фрукты молчу. Сделайте нормальные цены. Здравствуйте. Как можно переехать в ту Россию, про которую я рассказываю по Первому каналу? Вот это мне очень нравится. Дали газ Китаю, дали газ Европе. А когда нам, если я не ошибаюсь, вопрос был из Хакасии. Да, совершенно верно. И почему ваша реальность расходится с нашей действительностью? Это я уже озвучила, а еще был «Кто будет после вас президентом?» Вот это гениально, конечно. Да, нас смотрят сейчас несколько десятков тысяч человек на Ютубе. Больше 50. Друзья, спасибо, что вы с нами. Здорово, что вы с нами. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на Хатарковский лайф. Лайк – это не значит то, что вам нравится Путин. Это значит, что мы с вами вместе. А вы с нами. Смотрим дальше. Что международные членники делают в отношении российского спорта – это полное противоречие и извращение идеи Пьера де Кубертена. О, спорт – ты мир. Спорт для того, чтобы не создавалось олимпийское движение, чтобы объединял людей, а не разъединял их. Современные международные чиновники, они слишком увлеклись бизнес стороной спортивных движений. Они попали в огромную зависимость от спонсоров. Спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Но там и внутренних проблем достаточно. Если они будут действовать и дальше таким же образом, они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма, она страдает сегодня. В этой связи вы сейчас упомянули про Израиль, про израильских спортсменов, несмотря на события, происходящие в Газе. Если бы я сейчас как-то поддержал это, то я бы уподобился этим международным спортивным чиновникам. Спорт вне политики. Призван объединять людей. И поэтому нам так же, как, знаете, у нас говорят, не считать деньги в чужом кармане, так же и здесь. Мне кажется, некорректно показывать пальцем на каких-то других спортсменов. Там есть проблемы. Мы сейчас только что говорили с турецким коллегой вашим. Но спортсмен здесь при чем? Пускай едут и соревнуются без всяких ограничений. То же самое должно быть сделано и в отношении России. Но этого не происходит. Они под влиянием политических элит Запада принимают выгодные для них решения, невыгодные для мирового спорта. Так же, как и европейские политики принимают решения, выгодные для США, для их экономики и невыгодные, губительные для себя. Здесь то же самое, только в другой сфере. Ехать или не ехать, вы знаете, здесь есть вот какой момент. Надо посмотреть внимательно, что это там за условия, флаг, гимн. Я всегда говорил, вот спортсмены годами тренируются, и надо дать им возможность выступить на крупнейших стартах, в том числе на Олимпийских играх. Все знают, наш это флаг, не наш. Все знают, что это наш спортсмен. Это вот очевидная вещь. И поэтому я, в принципе, и поддерживал то, чтобы наши спортсмены ехали на такие соревнования. Но надо сейчас внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если эти искусственные условия, политически мотивированные, искусственные условия направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, отсечь тех спортсменов, которые претендуют на золотые, серебряные или бронзовые медали, обесточить нашу сборную, ну тогда, вот там, допустим, спортсмены из ЦСКА, может быть, не смогут... Из Динамо, поскольку они там связаны, якобы связаны с вооруженными силами. Хотя сегодняшняя ЦСКА вообще никак не связана с вооруженными силами. Это вообще частная организация. Но придумывать могут все, что угодно. Если вот цель в этом – отсечь наших лидеров и показать, что российский спорт не развивается или, значит, он, наоборот, загибается, ну тогда надо, чтобы Минспорт и Национальный Олимпийский комитет России проанализировали и приняли взвешенные решения. Владимир Владимирович, ну и все-таки Вы обещали нашим ребятам из Крыма, которые адресовали свое обращение. Само собой, я пометил, хочу к ребятам обратиться и сказать, вообще нужно развивать спорт и развивать все наши программы. Кстати говоря, действительно, у нас в прошлые годы, в прошлые годы где-то полтора миллиарда, даже больше, по-моему, миллиард семьсот выделяли на развитие из федерального бюджета, на развитие регионального и муниципального спорта. В этом году там нет даже семисот миллиардов в этом бюджете. Но надо обязательно к этому вернуться. И это будет, кстати, должно быть в будущей президентской программе. Обязательно нужно это сделать. Мы это сделаем. А что касается конкретного вопроса в Крыму, я и Сергею Валерьевичем переговорю, ну и мы с федерального уровня поможем. Точечно эту проблему точно решим. Таких обращений действительно немало. Вот я целую стопку себе выбрала. Тюменская область, хоккей, разные виды спорта, все. Дмитрий Сергеевич, возвращай. Да, но общий российский народный фронт, собственно, все эти обращения будет обрабатывать в течение предстоящего года, как мы говорили. Друзья, я вижу здесь Дмитрия Кулько. Это еще один военкор. Его непривычно видеть в костюме и в галстуке. Дайте, пожалуйста, вот в этот сектор микрофон. Дмитрий Кулько, военкор первого канала. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Если позволите мне несколько вопросов от бойцов из зоны СВО. В первую очередь, как вы считаете, отлажена ли система выплат военнослужащим сегодня? Можно ли ее улучшить? Вот я знаю конкретных людей, которые месяцами не получали деньги. Второй вопрос о наших раненых, о фонде «Защитники Отечества», который был создан для поддержки семей погибших и ветеранов СВО. Вот как вы оцениваете работу этого фонда? И здесь, Владимир Владимирович, если позволите, хотелось бы внести предложение. Дело в том, что сегодня бойцы, получившие ранения после госпиталя, обязаны вернуться в часть для прохождения военно-врачебной комиссии. То есть обратно в зону СВО приходится ехать нашим ребятам, которые после тяжелых ранений, потерявшие, к сожалению, ноги, руки. Это тяжело, и было бы лучше, если бы эту комиссию ребятам проходили все-таки в местах лечения или долечивания. И последний вопрос. Дроны. Дронов Владимир Владимирович по-прежнему до сих пор сильно не хватает на фронте. Бойцы постоянно просят помочь. Мы делаем сборы, и люди на это откликаются. Спасибо большое. Но, тем не менее, всего этого недостаточно. И вот, к примеру, недавно мы делали сборы вместе с Народным фронтом. Привезли в 4-ю бригаду, которая сейчас сражается в Клещеевке отважно. Привезли десятки дронов. Ну вот месяц они прошло, уже половины этих коптеров, к сожалению, нет. Это расходники, и операторы не могут не лететь далеко во время штурма, потому что, несмотря на дождь, на помехи станции РЭП, внизу наши ребята, наши пацаны, и поэтому они не могут оставить их без разведки. Когда вот ситуация в этом вопросе улучшится? Спасибо большое. Ну, я думаю, что вы не можете не видеть, что она улучшается все-таки. Правда? Скажите, что это правда. Улучшается, да. Современные боевые действия. И это факт. Но, конечно, вы правы. Не всегда хватает, не всегда все получается. Я уже говорил, значит, у нас все-таки... Садитесь, пожалуйста. Все-таки линия фронта, знаете сколько? Почти две тысячи километров. Две тысячи километров. И, конечно, наверное, не наверное, а точно совершенно не везде все вовремя поставляется. Но и собственное производство растет и закупается. В том числе, кстати говоря, частным образом многое и за границей закупается. Государство, Министерство обороны, промышленность, конечно, активно работает в этом направлении. И, ну, вы знаете, в системе РЭП там многие вещи появляются. Вы наверняка знаете все это названия. Может быть, даже лучше меня, там, Лесочек или как она... Вот сейчас новая система практически на все бронемашины ставится. Ну, насколько это возможно, конечно. Ну, будем наращивать, разумеется. Что касается того, что люди откликаются, того, что Народный фронт над этим активно работает, то целое движение создали, все для победы, да, собрали. Вы знаете, конечно, государство может обойтись без этой поддержки, но остановить невозможно. Я просто от всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые так неравнодушно и сердечно относятся к нужным фронтам, к нужным наших ребят, которые сражаются за интересы России. Свыше 10 миллиардов рублей пожертвованы. Конечно, государство, особенно сейчас, когда у нас экономика на подъеме, есть эти средства, но то, что люди от себя направляют, а то, что там сети плетут, варежки вяжут, носки вяжут, направляют. Три миллиона писем дети направили бойцам на фронт. Три миллиона. И вы сами знаете, знаете, как ребятам сердце греет такие письма. И мы всячески будем это поддерживать. Хочу всем добровольцам, всем волонтерам сказать слова благодарности. Но, наверное, где-то еще сбои происходят. Вы же знаете, мы с вами тоже встречаемся регулярно, я имею в виду с военкорами. Вы следите за тем, что там происходит. И надеюсь, что и дальше у нас такие контакты будут продолжаться. Будете и мне, и Министерство обороны это все передавать. Что касается того, что нужно вернуться в госпиталь раненым ребятам для того, чтобы оформить документ. Из госпиталя вернуться в часть, чтобы оформить документ. Но вот я видел эти вопросы в письмах, все-таки ситуация там поменялась. Может быть у вас устаревшие данные или у меня неточные. Но, как мне доложили и Министерство обороны, все можно делать не в госпитале, а в местах реабилитации. Потому что после госпиталя сразу посылают в пункты и центры реабилитации. Но там, мне сказали, что налажено, может быть налаживается. Я проверю обязательно, налажена ли работа, связанная и с предоставлением жилья, с предоставлением всяких льгот, с оформлением документов. И нет необходимости возвращаться в часть. Но если это еще случается, вот я после нашего с вами диалога обязательно сейчас переговорю с министром обороны, это должно быть и будет исправлено. Что касается фонда защитников отечества, работает хорошо. Там люди очень хорошие подобрались. Я с руководителем встречался, с Анной Евгеньевной, и был в одном из филиалов в регионе. Люди шикарные, ну, шикарные, понимаете. Ну, заряженные на очень позитивную работу. Ну, у них компетенции ограничены. Сформулированы уставные документы таким образом, что они прямого участия как бы и не принимают. Я, например, всегда был против, чтобы они распоряжались какими-то деньгами. Но я за то, чтобы были увеличены их права в сфере контроля за тем, сколько выделяется, кому выделяется и какой результат приносят выделяемые средства, в том числе по средствам реабилитации. Сейчас в детали вдаваться не буду, но знаю, что и депутаты Государственной Думы после посещения мной одного из филиалов этого фонда защитников отечества тоже этим вопросом занимаются. И мы будем совершенствовать работу этого фонда и добьемся того, чтобы это был хороший, действенный инструмент по защите интересов наших ребят, воюющих, принимающих участие в боевых действиях. Владимир Владимирович, вы уже сказали о том, какую огромную роль играют волонтеры в нынешних условиях, какой души это люди. Действительно, от них очень много вопросов. Но вы знаете, вот Марина Игоревна Макеева из Московской области задается следующим вопросом. Сегодня население очень активно помогает бойцам СВО, гуманитарка, стройматериалы, снабжение, транспорт. Но почему вообще этим занимаются обычные люди, а не государство? Вот я сказал только что, вот я уже, я считаю, ответил, потому что государство этим занимается. Государство, это 99,9 периода усилий, это государство. Но люди делают это от души, мы это приветствуем и не будем это ограничивать. Только хочу поблагодарить за это. Ну и вот про рэп-глушилки вы тоже несколько слов сказали. Но вот пишет раненый штурмовик из Омской области Андрей Никишин, просит обеспечить рэп-глушилками против дронов. Просто их нету. Вы мне дайте потом конкретно откуда, проверим. Да, их может и не хватать где-то, в какой-то момент, в какой-то конкретной части. Я еще раз говорю, протяженность линии соприкосновения свыше 2000 километров. В зоне боевых действий находится 617 тысяч человек, группировка. 617 тысяч. Поэтому, да, конечно, где-то могут быть сбои. Но если конкретно есть, и я вас прошу дать мне конкретные вещи, и военных корреспондентов, с которыми мы встречаемся, я лично встречаюсь регулярно, обязательно будем смотреть. И вернемся к очень важному видеозвонку Сергея Соболева из Новосибирской области. Уважаемый Владимир Владимирович, обращается к вам Соболев Сергей Максимович. 13 ноября 2022 года заключил контракт с частной военной компанией сроком на 6 месяцев. По возвращению домой обратился военный комиссариат города Искитима для получения удостоверения ветеран боевых действий, на что получил отказ. Обратился фонд защитники Отечества, на что получил отказ. Обратился в Центр социальной поддержки населения города Искитима, на что получил отказ. Прошу разобраться в данной ситуации, так как большинство моих боевых товарищей также проходили службу в этой частной военной компании. И таких вопросов очень много. Да, вы знаете, в чем проблема? Проблема есть. И я думаю, что это пробелы, которые не должны были бы быть допущены Министерством обороны. В чем заключаются проблемы? А в том, что формально-юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. В этом проблема. Первое. Второе. Контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний, как бы частных военных компаний, с государством не заключались. Это главная проблема. С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных компаний. К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными. И это тоже большая проблема. Сейчас очень трудно установить просто даже списочный личный состав этих военных компаний, военных подразделений. Но все люди, я знаю этих людей не понаслышке, у меня и среди моих близких, близких моих связей, дети там воевали в частных военных компаниях. У меня вот среди тех людей, которые меня окружают и работают рядом со мной, тоже там есть и были близкие люди, некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за Родину, воюя в рамках этой частной военной компании. И их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены. Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений. Это моя принципиальная абсолютно позиция. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но нужно это сделать. Министерство обороны это знает, правительство знает этот настрой. Если нужно, а может быть без этого не обойтись, внести изменения в закон, значит и это будет сделано. Мы обязательно этого добьемся. Во всяком случае, обещаю вам, мы будем к этому стремиться. Сейчас предлагаю позвонить женщине. Сейчас, извините, пожалуйста, на экранах бегут строчки. Одна из них вот такая, Елпатьево, значит, Ярославской области, просьба подвести газ. Вот обязательно посмотрим. Сейчас, может быть, еще вернемся к вопросу, связанному с газификацией. Но вот Елпатьево Ярославской области я пометил. Давайте сейчас позвоним все-таки, сделаем видеозвонок. Село Рысайкино, Юлия Валентиновна Береза. Юлия Валентиновна, если вы нас слышите, то, пожалуйста, формулируйте ваш вопрос. Здравия желаю, Владимир Владимирович. Я действующий военнослужащий и нахожусь я не в Рысайкино, а в Луганске на данный момент. Медицинское стрелковое батальон, младший сержант Юлия Береза. С начала ИСЛО я всеми силами стремилась попасть на долба с добровольцем, так же, как и мой муж. 10 мая 22-го года в военкомате города Донецк я подписала бумагу о добровольной мобилизации. Была зачислена на службу стрелковый полк народной милиции ДНР. Сразу скажу, что ехали мы сюда из своих убеждений встать на защиту Родины, людей, защиту своих близких, а также ради правды и справедливости. Так как нас мобилизовали в ДНР, а не в РФ, я не смогла оформить льготы для участников ИСЛО. Хотела маме оформить льготы непосредственно. Как раз она находится в Рысайкино. И, в частности, я получила удостоверение участника боевых действий ДНР. И действует она только на территории ДНР. А когда я решила зайти в личный кабинет военнослужащего, чтобы оформить льготы, выяснилось, что такого военнослужащего с таким номером, что указан в моем личном деле, просто нет. Но мы уже точно такая же ситуация. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой поспособствовать оформлению льгот. Помощи для наших матерей. Спасибо вам большое. Спасибо вам за вопрос. Вот в чём проблема заключается. Вы правильно сказали, вы оформлялись в народную милицию ДНР. Народная милиция, чтобы все понимали, это практически те же самые вооружённые силы, которые реально были на линии и до сих пор находятся на линии соприкосновения, участвуют в боевых действиях. И действительно, проблема заключается в том, что особенно для тех, кто заключал эти контракты в период, когда ни Луганская народная республика, ни Донецкая народная республика не входили в состав Российской Федерации. Вот это особенно остра проблема для тех, кто, вот товарищ старший сержант, я так понимаю, гражданка Российской Федерации, особенно остра проблема для тех, у кого не было гражданства России. Но вот эти бумаги, которые оформили и которые дают льготы в рамках ДНР или ЛНР, там есть один из путей признания их на территории Российской Федерации. А есть другой способ решения проблемы – выдача соответствующих документов прямо от имени Российской Федерации. И сейчас созданы комиссии соответствующие и в Донецкой республике, и в Луганской республике, они работают, эти комиссии. В ДНР, по-моему, уже там 4 тысячи с половиной человек подтвердили свои права. В Луганской республике 17 тысяч с половиной подтвердили свои права. И в Донецке уже выдано, по-моему, удостоверений соответствующих где-то, ну, несколько тысяч, по две тысячи. И в Луганской республике тоже там 1700. Поэтому вот по этому пути мы уже пошли и будем наращивать работу по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий. Здесь сомнений у вас не должно быть никаких. Если что-то пока ещё не доделано, уверен, мы сделаем и доведём эту работу до конца. Но если какие-то сложности есть в том, чтобы обратиться в эту комиссию, тогда вы нам просто скажите, в чём эти сложности, мы поправим. Если можно, к журналистам вернёмся. Да, вернёмся к журналистам. Давайте вот молодой человек рядом с той девушкой. Давайте север. Вот только мы так угланились. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Дарья Шучалина, Республика Коми. Представляю муниципальную газету «Панорама столицы». Я являюсь членом общественной палаты нашего региона. Передаю вопрос, который меня попросили вам задать жители наших северных территорий. Это Инта и Воркута. Вы знаете, что у нас, к сожалению, в целом по стране, это касается не только нашего региона, достаточно долгими темпами реализуется очень важная программа переселения жителей из районов Крайнего Севера и приравнования к ним местностей. У нас в Коме шесть таких муниципалитетов. Понятно, что люди, которые всю жизнь отдали для того, чтобы поднять север, сейчас на заслуженном отдыхе, конечно, хотят провести время на пенсии в территориях с более мягким климатом. Вот всего две цифры. Нам, в нашей республике, в этом году выдали 129 сертификатов жилищно-государственных, а в очереди у нас 21 тысяча человек. Понятно, что одномоментно сейчас просить вас оказать содействие и расселить все очереди, конечно же, нереально. Поэтому вижу два варианта. Первый вариант, чтобы поставить приоритет две очереди, это люди с инвалидностью и пенсионеры. Это две наши категории, которые действительно должны быть в приоритете. И вариантов два. Либо действительно посмотреть в нашем, несмотря на то, что достаточно напряженном федеральном бюджете, возможность дополнительного финансирования на следующий год. А если это сложно, то наш регион готов, если будет выделен бюджетный кредит под низкую процентную ставку, наши власти готовы переселить интинцев в аркутинцев, ну, в общем, тех, кто в этих муниципалитетах живет, внутри региона, ну, в тот же, скажем, Сыктывкар, в столицу, или на юг Коми, где климат тоже достаточно, ну, скажем, такой приемлемый. Возможно ли один из этих двух вариантов рассмотреть? Может быть, есть еще какие-то есть варианты? Благодарю вас. И спасибо еще вдогонку за то, что вы решили наш вопрос по передаче в федеральную собственность аэропортового комплекса Воркуты. Долгождан, очень ценные решения. Спасибо вам за это огромное. Важно только, чтобы он развивался. Да. Да, потому что бывает, когда мы передаем в регион, а потом все это зависает, и регион потом приходит и просит федеральных денег для развития. У нас руководство республики очень активное, и с учетом того, что Владимир Викторович Уйба вас об этом просил, все уже решения приняты. Уйба, он очень активный человек, у него большие связи, он же работал в федеральных органах власти, он может здесь функционировать должным образом. Вот я вас просил бы повторить еще раз ваше предложение. Вы предлагаете сосредоточить внимание при переселении на... На двух очередях. Да, на двух очередях. Это граждане с инвалидностью и пенсионеры. И вариантов, как вот мы видим, два. Первый, он, конечно, самый простой, это попросить дополнительное финансирование с федерального бюджета. А второй вариант, тот, который мы можем реализовать силами нашего региона, расселить этих граждан, участников программы внутри Коми, но нам для этого необходим бюджетный кредит под низкую процентную ставку с тем, чтобы мы решили квартирный вопрос либо в Сыктывкаре, либо на юге Коми. Потому что у нас республика большая, и в принципе с севера переехать в центр или на юг, но это тоже вполне себе решение вопроса. Вы знаете, если бы сейчас здесь сидел министр финансов, он бы, конечно, сказал, что у нас денег нет, и у Минфина никогда денег нет. Но, тем не менее, посмотреть на расширение программы, конечно, можно и нужно. Действительно ли люди, которые всю жизнь проработали на северах, в какой-то период своей жизни хотят перебраться в регионы с более мягким климатом? Это понятно. Во-первых, программу мы будем продолжать, вот это самое главное. Во-вторых, что касается увеличения расходов, то надо посмотреть, бюджет сверстся на следующий год, но, надеюсь, будут и доп. доходы, надо посмотреть на эту часть. Что касается переселения внутри, да, это вполне возможно. Мы с руководителем республики переговорим, с правительством тоже переговорим на этот счет. И, ну, кредиты тоже непростая вещь, но это, возможно, более мягкая форма содействия региону и не настолько обременительная для Минфина. Хотя это тоже определенное обременение есть, это очевидно. Но надо подумать и попробовать реализовать. Ну, а что касается того, чтобы сосредоточить внимание на льготных категориях, это тоже правильно. Это вот, обязательно это обсудим с правительством. Спасибо вам за предложение. Да, Владимир Владимирович, если можно, все-таки продолжим вот здесь. Давайте вот этот ряд, третий, по-моему, третий ряд, вот молодой человек тянет руку. Представьтесь, пожалуйста. Владимир Сераухов, РБК. Если позволите, два вопроса про валюту. На днях новым президентом Аргентины стал Хавьер Милей. И одно из главных его предвыборных обещаний – это ввод в стране вместо песо американского доллара. Россия, наоборот, последние несколько лет держит курс на дедолларизацию, отказывается и от доллара, от евро в международных расчетах. Вот, как вы оцениваете этот процесс, насколько выгодным стал взаиморасчет России и ее экономических партнеров в рублях и национальных валютах дружественных странах? Ну и если коснулись темы рубля, то, на ваш взгляд, какие факторы больше всего влияют на курс рубля, на его падение, на рост, от чего это больше всего сегодня зависит? Да. Первое – это… Ну, давайте начнем с Аргентины. Чтобы потом к этому не возвращаться. Да, всем известно, идея вновь избранного президента Аргентины перейти на доллар внутри страны. Это решение, суверенное решение каждой страны. Но, во-первых, в Аргентине инфляция, по-моему, где-то 143%. И поэтому, да, очень много проблем, это мне еще прежние руководители говорили, связаны с возвратом тех заемных средств, которые Аргентина получала из различных источников. И поэтому логика понятна. Но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны. Если другого выхода сегодняшнее руководство Аргентины не видит из известных финансово-экономических проблем страны, ну, это их решение. Но это, безусловно, значительная утрата суверенитета. Далее. Есть и социально-экономическая составляющая подобного решения. Вы из РБК, да? Ну, у вас специализированный канал, поэтому там у вас все специалисты. Они меня поймут, да? И граждане поймут, наверное, здесь ничего сложного-то нет. Ведь даже привязка к доллару, национальной валюты, жесткая привязка, она уже чревата серьезными социально-экономическими последствиями. Аргентину трясло в свое время как следует в связи с финансовыми проблемами, там, вплоть до набегов на банки. А смотрите здесь, что произойдет. Если будет только доллар или жесткая привязка к доллару. Ведь в ходе своей внутренней решения внутренних проблем экономического характера всегда любое правительство думает о том, как обеспечить социальные гарантии граждан, выполнить свои социальные обязательства. Вот я с удовлетворением отмечаю, что правительству Российской Федерации удается, несмотря на определенные повышения расходов на оборонку, на то, на это, в сфере безопасности. Мы полностью выполняем все свои обязательства перед гражданами. Целиком. Можно сказать, что этого недостаточно, хотелось бы больше. На переселение больше денег направить и так далее. Но то, что государство обещает публично, все исполняет. И будет исполнено. Что касается привязки к доллару. Вот есть определенные обязательства. Пенсии, заработные платы в бюджетной сфере, социальные пособия и т.д. и т.п. Значит, как правило, денег не хватает. К чему приведет привязка к доллару? Если есть национальная валюта, ПЭСа, есть такой инструмент, как немножко на инфляцию, увеличить инфляцию. Да, не очень хорошо. Но все-таки это инструмент балансировки ситуации между здоровой экономикой и исполнением социальных обязательств. А если нет национальной валюты, уже ничего не подпечатаешь. Есть только один путь. Сокращение бюджетных расходов на социальную сферу. Поэтому жёсткое урезание уровня заработных плат, пенсий, пособий, расходов на медицину, на дороги, на то, на это, на внутреннюю безопасность. Другого пути нет. И в этом случае любое правительство ставит себя в очень сложные условия с точки зрения внутриполитической стабильности. Если такой выбор сделан нашим партнерам, это их право, это сама страна определяет, что и как нужно делать. Значит, теперь, что касается нас, то вы говорите, мы отказываемся. Да не отказываемся. Нам просто проблемы начали чинить с расчётами в иностранных валютах. Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу. Ну, зачем они сокращают, значит, возможности доллара и евро как универсальных валют, как резервных мировых валют? Ну, прежде всего, доллара, конечно. Вот у нас в 2021 году, дай бог памяти, при обслуживании нашего экспорта использовалось 87% иностранной валюты. 87% совокупно – доллар и евро. Рубль был, по-моему, где-то на 11-13%. И юань – где-то 0,4%. На сентябрь этого года – такая картина. Рубль – 40%, юань – 33%, совокупное использование доллара и евро – 24%. Было 87%, стало 24%. Зачем они это сделали? Это, повторяю, выстрелили себе в ногу. Плохо это для нас или нет? Да нет. Вообще, чем больше мы используем национальную валюту в экономических расчетах, в расчетах финансовых, тем лучше. Это повышает наши суверенитеты и возможности наши. От чего зависит курс? Курс у нас плавающий, зависит от рыночных условий, от цен на наши экспортные товары и от растущего спроса внутри страны. А он растет. Есть еще один аспект. Кстати говоря, указ, который был призван отрегулировать эту ситуацию с валютой, но отчасти это и на курс влияет, конечно. Он все-таки сыграл свою роль. С чем это связано? Связано с тем, что в прежние годы не нужно было никаких ограничений, потому что мы получали достаточной информации от тех стран, куда идет значительный объем нашего экспорта. И нам было понятно движение капитала. Теперь мы не получаем оттуда информации. Они для нас ее закрыли. Правительство, Центральный банк не видит, что происходит с теми объемами средств, которые наши экспортеры выручают от экспорта. И у нас возникли, возникло у ЦБ и у правительства, возникло законное желание посмотреть, как рубли накапываются, как они гуляют, куда, в каких объемах. В этом смысле такие элементы определенного контроля указ вводят. Но я исхожу из того, что все нормализуется, это вносит временный характер. А в целом ситуация на финансовой рынке стабильная. Самое главное – это обеспечить стабильность и предсказуемость. И, на мой взгляд, сегодня мы добиваемся этой цели. Давайте еще из зала один вопрос мы дадим. Вот тот сектор мы еще не брали. А можно там вот Кубань написано? Можно я тоже немножко поучаствую? Добрый день. Владимир Владимирович, Жмутский Максим, телеканал Краснодар, Краснодарский край. Владимир Владимирович, в этом году курорты Кубани побили очередной, и в этом году уже такой исторический рекорд. 17,5 миллионов туристов отдохнуло у нас в регионе. Это только летний период, сейчас идет активный зимний период. И, конечно, это колоссальная нагрузка на инфраструктуру, в первую очередь транспортную, с учетом закрытых аэропортов. Владимир Владимирович, есть ли на федеральном уровне планы по развитию транспортной доступности юга страны? Может быть, скоростные автомагистрали, ЖД пути? И не могу не спросить, буквально вчера прошла информация, что 15 декабря завтра из Москвы пройдет тестовый полет в аэропорт города Краснодара. И, если, дай бог, все пройдет хорошо, наш Краснодарский аэропорт откроют. Насколько это правда? Спасибо. Значит, что касается... Садитесь, пожалуйста. Что касается открытия аэропортов, здесь главный критерий – обеспечение безопасности пассажиров. Обеспечение безопасности пассажиров – абсолютный критерий при решении вопроса об открытии аэропорта. Это касается и аэропорта Краснодара. Хотя далеко от зоны боевых действий такое поручение Министерство обороны имеет – постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. Если они сейчас к этому подходят, они мне доложат, тогда будем действовать. Надо посмотреть, еще раз проанализировать. Что касается развития вообще путей сообщения и развития авиационных средств передвижения, и железнодорожных, автомобильных, то все это развивается. Вы упомянули и про высокоскоростную дорогу. Да, она у нас планируется. Первый этап – это Москва, Петербург, но потом и на юг возможно развитие. И даже не только возможно, мы думаем об этом. Но на сегодняшний день нужно сделать главное – надо создать эффективную дееспособную структуру, которая бы этим занимала и сделала бы хороший бизнес-план, модель развития. Это все возможно, над этим и правительство, и инициаторы этого процесса думают и предлагают решение. Это и Сбербанк, это мэрия Москвы, ну и правительство, повторю, включается в эту работу. Ну, конечно, если между Москвой и Петербургом будет 2 часа 15 минут, ну, вы знаете, внутри Москвы люди до работы добираются больше по времени. Это будет совсем другая история, совсем другое развитие. То же самое это касается юга страны, Краснодара, вообще Кубани в целом, Ставропольского края, в Ростовской области, да, и того же Крыма. Поэтому работа в этом отношении начинается, надеясь, что она будет эффективно развиваться дальше. Что касается теперь развития транспортно-пассажирских потоков, он увеличивается. Вот абсолютный рекордсмен – это перевозки пассажиров авиационным транспортом. 16 с лишним процентов, 16,4, по-моему, за год. На втором месте железнодорожный транспорт плюс 10,4, ну, 10 с чем-то, 10,4 процентов. Ну, и автомобильные перевозки, автобусы плюс где-то около 7,6,5, 6,4. То есть объём пассажироперевозок существенным образом возрастает. Разумеется, все участники этого процесса должны подумать над ближайшим туристическим сезоном и должны сделать всё, что от них зависит для того, чтобы обеспечить интересы людей. Внутренний туризм развивается большими, хорошими темпами. И я хочу поблагодарить всех, кто работает в этой сфере, в том числе и тех, кто работает на Кубане, за повышение качества их работы. Надеюсь, что так будет дальше продолжаться. Давайте ещё один вопрос. Ещё один вопрос. Вот тут. Будьте любезны. Вот сюда первый ряд дайте, пожалуйста. Вот сидит лайв. Тихо. Пожалуйста. Низ, самый низ, первый ряд. Да, спасибо. Вадим Вадимович, здравствуйте. Александр Юношев, лайв. Здравствуйте. Ну, мы все понимаем, что времена сейчас особые, столько военкоров в зале, можно сказать, военные. И спрос со всех особый, тройной. Но есть статьи Уголовного кодекса, которые писались в 90-е. По ним кому-то за убийство дают 12 лет, а кому-то за вымогательство в интернете прокуратура запрашивает 14. Как, например, тяжелобольной журналистки Александр Боязитовой, который обвиняли в платном блоке на негатив против банкира Ушакова, внимание, из банка, обслуживающего гособоронзаказ. Но не с паяльником же оно у него вымогало в гараже деньги-то. То есть вы как бы оправдываете её действие? Я никого не оправдываю, я привожу чисто факты. Насколько вот её деяния сопоставимы с такими огромными запросами прокуратуры? Не пора ли, может быть, уже переписать некоторые статьи Уголовного кодекса? Может быть, там поменять порог особо крупного размера? Где вообще та грань, когда наказывают настоящих вредителей, а когда начинается охота на ведьм? Спасибо. Ну, не перегибайте. Какая охота на ведьм? Я не знаю этой ситуации до деталей. Ну, что там охота на ведьм? А что она такого сделала, чтобы на неё охотиться? Чтобы на неё охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель, что ли? Чего такое? Она сделала, что на неё охотиться надо? Никто уверен, на неё не охотиться. Значит, есть... Все юристы знают. Доролес, сет лекс. Суров закон, но закон. Вы понимаете, вот когда вы сейчас говорите такие вещи, а я тоже слышу, вижу, когда там за какое-то экономическое преступление 14 лет, 15 лет, откровенно говоря, я сам немножко оторопил, когда об этом услышал. Я знаю об этом, вообще как-то перебор, как это очевидно. Но ведь и во многих странах экономические преступления в сфере налоговые преступления, в сфере антимонопольной деятельности, борьба с картелями, там ещё складывают эти сроки. Люди получают там запредельные какие-то сроки по 100 лет. Но это почему так происходит? Потому что общество и законодатель исходят из того, что на определённом этапе развития общества, экономики, общественная опасность таких деяний велика настолько, что это требует соответствующие, адекватные, как считает законодатель, реакции по пресечению этой неправомерной деятельности. Вот этот конкретный случай, либо другие подобного рода. У меня, вот я вам честно скажу, как у гражданина, тоже вызывают вопросы. Ну, нужно же за решётку прятать человека на 14 лет. Или там, сейчас мне говорят про бывшего министра, ему там чуть ли не 19 с лишним за определённые нарушения. То, что он сделал, или то, что вот эта женщина сделала, плохо. Нам надо ли там 19 с половиной или 14 лет, законодатель должен подумать. То, что над этим надо подумать, это верно. Пока закон существует, его надо исполнять. Помните замечательный наш фильм, который мы все любим, «Белорусский вокзал»? Там Попанов играет бухгалтера крупного советского предприятия. И он всё время находится в конфронтации с молодым директором. Тот просит его какую-то инструкцию там нарушить. А герой Попанова ему отвечает, вот вы такой молодой, энергичный, может быть, вы правы. Но если вы правы, вы такой энергичный, идите и добейтесь отмены этой инструкции. А пока она действует, я буду её соблюдать. В этом ведь тоже что-то есть. В этом стабильность правовой системы. И за насчёт понимания в обществе того, что чего стоит. И как общество оценивает содеянное. Но это не значит, что нужно упереться в это и ничего не менять. Я с вами согласен. И попрошу законодателей, Государственную Думу ещё раз это всё оценить. И соответствующим образом отреагировать. Я с вами согласен в целом. Владимир Владимирович, мы работаем в прямом эфире почти два часа. Предлагаю в традициях прямой линии немного разрядить обстановку. Наши граждане присылают разные вопросы, которые не укладываются в такие привычные темы. Ну вот скажем, Ярослав из Санкт-Петербурга. Сейчас нашу страну и вас лично очерняют и оскорбляют в мире. Как вы думаете, в будущем житель какого-нибудь немецкого городка скажет, чёрт, а ведь Путин всё делал правильно? Или вот, например, ещё один вдогонку. Как вы переживаете стрессы, когда весь гнилой мир в кавычках против вас? А есть ещё, играете ли вы в шахматы, если да, с кем вы играли в последний раз и кто выиграл? И в длинные праздники, например, в новогодние, чем порекомендуете заняться россиянам? Много вопросов, да. Значит, при немецкий город. Сначала при немецкого, да. Потом, что? Как переживаете стрессы, когда весь гнилой мир против вас? Как сохраняете мотивацию заниматься всеми делами? Играете ли вы в шахматы, если да, то с кем в последний раз играли? И в длинные новогодние праздники что порекомендуете делать россиянам? Праздники. Значит, да. Но почему только в немецком городе? Я, знаете, не только уверен. Я знаю, что не только в немецких городах, но и во многих других городах Европы и в Соединённых Штатах. Я уж не говорю про другие регионы мира. Очень многие люди считают, что мы делаем всё правильно. Мы не боимся бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на другие при этом. И это поддерживается очень многими людьми. Первое. Второе. У нас огромное количество сторонников в мире по защите наших традиционных ценностей. Огромное количество. И их число увеличивается кратно. В геометрической прогрессии растёт. Значит, стрессы и так далее. Вот как, или что помогает переживать, вот то, что на нас атакует, чувство долга. Я без всякого пафоса могу сказать. Вот я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться к тому, чтобы выбирать самое главное и делать всё для достижения поставленных целей. Не обращая внимания на всякую шелуху. Конечно, нужно, чтобы это поле зрения было, тем не менее, широким, надо всё понимать, анализировать. Но нужно уверенно идти к своей цели. Если ты уверен в том, что ты делаешь, а я уверен. Ну, по поводу шахмат. Оно... Вы знаете, я с одним молодым человеком, я у него спросил недавно. Сыграем в шахматы? Он говорит, давай. Я спрашиваю, как ты думаешь, я выиграю? Он на меня посмотрел, так снизу я говорю, вряд ли. Вот, ну, это говорит о чём? О том, что нужно постоянно работать над собой. Вот, и я постараюсь это делать. Да. И... А, Новый год. Ну, вы знаете, Новый год, мне кажется, мне кажется, что нужно больше уделить внимание близким, семье, позаниматься вместе, найти общее дело, такое, выставки, театры, спорт обязательно, активный образ жизни вести. И желательно провести её вместе со своими близкими людьми, с семьёй. Стремительная реакция поступает уже на вопросы, которые поднимаются в ходе нашей программы. Вот уже позвонили сейчас телефонные центры. Крымчане, которые учатся в школе губернаторов, готовы поехать и отремонтировать спортзал в Крыму. Вот такой же, в общем, стремительной реакции люди ждут, я думаю, что и вот на такой вопрос. Тема роста цен, она не нова, но в этом году точно совершенно есть новое проявление. Просто-таки массовые жалобы на подорожание конкретного продукта. И формулировки от людей такие. Очень грустно покупать яйца у нас в стране. Грустит Андрей Самойлов из Томской области. Анастасия Пластинина из Иванова спрашивает. Эти яйца что, золотые куры несут? И вот еще видео-вопрос из Краснодарского края. Смотрим. Добрый день, уважаемый, дорогой Владимир Владимирович, мой любимый президент. Я, Акопова Ирина Александровна. Хочу к вам обратиться, чтобы вы повлияли. У нас яйцо десяток. От 180 рублей до 220. Где и когда были такие цены? Куриная грудка была 165 рублей килограмм. На сегодняшний день 350. Крылышки были 165. На сегодня 250. Владимир Владимирович, Ну, пожалейте пенсионеров. Мы же не получаем миллионами пенсию. Ну, наведите порядок. Некому обратиться. Как плохо, что вы в год один раз вот такой у нас сайт. Надо в год по три раза делать, чтобы люди могли к вам обращаться. Я вам очень благодарна и надеюсь на вас, что вы поможете. Уважаемая, дорогая Ирина Александровна, вот вы сказали один раз в год. Но, поверьте, мы совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Значит, они говорят, что у них всё в порядке. На что я ему, значит, отметил. Абсолютно честно говорю, прямо это прямая речь. Я говорю, а вот у граждан наших какая-то есть проблема. Рост на яйцо курицы 40%, а в некоторых местах и больше. И на мясо куриное. Вы знаете, что произошло? Ну, у нас, вот я говорил, идёт небольшое, но всё-таки повышение доходов, уровень заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Это относительно был, относительно дешёвый белок. И, в общем, популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем. И в своё время вообще-то мог 10 сразу с утра навернуть. Но что произошло? Вот спрос увеличился, а объёма производства нет. Первое. Второе. Вовремя не открыли импорт в должном объёме. Вот сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные. У нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства. Из других стран, из Белоруссии предлагают. Но вовремя не открыли. Сейчас нужно было вовремя решить вопросы в рамках Еврозес. Решения приняты, по-моему, на днях. Во всём случае, в декабре должны быть приняты. И ситуация без всякого сомнения будет улучшаться. Я очень на это надеюсь, потому что уже минимум две недели назад эти разговоры с Министерством сельского хозяйства имели место быть. Поэтому, сожалею и приношу свои извинения на этот счёт. Но это сбой в работе правительства. Я думаю, что связано ещё, хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, так. Вовремя не открыли импорт пошире. Ну, потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена. Владимир Владимирович, цены на ЖКХ тоже волнуют наших граждан. С такой горькой иронией констатируют, что свет в конце туннеля подорожал. Но, на самом деле, конечно, здесь не до смеха. Многие видят некую несправедливость, что пенсии, например, проиндексируют на 7,5%, а тарифы на ЖКХ больше. Я предлагаю посмотреть видеообращение. Хорошо. Уважаемый Владимир Владимирович, в 2024 году нам, пенсионерам, повышают пенсию на 7,5%. В то же время, с июня 2024 года у нас в Новосибирске планируется повышение тарифов ЖКХ от 9 до 14%. То есть, практически сидят те 7,5% добавки к пенсии. Прошу обратить на это внимание. Предлагаю вам предложение к проекту постановления губернатора. С уважением. Да, я, правда, по-моему, наш визаве не представился. Владимир Аркадьевич Леонтьев. Владимир Аркадьевич, ну, согласен, я посмотрю, как там, я вижу на экране, что с тарифами в Новосибирске. Обязательно посмотрим, проанализируем. Действительно, пенсии предполагается индексировать 7,5%. Это чуть, надеюсь, что это будет чуть, ну, не ниже инфляции, надеюсь. Но на что я хотел бы обратить внимание. Смотрите, мы проиндексировали за предыдущие годы, вот совсем недавно, по-моему, в декабре, да, 22-го года, да, проиндексировали на 10% пенсии, на 10 с лишним. Потом весной еще на 4 с лишним процента по инфляции. И вот с начала этого года еще будет одна индексация 7,5%. А тарифы не поднимали с июля прошлого года. То есть, и планируется с июня, планируется увеличение тарифов только в июле 2024 года. То есть, тарифы не поднимались полтора года. За это время произойдет 3 индексации пенсии, которые в общем будут более 23%. Да? Да, примерно так. Но, конечно, нужно все делать своевременно, и тарифы должны своевременно расти, мягко. И опережающим темпом должны расти доходы граждан. Есть еще одна вещь, на которую следует обратить внимание. Действуют правила в соответствии с законом, согласно которому, если расходы семьи на уплату ЖКХ превышают 22%, то семья имеет право на получение субсидий. И сотни тысяч людей воспользовались этой возможностью в прошлом году, в 2022. И в этом, на самом деле, то же самое. В некоторых регионах этот порог еще меньше. Не 22%, а если семья тратит 15%, не знаю, 20%, уже положено субсидии. Но, повторяю еще раз, посмотрим, что конкретно, какое соотношение этих параметров в Новосибирске области. Это обязательно сделаю, обещаю. А вот разве это правильно, что за примитивную услугу, оплату услуг ЖКХ, нужно еще платить комиссию банку? Много таких вопросов. Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И вот решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет. Новость, большая новость. Дмитрий Сергеевич. Давайте мы чуть-чуть забыли, забыли про зал. Давайте бам, вот я вижу там бам. Вам помогут держать микрофон. Амурская область, город Болговещенск, ворота в Китай. Ирина Ворошилова, Амурская правда. Владимир Владимирович, вот такой у нас вопрос. Скоро, на следующий год у нас будет 50 лет с начала стройки века, да, так называли Байкало-Амурскую магистраль. И вот понимаете, какая несправедливость. Сегодня бам разделен между Дальневосточной и Восточно-Сибирской магистралями, дорогами. Вы не считаете, что пора вернуть бам на карту России? Тем более сегодня у нас такие стройки продолжаются по баму. Бам-2, да, проекты прекрасные. Бам-3, которые в сегодняшней ситуации очень важны нашей стране. А что значит вернуть? Поясните, пожалуйста, что значит вернуть на карту России? Что это значит? А бама нет. У нас сегодня Байкало, раньше была Байкало-Амурская магистраль. Она была, это участок. Его потом разделили, в 90-е годы убрали. Сегодня бам вообще разделен. Часть трассы бама относится к Восточно-Сибирской дороге, часть Дальневосточной, как такового участка нет. И вот бамовское содружество, есть такая организация, в которую ходят сотни тысяч людей с постсоветского пространства. И они предлагают создать Байкало-Амурскую железную дорогу от Тайшета до Савгавани в составе ООО РЖД. Ветераны бама считают, что это позволит ускорить сроки реализации проектов БАМ-2, БАМ-3 и даст старт строительству новых железных дорог на востоке страны. Вы знаете, честно говоря, как-то никогда не обращал на это внимания. Я впервые слышу, что такая проблема существует, что вот он разделен между различными участками дороги. Ведь все это так или иначе все равно принадлежит РАО РЖД. Но мне и Олег Валентинович, руководитель РАО РЖД, никогда не говорил, что такая проблема есть. Но я, тем не менее, с ним переговорю, и с министром Савельевым переговорю, и с Олегом переговорю. Если они считают, что необходимо объединять, то пусть объединяют, я не против. Я понимаю, что выделить в одну линию от, как вы сказали, Тайшета до Савгавани... Я понимаю, но это сама РЖД должна инициировать, или Минтранс. Никогда никто не ставил этого вопроса. Пожалуйста. Я переговорю с ними, и с министром Савельевым переговорю, и с руководителем РАО РЖД переговорю. Но если это целесообразно, пусть делают. Я никогда против не возражал. Первый раз слышу, что это существует. Сейчас, секундочку. Поможет ли это новому строительству? Я тоже не очень понимаю, каким образом это может помочь строительству. Там постоянно у них, извините за мавитон, терки идут. Кому и сколько, и кто будет строить, на каких условиях. Этим занимается вице-премьер Хуснулин. Я в целом отдаю себе отчет о том, что происходит. Надеюсь, работа идет и пойдет. В тяжелых условиях тоже. Но все цели будут достигнуты. Обязательно обещаю вам, что посмотрю на это. Я просто первый раз слышу, что такая проблема существует. Тем более, что если она от бамовцев исходит. Но надо с уважением к этому отнестись. Обязательно посмотрим. А 50 лет бамам мы, конечно, должны как следует отметить. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Давайте уважать. Просто посмотрите, сколько вопросов. Затрадивалось. Можно? Сейчас, секундочку. А вот БРИКС, Татарстан. Что у нас? Татарстан. Артур Халилулов, Татаринформ. Владимир Владимирович, как мы знаем, БРИКС пройдет в Казани. В связи с этим у меня два вопроса. Во-первых, какое влияние окажет саммит на изменение миропорядка, основанных на так называемых правилах. Ну, прежде всего, западных, как мы понимаем. И второй вопрос, связан ли выбор Казани с тем, что солица Татарстана становится в последнее время неким дипломатическим хабом в отношениях с восточными странами и странами мусульманского мира. Спасибо большое. Да нет. Просто это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо, а Казань – один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. Значит, и прежние президенты, и сегодняшний Миниханов работают хорошо. Мы видим результат. Я помню, я с Митимиром Шаировичем приезжал, еще мы ходили в дома. Ну, вы знаете, меня тогда что порадовало? Домами это назвать нельзя было. Землянки, на самом деле. Это было в начале 2000-х годов. Землянки, в полном смысле этого слова. Но так чистенько мы зашли в дом. Там чистенько все так прибрано, хорошо. Вот у меня до сих пор сохранилось это чувство уважения к людям, которые в таких скромных условиях жили и так все содержали на таком уровне. Понимаете? Уровень внутренней культуры народа. Ну, не то, что поражает, но вызывает уважение. Вот в этом проявляется и, думаю, что с этим связано и достаточно уверенное развитие Татарстана, столица Татарстана, города Казани. Прежде всего с тем, что он в хорошем состоянии, инфраструктура развита. Казань провела ряд крупных международных мероприятий, спортивных и вообще политических. Ну, он естественным образом становится центром притяжения. Если вам больше нравится слово «хаба», «хабам», пожалуйста. Ну, и Татар – многонациональный, многоконфессиональный республик. Выстроены отношения между конфессиями должным образом. Хороший пример для, в принципе, всей страны. И вот с этим связан выбор Казани. Ну, а что касается меропорядка, основанного на правилах, нет таких правил, на самом деле. Они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит. Как она повлияет на эту ситуацию? Что появляет в правильном направлении? Покажет, что есть в мире достаточно большое количество сил, мощных стран, которые хотят жить не по этим, неписанным правилам, а по правилам, прописанным в основополагающих документах, к которым относится Устав Организации Объединенных Наций и тех, которые руководствуются своими интересами и интересами своих партнеров. Никому ничего не навязывают, не создают никаких военных блоков, а создают условия для совместного эффективного развития. Вот этому будет посвящена и работа России как председателя в БРИКС в следующем году. А вот на каких самолетах мы полетим на этот саммит? Ведь вот именно по авиации был нанесен один из самых мощных ударов западных санкций. Быстро выяснилось, что наши авиакомпании, которых в прошлые годы вы лично буквально заставляли покупать российские самолеты, они, прямо скажем, не горели желанием, теперь таки вот в очередь просто выстроились за этими самолетами. Но пока мы летаем в основном на иностранных. И людей беспокоит, безопасно ли это. Сейчас любое сообщение о любом авиаинциденте воспринимается намного острее. И я предлагаю нам организовать сейчас видеозвонок Максим Салтыков из Москвы. Максим, если вы нас слышите, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Максим. Я курсант летного училища гражданской авиации. И вопрос у меня такой. Что будет с нашей гражданской авиацией в условиях нынешней геополитической обстановки, в условиях действующих санкций, и следствием которых является невозможность приобретения нашими авиакомпаниями как раз-таки западных самолетов. Потому что отечественные МС-21 и Ил-96 еще только сертифицируются, и не скоро выйдут на большие объемы выпуска. А у тех самолетов, которые в данный момент летают в российских авиакомпаниях, ресурс будет неуклонно подходить к концу. И в этой же связи возникает еще одна проблема. Довольно малый праздник выпускников устраивается на работу в наших авиакомпаниях, при том, что учебные заведения добросовестны и планово готовят нас к трудовым подвигам. Если подытожить, будем ли летать, Владимир Владимирович, и на чем? Спасибо. Будем, будем. Конечно, будем. Значит, что касается самолетов иностранного производства. Да, действительно, вот Павел сказал, у нас постоянно были споры с нашими компаниями, которые закупали без ограничений. Ну, условно без ограничений, но, тем не менее, слишком много, на мой взгляд, самолетов иностранного производства. Аргументируя тоже понятными соображениями экономичностью двигателя, значит, соблюдением требований по шумам международных организаций и так далее. Ну, аргументов много. Но лучше бы все-таки своевременно озаботились созданием рынка для отечественной техники. Все время мы об этом говорили, так или иначе, что-то сделать удалось в создании этого рынка. Но, действительно, парк у нас воздушных судов очень перегружен, я бы сказал, самолетами иностранного производства. Я думаю, что наши компании поступили правильно, они не стали отвечать на всякие неправомерные действия со стороны лизинговых компаний. Но процесс, тем не менее, идет. Никому не хочется терять деньги, и часть этих самолетов мы выкупаем. Выкупаем. Так что они становятся собственностью российских авиационных компаний. Но надо развивать собственное самолетостроение. И надеюсь, что все планы, которые мы имеем в виду, а мы планируем произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году, своих собственных самолетов, это МС-21, это переоборудование имеющихся воздушных судов нашими отечественными двигателями ПД, нужно выйти на производство следующего двигателя, более мощного ПД-35, с тягой вот такой, с мощной. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов, в том числе Ил-96-400. Кстати, он уже пошел в работу в грузовом варианте. Он подлиннее, чуть-чуть на 12 метров. Так что работать нужно. Возможности для реализации всех наших планов имеются. Повторю еще раз. Надеюсь, что все эти планы будут реализованы. Будет на чем летать и специалистам, и летчикам, и будет на чем летать пассажирам. Да, и, конечно, речь еще и о малой авиации для региональных рейсов. Зал загибает. Дмитрий Сергеевич, да, пожалуйста. Еще один вопросик. Вы знаете, я видел вот Нью-Йорк Таймс. Дайте, пожалуйста, микрофон. Нет, давайте мы сначала дадим Син-Хуа, а потом Нью-Йорк Таймс. Да. Добрый день. Здравствуйте. Очень рад вам задавать вопрос. Китайское информационное агентство Син-Хуа. Меня Лю Кай зовут. Два вопроса к вам. Первое. Как мы знаем, Россия примет председательство в БРИКСе в следующем году. Как вы думаете, какое значение имеет взаимодействие и координация между Китаем и Россией в БРИКСе и в целом? Второе. Каковы ваши ожидания от развития китайского российского отношения в следующем году? Спасибо. Мы знаем, но я тем не менее... Садитесь, пожалуйста. Мы знаем и, я просто повторю, обязаны это сделать, у нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий. В этом мы много раз говорили, что надеемся достичь в следующем году товарооборота в 200 миллиардов долларов. Он у нас будет в этом году уже не в следующем, а в этом свыше 200 миллиардов. Я думаю, что мы... Надо будет уже в первом квартале следующего года посчитать. Но, думаю, будет 220-230 миллиардов товарооборота. Ну, это уже такой приличный. Рост составит... У нас был в прошлом году 31% рост товарооборота. В этом будет 30% рост. Стабильно мы развиваем наши экономические связи, причем в самых разных областях. Что меня радует, это диверсификация наших отношений. Мы развиваем отношения и в сфере инфраструктуры. И мосты строим, и дороги. Мы работаем в высокотехнологичных областях вместе. И будем дальше это делать. Значит, значительный толчок в развитии наших отношений был дан в ходе и по результатам визита в марте председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпиня. Мы договорились о том, что будем развивать отношения по восьми магистральным направлениям. Подписаны соответствующие документы. И правительство Российской Федерации, и Китайской Народной Республики активно включились в реализацию тех целей, которые были нами с моим другом, с другом нашей страны, председателем Си Цзиньпинем, определены. Работа идет интенсивно, стабильно, надежно. Что касается Брикса и нашей роли, тоже здесь ничего не скажу, но этот вектор усиливается. А именно, российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. Мы видим, что происходит и вокруг России, и вокруг Китая. Видим попытки Запада переключить на Азию и в сторону Азии деятельность НАТО, явно выходящие за рамки уставных целей этой организации, североатлантического блока. Он же называется североатлантический блок. Чего ему делать в Азии? Нет, тащатся в Азию, провоцируют, накаляют обстановку, создают новые военно-политические блоки в разном составе. Сейчас не буду повторять, это все хорошо знают. Мы с Китаем ничего подобного не делаем. Да, мы сотрудничаем и в военной области, и в экономической, и в гуманитарной, но мы никаких блоков не создаем. И наша дружба не направлена против третьих стран. Она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было. То, что мы видим со стороны Запада, там они все стараются дружить против кого-то. Мы внимательно за этим наблюдаем и будем совместно, вовремя и эффективно реагировать. Сомнений в этом не должно быть ни у кого. И давайте Нью-Йорк Таймс, уж коль мы обещали. Да, Нью-Йорк Таймс, пожалуйста. Вот середина, да? Спасибо. Вот, Валерий Хопкинс, газета Нью-Йорк Таймс, корреспонденты из западных СМИ не могли принять участие в таких мероприятиях. Я очень рада, что можем сегодня участвовать. Спасибо. Это Песков виноват. Но позвольте мне, пожалуйста, задавать вопросы. Мы будем разговаривать об этом. Позвольте мне, пожалуйста, задавать вопрос по-английски. Пожалуйста. Мой коллега, Волл-Стрит-журнал-корреспондент Эван Гершкович уже в тюрьме 37 недель. И продлили его задержание сегодня вновь. Без суда и следствия Пол Уилан, еще гражданин США, уже пять лет в тюрьме. Представитель Госдепартамента, который считает обоих мужчин задержанными незаконно, недавно сказал, что Москва отказалась от серьезного предложения, обоснованного вернуть их в Соединенные Штаты Америки. Правда ли это? А почему бы не вернуть их домой? Может быть, найти какой-то компромисс с США относительно того, чтобы вернуть этих мужчин домой? И, может быть, это могло бы повлиять на улучшение отношений между Россией и США, которые находятся в довольно сложном сейчас положении. Вы сказали, что ваш коллега находится в тюрьме без суда и следствия. И в то же время упомянули, что ему продлили содержание под стражей. Но если ему продлили содержание под стражей, то это сделано по решению суда. Так что сказать, что это без суда и следствия – некорректно. Что касается возможной выдачи этих граждан на родину. Вы говорите, почему бы им не вернуться на родину? Почему бы им не совершать правонарушения на территории Российской Федерации? Ну, это всё риторика. Но мы не то, чтобы отказались их возвращать. Мы не отказываемся. Мы хотим договориться. И эти договорённости должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны. У нас на этот счёт контакты есть с американскими партнёрами. И диалог идёт на этот счёт. Он непростой. Но я сейчас не буду вдаваться в детали. Но в целом, мне кажется, что мы говорим на понятном для друг друга языке. Надеюсь, что мы найдём решение. Но, повторяю, и американская сторона должна услышать нас и принять соответствующее решение, такое, которое и российскую сторону устроило. Но гуманитарные соображения, безусловно, должны лежать в основе этих решений. Здесь я с вами согласен полностью. Владимир Владимирович, тема сезонная. Зима, пришли холода, все болеют немного, перескакиваем с темы на тему. Но такой уж у нас формат. В общем-то, Роспотребнадзор фиксирует заболеваемости гриппом и коронавирусом одновременно. К тому же рекордный рост заболеваемости корью в этом году. Аж в 300 раз больше, чем в прошлом. И приходит огромная... В 300 раз. В 300 раз больше случаев, чем... В 300 раз кори. И совершенно резонно наши граждане связывают это с нехваткой вакцины. Вот нам пишут, например, из Самарской области. В Самарской области вакцины от кори, краснухи и паротита нет уже больше 4 месяцев. Ну и вдогонку про лекарства добавлю. Огромное количество обращений от наших граждан, которые нуждаются в западных препаратах, которые ушли. Не все аналоги подходят. Иногда они имеют, к сожалению, обратный эффект. Как в этом ключе наша фармотрасль адаптируется и получается ли все? Да. Что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, краснухи... Ну, здесь тоже такой технический сбой, на самом деле, и вызывает сожаление. С чем он связан? Он связан, как ни странно, с яйцом. Потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного, нужного для производства медицинских препаратов качества. Просто своевременно это не было сделано. Это первое. Второе. Там все решения приняты. Я думаю, что прямо в ближайшее время проблемы такой не будет. Вы сказали там про паротит, краснуху. Трехкомпонентная вакцина. Да, правда, против трех видов заболеваний. Но я думаю, что это все будет решено в ближайшее время. И в целом у нас нет вопросов с вакцинацией, с вакцинами. Вот возникла, она будет решена в ближайшее время. Первое. Второе. Второе. Кстати говоря, такой всплеск заболевания в мире по коре, он во всем мире один раз в четыре года взлетает. Но с чем связано? Ну, к сожалению, это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, и с Украины. Потому что с Украины у нас тоже миллионы людей к нам переехали с Украины. Но на Украине иммунизация находится на очень низком уровне. Находилась сейчас, наверное, еще ниже. И это тоже реальная проблема. Ну и плюс вот наш САС, технический сбой у самих. Мы, надеюсь, так мне говорили и говорят наши специалисты, все это будет решено. Да, что касается ухода с нашего рынка ряда компаний, это проблема. Там, правда, среди этих препаратов, жизненно важных, там всего, по-моему, 14, что ли. Но промышленность работает активно. Никакого импорта мы не закрываем. Наше министерство здравоохранения, правительство видят эти проблемы. Создана специальная комиссия по импортозамещению. Она работает. И заверяет меня в том, что они, а, понимают, что происходит, делают и сделают в конечном итоге все для того, чтобы обеспечить интересы людей, которые нуждаются в тех или иных препаратах. Что касается замены, да, бывает и так, что что-то не подходит, надо искать. И промышленность должна работать, и врачи должны над этим работать. Часто ведь бывает, это чисто психологически, что человек привык к определенному лекарству. Но это важно. Даже психология очень важна. Человек верит в это лекарство или не верит. Я это понимаю. Но и по импорту будем закупать, и будем сами производить. А объем нарастает. Медицина, состояние первичного звена остается острой темой. Много вопросов даже из крупных городов про то, что к узким специалистам не попасть, что не хватает врачей, санитарок, вал обращений из поселков и сел. Давайте позвоним Егору Перминову из Свердловской области, поселок городского типа Ревтинский. Егор, если вы нас слышите, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Егор. Я из Свердловской области, поселок Ревтинский. Наша беда и проблема заключается в здравоохранении, точнее, в его отсутствии. Власти активно занимаются благоустройством территорий, но не больницами. Они в полной разрухе. Нехватка оборудования, зарплаты у персонала оставляют желать лучшего. Большая часть ремонта еще советская и разваливается на глазах. В таких условиях мы не можем получить нормальную медицинскую помощь и просим вас к нам помочь. Спасибо. Это откуда? Из Свердловской области. Я посмотрю обязательно, какой конкретный населенный пункт. Поселок Ревтинский, недалеко от Екатеринбурга, насколько я помню. Дайте мне потом, я сейчас запишу. Ревтинский, да? Да. У нас существует же программа оздоровления первичного звена здравоохранения. Средства направляются туда очень солидные. Одних автомашин, там, по-моему, 14 тысяч передали. Но строятся ФАПы, обновляются. Наверное, этого недостаточно. И, кстати говоря, мы обязательно продлим. Это тоже будет одной из частей будущей президентской программы. Продление программы первичного звена здравоохранения. Вот кадр из этой программы уже как раз сейчас. Продление программы первичного звена здравоохранения. Немало сделано, на самом деле. Ну, судя по тому, что сейчас мы видим, явно недостаточно. Хочу еще раз сказать. Мы проблему эту понимаем. Не случайно. Программу создали специальную по первичному звену здравоохранения. Будем ее продолжать. Здесь очень важно, очень важно уделить особое внимание, конечно, в программе, кстати говоря, так и прописано. Особое внимание сельской местности, населенным пунктам на селе. Туда уходит чуть больше половины всех средств, выделяемых на развитие первичного звена здравоохранения. Так и будем делать дальше. По конкретному объекту мы, конечно, поработаем. Спасибо. Давайте снова вернемся к журналистам. Давайте вот, вы знаете, я вот с этой стороны, Владимир Владимирович, вот здесь арти есть. Арти давайте дадим, потому что они совсем с краю сели, кто их не заметил. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Владимир Владимирович, телеканал Раш ТД, Мурат Газдеев. Вопрос особенно больный для нас, как международный канал, да и для нашей страны, как многонациональной страны. Владимир Владимирович, как вы оцениваете растущий национализм, как и в России, так и во всем мире, и не только национализм, но и антисемитизм? Я просто отмечу, что на фронте такой проблемы нет. У нас в окопах, в блиндаже крохотном могут сидеть евреи, христианин и мусульманин, и все у них хорошо. А выезжаешь, это как и в России, так и во всем мире, почему-то это растущая проблема. Что делать, Владимир Владимирович? Вы знаете, последние исследования в ЦИОМа, по-моему, они вот о чем говорят. 96% граждан России считают межконфессиональное и межнациональное согласие в нашей стране огромным конкурентным преимуществом перед другими частями света. Огромным. Так оно и есть. И это происходит прежде всего, потому что мы, вот сейчас с этой стороны зайду к теме наших традиционных ценностей, потому что мы к ним обращаемся, к нашим традиционным ценностям. А традиционные конфессии вносят огромный вклад в сохранение вот такой ситуации и взаимоотношений между представителями различных этносов и религий. Что касается роста исламофобии, антисемитизма, русофобии и прочих проявлений подобного рода, то да, они действительно имеют место к росту и тенденция к росту есть. Вы знаете, связано с чем, на мой взгляд? С тем, что люди сталкиваются с какой-то несправедливостью. Вот смотрите, что в Газе происходит. Во всем исламском мире определенная реакция и рост в этой связи количества людей, думающих радикально. Этот рост очевиден. Количество таких людей возрастает. Ничего здесь хорошего нет, а все-таки это результат политики определенных элит. И нерешение в течение десятилетий вопросов справедливо, отсутствие справедливого решения палестинской проблемы. Реакция исламского мира, а потом рост этих фобий антиисламских. Это очень плохо. В нашей стране, я уже сказал, огромную роль играют конфессии и обращения к нашим традиционным ценностям. Но все-таки не последнюю роль играет то, что мы все-таки проводим взвешенную внутриполитическую политику и политику на международной арене. Мы все-таки то, что можем делать, мы делаем для достижения справедливости по всем этим направлениям. И мне думается, что все-таки люди это оценивают. Именно поэтому у нас и создается такая обстановка. Ну а что касается русофобии, то это один из векторов борьбы. Один из векторов борьбы с Россией. Одно из направлений. Да, в мире это и есть. Мы у себя должны делать всё для того, чтобы ничего подобного у нас не возникало. И пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри. Мы так и будем делать. Вот TF1, да? Это французская компания? Вот TF1. Середина сектора. Благодарю вас. Вы долгое время сохраняли контакты с Эммануэлем Макроном. Скажите, как вы воспринимаете Францию и её президент на сегодняшний день? Планируете ли вы новые встречи с ним? И какие темы будут обсуждаться? Да, у нас были достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения. Я, как вы знаете, и во Франции бывал. Господин Макрон приезжал в Россию. У нас всегда была насыщенная повестка дня, касающаяся двухсторонних отношений и международных вопросов. Мы готовы и дальше взаимодействовать с Францией. Но с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я прекратил. Это он прекратил. Если интерес есть, пожалуйста, мы готовы. Интереса нет, мы обойдёмся. Вот и всё. Ничего здесь такого необычного нет. Мы не уклоняемся от этих контактов. Ну, если европейские страны, президент Франции, в частности, не желает с нами общаться, ну, нет. На нет и суда нет, как у нас говорят. У нас есть чем заниматься. Если интерес есть, мы готовы. Вот здесь комсомольская правда, Владимир Владимирович. Давайте, Магаданская область. Да, давайте. Магаданская область. Только у меня просьба, у меня только просьба, давайте так громко не будем о себе больше заявить. Иначе какофония начнётся, вообще будет трудно разобраться. Извините. Ну, как показала практика, это бывает работой. Это помогает. Александр Орлов, Колыма Плюс, Магаданская область. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. В первую очередь хотелось бы отметить, что Магаданская область всецело чувствует на себе поддержку правительства страны, в частности, потому что мы видим реализацию федеральных проектов на территории нашего региона, что положительно сказывается на его развитии, в том числе положительно сказывается на отношении нашего населения к президенту. В том числе и моего отношения, если честно. Мы все поддерживаем ваше решение выдвинуться в следующем году на выборы, потому что, сколько я себя помню, вы всегда в власти, можно и так сказать. Спасибо большое. И, наверное, стоит перейти к вопросам. Первый вопрос. Для нашего региона очень важна связь с большой землёй, и к тому же мало кто из жителей Дальнего Востока и Магаданской области, я думаю, что мои коллеги из Дальнего Востока согласятся, проводят свой отпуск в своём регионе, то есть дома. Тут и возникают сложности. Магадан имеет три субсидированных направления. Это Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Москва. Но такие важные направления, как Хабаровск, которые рядом, и Новосибирск не входят как раз в субсидии. Из-за этого одно путешествие до конечной точки может занимать более суток, и к тому же это может и по карману не слабо ударить, потому что до Москвы добраться намного дешевле, чем до Хабаровска, который соседний. Таким жителям Магаданской области, как, скажем, я, у которых нет ни детей, ни инвалидности, у кого уже возраст прошёл к льготам, всё, и мне уже не 22, я не могу летать как молодой, перспективный. Детей заводите детей. Я согласен с вами, да. Путь решения проблемы и доступа к плоским тарифам. Да, но у нас есть дальневосточные тарифы. Вы такой молодой энергичный, симпатичный молодой человек. Ну что? Спасибо. Возможно ли расширить список субсидированных направлений для дальневосточников, при условии, что это может и помочь развить туризм в нашем регионе, летать по Дальнему Востоку по субсидиям? Это первый вопрос. И второй, думаю, что все, кто тоже с Крайнего Севера, с Дальнего Востока, знают, что мы к зарплате получаем ещё и северные надбавки. Это ни для кого не секрет. И в каждом регионе максимальный коэффициент набирается по-своему. То есть, но в целом нужно отработать около пяти лет, чтобы получить максимум. Так вот, загвоздка в том, что мы, люди, которые родились и работаем на Дальнем Востоке, точно так же наравне с приезжими специалистами нарабатываем себе этот коэффициент, не получая его сразу, возможно ли вернуть тот законопроект, который был, то есть раньше получали те, кто родились на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, сразу все коэффициенты. Возможно ли вернуть вот этот законопроект? Спасибо. Вы знаете, вопрос понятный, он обсуждается в правительстве. И я бы вот так и сделал. Я бы не стал там ждать срока прохождения, проживания, на работы. Это закрепляло бы людей на Дальнем Востоке. Что выгодно стране, нужно России. Это вопрос просто бюджетной обеспеченности и возможностей бюджета федерального. Но мы над этим будем думать, и я еще раз попрошу правительства вернуть это в повестку дня. Что касается плоских тарифов, тоже связано. Во-первых, я хочу сказать, что они будут продлены. Это обычно делается в конце года, после моих консультаций с Аэрофлотом, прежде всего, с новыми компаниями, с Министерством транспорта. Мы продлим, безусловно, плоский тариф. Конечно, я вас понимаю, хорошо бы их расширить. Это тоже вопрос просто бюджетного финансирования дополнительного. Посмотрим, хорошо? Но продлим это точно. Хотя я понимаю, что там регион колоссальный. Он захватывает просто этот Дальний Восток. Он захватывает его. Это отдельный мир целый. И там, конечно, на таких больших расстояниях даже внутри перемещаться непросто. Я понимаю. Мы посмотрим, хорошо? Спасибо большое. Владимир Владимирович, еще один вопрос. Вот Великий Новгород. Сейчас, извини. А Великий Новгород. Девушка так взяла, как будто она к этому не имеет отношения. Первый ряд, да. Удивилась. Первый раз повезло. Здравствуйте. У нас вопросы сферы здравоохранения. У нас в регионе последние годы ситуация улучшается. И оборудование закупается. И меры поддержки молодых специалистов тоже принимаются. Но все равно ключевая, очень такая значительная часть смертности приходится на сердечно-сосудистые заболевания. В связи с чем у нас вопрос тоже по федеральной программе. Может быть, можно создать федеральную программу по строительству кардиоцентров в регионах? Вот в нашем регионе он бы очень пригодился. Я думаю, что другие регионы тоже бы нас поддержали. Но без федеральной помощи, к сожалению, мы сделать этого не сможем. Спасибо. Спасибо. Я переговорю, конечно, с Андреем Никитином, с губернатором и с Минздравом. Не знаю, нужно ли создавать отдельную программу именно по кардио. У нас, да, есть у нас отдельная программа по онкозаболеваниям. Работает хорошо. Но кардио – это одна из действительно проблем и одна из причин смертности. Высокая – это кардиозаболевания. Сосудистые кардиососудистые заболевания. Посмотрим обязательно. Но первое, что нужно сделать, это, я уже сказал, продлить, безусловно, программу, связанную с развитием первичного звена здравоохранения. И, может быть, там предусмотреть отдельные направления, которые бы обеспечили сохранение здоровья людей известного риска. Своевременные выявления, диспансеризация, ну и принятие последующих решений. Ну, посмотрим. Ну, кардиозаболеваниями Минздрав занимается очень напряженно, и количество, по-моему, даже летальных исходов уменьшается. Ну, я услышал, что вы сказали. Посмотрим. Александр Гамов, «Комсомольская правда». Пожалуйста, Саша. Дайте микро. Спасибо огромное. Александр Гамов, радио, сайты, газеты «Комсомольская правда». Вам огромную благодарность, что вы поддержали инициативу Сережи Зенина, военкора, который сейчас находится в Донбассе. И он предложил авторитет, знания и опыт и подвиги участников СВО в мирных целях. Использует я имею в виду, чтобы это не пропало в той работе, которая проводится по патриотическому воспитанию нашей молодежи, наших детей. Вот. А вопрос у меня такой. Первый. Почему, зачем, на ваш взгляд, нам потребовался новый учебник истории? Ведь история, она сама идёт. И как бы, чего, какая разница, значит, истории, какой мы учебники и придумаем. Это первое. Второе. В следующем году мы с вами будем отмечать 80-летие полного снятия блокады Ленинграда. Это 10 лет события, когда Крым приплыл в свою родную гавань, как вы сказали. Вот. В 2025-м 80 лет победы в Великой Отечественной войне. И вот лично для вас, в личном плане, что означает каждое из этих событий? Ну и попутно, коль уж мне микрофон, далее, в 2025-м году 100 лет комсомольской правде, и мы вас приглашаем на юбилей, и, может быть, скажете Дмитрию Сергеевичу, чтобы он это внёс в график, и мы будем с нетерпением вас ждать. Спасибо. Спасибо за приглашение. 25-й год ещё не так скоро, но рядом, с исторической точки зрения. А в жизни человека это немалый срок. Но я постараюсь. Бог даст, всё будет нормально. Спасибо большое. По поводу вот этих юбилейных дат, о которых вы сказали, я думаю, что не для меня, а для всего российского народа, даже для всех народов бывшего Советского Союза, имеют огромное морально-нравственное значение. Огромное. Ну, и почти для каждой российской семьи это имеет и личное измерение. У меня, например, на Пискарёвском кладбище в Петербурге, как известно, в братской могиле мой старший брат лежит, который я не видел никогда, конечно, потому что я родился гораздо позже. Но, тем не менее, это тоже имеет значение для меня лично, в личном плане. Ну, а первая часть, это о чём? Я вас просто поблагодарил, что вы поддержали Серёжу Зенина, известного военкора, БГТРК, который сейчас в Донбассе. И он сказал, что вот этот капитал, вот эти вот ребята, бойцы СВО, их нужно в мирных целях использовать, чтобы они пошли в школе. Вот я помню, у нас военрук был, участник Великой Отечественной войны, он олицетворял собой всю государственную программу патриотического воспитания. Ну, я уже сказал, добавить-то нечего, войны выигрываются учителями, поэтому воспитание, особенно теми, кто напрямую принимал участие в боевых действиях, рисковал своей жизнью собственной, за Родину воевал, это особое значение имеет. Тут я на юрфаке учился, и у нас в Ленинграде, у нас были преподаватели, участники Великой Отечественной войны, и мы так внимательно и с особым уважением относились к тому, что они говорили и как они себя вели. Вот это самый лучший пример, поэтому, безусловно, будем ребят использовать. Точно новое для пресс-конференции. Я прошу прощения, ещё про учебник, да? А, про учебник, да, вот, Саша, про учебник. Понятно, почему там новые учебники. Да, зачем? Но их было бы не... Новые учебники истории. Я понял, понял. Значит, но их же было 60 с лишним версий, по-моему, учебников. 65. И во многих учебниках для российской аудитории будет понятно... Сейчас мы только говорили про наши юбилейные даты, связанные с Великой Отечественной войной, в том числе. Во многих учебниках там всё, что угодно было. В том числе активно описывалось значение второго фронта, открытие второго фронта. Только не было ничего сказано, или почти ничего не говорилось о значении битвы под Сталинградом. Но это разве нормально? Конечно, нам нужна какая-то такая фундаментальная государственная версия, которая должна быть доведена до всех тех, кто читает этот учебник. Потому что, как известно, сегодня ребёнок, завтра гражданин. Это чрезвычайно важно. Поэтому, да, и учебник был нужен. Кстати, мне известно, что и вопросы возникают, и даже критика возникает. Нормальное дело. И пускай научное сообщество, педагогическое вместе, кстати говоря, вместе с привлечением родительской общественности думают над этим, развивают, вносят какие-то изменения. С учётом реалий и сегодняшнего дня, с учётом мягкого, благожидательного и доброго подхода и к всяким сложностям исторического характера в истории нашей страны. У нас, так же, как в истории любой страны, проблем хватало внутренних. Поэтому нужно очень интеллигентно к этому относиться, доброжелательно. Но все эти учебники, они должны соответствовать истине. Они должны быть правдивыми, а не обслуживать чьи-то интересы, как у нас это было. Так вот, точно новое для пресс-конференции. Люди практически перестали жаловаться на состояние общероссийских дорог. Даже нахваливают их. Мы совсем скоро ждём открытие трассы Москва-Казань. Потом будет продолжение строиться. Построен уже обход Ростова-на-Дону. Трасса до Петербурга. В общем, реально сделано очень многое. Но вот про новые платные дороги люди интересуются. Отчего так дорого-то? Отчего цены такие высокие за проезд по ним? Позвоним Сергею Викторовичу из Москвы. Сергей Викторович, задавайте вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Сергей Викторович. Я из Москвы. Мой вопрос по тарифам на проезд по долгожданной трассе М-12 Москва-Казань. Тариф на недавно открытом участке данной трассы для легкового автомобиля составляет сейчас в среднем 7 рублей за километр. А стоимость проезда Москва-Казань ожидаем около 6 тысяч рублей. Что для большинства автомобилистов, конечно же, весьма дорого. Год назад автодором называлась цифра 4 рубля за километр. И стоимость проезда всей трассы Москва-Казань от 3 до 4 тысяч рублей. Разумно, я считаю, 3 до 4 тысяч рублей. Владимир Владимирович, пожалуйста, рассмотрите возможность дать соответствующим ведомствам поручение пересмотреть тарифы на проезд по М-12 в сторону уменьшения, чтобы она стала доступной по стоимости для широкого круга автомобилистов. Большое спасибо. Сергей Викторович, да? Да. Сергей Викторович, я, честно говоря, не знаю, откуда такая цифра 6 тысяч Москва-Казань? Вот смотрите, 2 800 Москва-Арзамас умножаем на 2, получаем 5 600 Москва-Казань. Ну, может быть, не на каждом участке будет одинаковая стоимость, потому что я знаю, что цифра должна быть 4, 4,5 тысяч. Я проверю. Мне кажется, что это просто такая прямая арифметика здесь не очень, может быть, работает. Но я проверю, Сергей Викторович, я обещаю. Спасибо. Обязательно посмотрю. Ну, вот смотрите, до Крыма сейчас доехать меньше 4 тысяч рублей, хотя до Крыма путь весьма неблизкий, до Питера меньше 4 тысяч рублей. Поэтому как бы хотелось бы, чтобы Казань тоже не была исключением среди вот этих направлений. Как хорошо, что москвичи заботятся о Казани. Видите, все у нас очень гармонично. Казани очень много связано. Гармонично все развивается. Есть такая забота. Но, повторяю, я не очень понимаю, почему 6 тысяч возникло, потому что действительно обещано было 4 тысяч. Я сказал около 6 тысяч, извините. Я понял, понял. Ну, вот, по моим данным, это должно быть не больше 4 с половиной. Проверю обязательно, Сергей Викторович. Хорошо, спасибо большое. Да, а так в целом платные дороги, они платными могут быть только тогда, когда есть альтернативные пути, так по закону. Вот, поэтому всегда есть возможность не платить и проехать бесплатно. Но там свои сложности. Но все-таки дорожники стараются делать так, чтобы чрезмерной нагрузки финансовой не было. Вот, в той же Казани вы упомянули, там, по-моему, южнее Казани, там мост, сейчас мы его построили, а до сих пор паром работал. Паром стоил 300 рублей, а по мосту будет проехать где-то 270, по-моему, или 260. То есть там чуть-чуть, но подешевле. Вот на это обязательно буду настраивать дорожников в соответствующие службы дальше. Но я проверю, Москва-Казань, проверю. Владимир Владимирович, раз уж про дороги заговорили, вот мы с Павлом когда ехали на программу, ну невозможно не обратить внимание, пробки, час пик, огромное количество китайских автомобилей. Просто настоящая экспансия. И эксперты говорят уже, ну что буквально 60% нашего рынка, можно сказать, захвачено китайскими автомобилями. Мало того, что они не дешевые, но так и наши, в общем-то, им под стать. И многие граждане пишут, задают вполне резонный вопрос, почему ценник на продукцию автоваза улетел в космос. Ну не в космос, он улетел процентов на 40. Ну практически не осталось уже машин, которые вот такого среднего класса, до миллиона рублей практически ничего невозможно найти. Ну согласен, да, согласен. Ну 40% тоже много, я понимаю. Ну связано с чем, здесь мне объяснять-то, мне кажется, мне нужно и так все, все понятно. Но тем не менее, скажу, если такой вопрос есть. Конечно, когда европейские бренды ушли из России, европейские, японские, южнокорейские, то здесь несколько вопросов возникло. Ну и, конечно, они с компонентами ушли. Возник вопрос о развитии собственной базы. И, ну, автоваз, надо сказать, что с количеством он справляется. Но чем больше будет, тем меньше будет цена. И определенные издержки все-таки связаны с тем, что так или иначе, все-таки производитель добывает эти самые импортные компоненты, но уже по другой цене. И это ведет к удорожанию. Плюс к этому еще небольшое количество. Чем больше, тем дешевле. Вот автоваз идет по этому пути. Надеюсь, что это приведет их к снижению цен. Но самое главное создавать свои собственные платформы и их развивать. Но у нас и автоваз, и другие производители так и делают. Это требует времени. И очень хочу надеяться, даже уверен, что так и будет. И цены пойдут вниз. Ну, и вторая очень важная задача – это создание своей компонентной базы. Потому что у нас мы передоверились нашим так называемым партнерам. И вот эта отрасль автокомпонентов у нас практически была утрачена совсем. Поэтому нам надо ее воссоздавать. Минпромторг этим занимается. И задача решается. Я стараюсь так очень аккуратно говорить. Потому что скажешь… Не обнадеживать. Да, скажешь завтра. А завтра не успеют сделать. Вот, сказал, обещал, не сделали. Но я вас уверяю, работает Минпромторг над этим. Очень активно. И производители активно работают. Уверен, что они добьются результата. Ну и Ладо Гранта вроде все-таки дешевле миллиона. Ну можно найти. Модель не самая, конечно. Но все равно рост под 40%. Так вы считаете, что у нас только на Аурусах хотят все ездить. Вот было несколько сообщений. Аурус совсем очень дорогой. Но он же в совсем небольшом количестве производится. Сейчас начали даже производить за границей. В Эмиратах начали производить. Там сборка осуществляется, Аурус. Ну вот нашим друзьям в Эмиратах нравится эта машина. Наряду с другими производителями. У нас целая линейка Аурусов. И лимузины, и седаны, и джипы, и автобус будет. Вот все это есть. Но это нужно начать, в конце концов, производить серийно. И тогда сразу цена будет уходить. Но это время нужно для этого. Дмитрий Сергеевич, передаем эстафету. Ну во всяком случае, вы знаете, что я бы хотел подчеркнуть. Вот те, кто думали, что у нас все рухнет, они, думаю, разочарованы. Ничего не рухнуло. Что касается китайских автомобилей. Вот наши китайские друзья, они знают, что происходит. Это характерно не только для России. Китайские производители очень активно ведут себя на мировых рынках. И уже начали вытеснять и европейских производителей. В том числе и на европейском рынке. Там автомобильные города, посмотрите, что там происходит. Вольсбург и так далее, в Германии. Там ситуация, к сожалению, для них ухудшается. Еще вот идут все больше и больше, значит, и продаются все больше и больше электромобили и так далее. Там открываются американские заводы. Где интересы европейских, в частности, немецких автопроизводителей, непонятно. Там в свое время, несколько лет назад, атака была предпринята в Соединенных Штатах против Вольксвагена. Ну и что? Ущерб колоссальный нанесли. И что, как правительство защищает автопроизводителей? Автопроизводителей традиционно мощных немецких, вообще европейских автопроизводителей? Да никак. Бросили их там на производство, это бы и все. А китайское правительство работает, работает активно, поддерживает своих автопроизводителей. И они вытесняют с рынка европейцев. Это происходит не только в России. И все-таки цена, и качество растет. И цена, и качество все-таки дает возможность выбирать нашему автолюбителю то, что они хотят. Но будем работать, будем работать все вместе. Вот молодой человек прямо у нас против меня руку. Друзья, не забывайте ставить лайки этой трансляции, подписываться на наш канал и писать комментарии. Спасибо. Ну ладно, извини, пожалуйста. Ну пожалуйста, прошу. Давайте вопрос. Прошу прощения. Андрей Клеменюга, Деракославия, Новгородская область, Великий Новгород, соответственно. Мой вопрос касается электросетевого комплекса региона. Линии электропередачи, возведенные еще в послевоенные годы, сильно устарели с тех пор. Процент износа ЛЭП сейчас составляет около 70%. При малейшем снегопаде без света могут оставаться целые районы, где живут, соответственно, тысячи жителей Новгородской области. Так было в декабре 2021 года. Тогда несколько районов сидели без света по 2-3 недели. Губернатор Андрей Никитин обращался к вам с просьбой посодействовать в повышении надежности электросетей. Вы его обращение поддержали. Через полгода, в 2022 году, летом, было подписано соглашение между правительством региона и компанией Россети. На эти деньги планировали выделить 6 миллиардов рублей. И на эти деньги планировали обновить линии электропередачи и закупить необходимую технику. С тех пор прошло больше года, но ничего не изменилось. Соответственно, хотелось бы узнать, как скоро энергетики начнут исполнять ваши поручения. А Новгородская область дождется обновления электросетевого комплекса. Спасибо. Россети работают достаточно активно по всей стране. Что конкретно было запланировано, там 6 миллиардов. Я, честно говоря, не буду врать, я не знаю, что Россети планировали. Но узнаю, посмотрю, обязательно переговорю с руководством Россети и с губернатором. Постараемся помочь поддержать реализацию этих планов. Но сетевое хозяйство в России огромное, имею в виду нашу необозримую территорию. Но это же европейская часть. Сбои были. Снега сейчас тоже у нас серьёзная, снеговая нагрузка тоже сильная. Сколько они планировали выделить. У них планы же существуют такие по регионам, по территориям. Я выясню. Мы с Андреем Никитином обязательно переговорим на это ещё. Стараюсь помочь, поддержать. Да, молодой человек. Сейчас, сейчас, сейчас. Там был молодой человек, да. Пожалуйста, прошу. Здравствуй, Владимир Владимирович. Меня зовут Александр Зарубин. Здравствуйте. Многомиллионная аудитория знает меня как Александра Стоуна. Я являюсь артистом Газпром-медиахолдинга, также резидентом продюсерского центра «Инсайт-люди». Представляю блогерскую блогосферу вообще. И сейчас эта сфера очень сильно развивается, особенно в последнее время, набирает прям такие сумасшедшие темпы. Различная информация, различные новости, разные площадки открываются, какие-то площадки закрываются. Хотелось бы услышать ваше мнение касаемо вообще будущего нашей сферы. И что вот, например, лично я могу сделать для того, чтобы мы продолжили работать, развиваться, творить. И наша работа была полностью прозрачная. И к нам не было никаких, наверное, вопросов. Если нет вопросов, о чем разговор? Значит, ну это же свободная сфера такая. Она максимально демократизирована. То есть главное, чтобы государство не мешало. Если государство в чем-то мешает, скажите. Постараемся поправить. А если все развивается так, как вы считаете нужным, ну и дай бог здоровья всем. Будем мы дальше создавать такую атмосферу, такие условия для развития блогосферы. Единственное, чего бы хотелось пожелать, чтобы мы понимаем, что ответственность на людях, которые в этой сфере работают, колоссальная. Именно потому, что контроля-то такого со стороны государства нет. Но надо исходить из такой корпоративной этики и самоограничения. Вы понимаете, что я имею в виду. Поэтому это касается морали, нравственности, безопасности детей. Ну, понятно. Поэтому это лучше, когда профессиональное сообщество организуется, так же, как в сфере высоких технологий это делают и так далее. Но если есть какие-то пожелания, пожалуйста, вы их сформулируйте. Мы постараемся отреагировать. Скорее всего, сейчас очень много вопросов и вообще размолвений. Сейчас, отдайте мне вопрос. Нет, я слышу, слышу. Наверное, в силу того, что есть многие ребята, которые добираются популярностью очень быстро, и нету таких людей рядом, которые имеют какой-то большой опыт вообще в жизни, в целом, в построении бизнеса, которые могут тебе объяснить банальные вещи, как платить налоги, как зарегистрировать ИП. К сожалению, много молодых ребят в этой сфере, и они даже, как вы правильно подметили, не чувствуют эту ответственность. Хочется, наверное, просто, чтобы нам, наверное, большинству людей, кто работает в этой сфере, немножко просто подсказали, направили, и дальше мы также ответственно бы относились к работе и продолжили творить. Спасибо. Так, чтобы было на кого опереться, и кто мог бы профессионально и грамотно что-то подсказать. Хорошо. Кстати говоря, это очень важно. И вы обратили внимание на то, что должно быть, безусловно, одним из приоритетов даже государства. Я услышал. Спасибо большое. Давайте, может быть, еще один зал дадим просто. Давайте, я вижу мир. Давайте мир все-таки это огромное пространство СНГ. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, коллеги. Элина Дашкуева, МТРК «Мир». В 2024 году председательство в СНГ переходит к России. И в Бишкеке 13 октября вы сказали, что Россия настроена на активную работу по продолжению, по поддержанию продолжения авторитета Содружества. Но дело в том, что Молдова говорит о том, что, возможно, выйдет из Союза. А премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время игнорирует все саммиты лидеров СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Вот насколько позиция Еревана критична для организации ОДКБ? И как вы в целом оцениваете интеграционные объединения на постсоветском пространстве? Спасибо. Мы строим все свои интеграционные планы, я имею в виду Россию, исключительно на основе добровольности всех участников этого процесса и взаимные выгоды. Вот между странами ЕАЭС устойчиво растет товарооборот. Открытие рынков, труда, капитала, рабочей силы, поддержание взаимной кооперации, эффективное использование доставшегося нам еще и с советского времени плюса с точки зрения наличия единой инфраструктуры, транспортной и так далее. Наличие языка межнационального общения. И вот президент Такаев выступил даже с инициативой создать международную структуру по поддержке русского языка, за что мы ему очень благодарны. Вот все это создает такие условия, которые повышают нашу конкурентоспособность на мировых рынках. и способствуют решению задач не только в сфере экономики, но как конечный результат и в социальной сфере в росте благосостояния граждан. Если, так сказать, Молдова не хочет быть участником этого процесса, ну, значит, таков выбор молдавского руководства. Ну, считай, кому и быть. Молдова – одна из самых бедных стран Европы. Совсем недавно она была беднейшей страной Европы. Сейчас Украина заняла это почетное место. Но если беднейшая страна Европы получает нас, скажем, те же энергоносители по достаточно низким ценам, хочет последовать примеру Германии, которая получает сейчас энергоносители из Соединенных Штатов на 30% дороже, чем раньше из Российской Федерации, ну, пожалуйста, у них есть лишние деньги, пусть делают так. Так же и по другим направлениям. Ну, скажем, рынок сельхозпродукции. Рынок сельхозпродукции используется достаточно активно сельхозпроизводителями в Молдове. Российский рынок. Не хотят, не надо. Куда они пойдут с этой продукцией, что? Вот видите, в Европе, вроде бы, в странах-союзниках Украины дороги перекрывают, не пускают сельхозпродукцию Украину на свою территорию. Даже если предполагается, что эта продукция идёт транзитом. Закрыли, и всё. Там есть собственные интересы, и есть кому бороться за эти интересы. Куда молдаване пойдут с этой продукцией? Ну, вот как в какой-то момент сказали, что они отказываются там от нашего газа. На самом деле ничего не отказывается. Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствия этой страны в СНГ не имеет. Но мы готовы. Мы не отказываемся, ни от кого не отпихиваемся. Хотят работать, мы рады, пожалуйста. Не хотят, это их выбор. Что касается Армении, там же непростые процессы происходят, связанные с Карабахом. Ну, это мы же всё понимаем. Но не мы же отказались от Карабаха. Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Сделали это инициативно, на самом деле. И нас-то особенно не информировали о том, что готовится к принятию такой решения. Я сейчас... Это просто констатация факта. Потому что там есть в этом и плюсы, и минусы. Значит, ну, так произошло. И процессы сложные внутриполитические. Не думаю, что в интересах Армении как-то прекратить своё членство в СНГ, в Евразес, в ОДКБ. В конечном итоге это всё равно выбор государства. Но что касается отсутствия премьер-министра Армении на мероприятиях общих, мы знаем, что это связано, ну, во всяком случае, так, как мы знаем, связано просто с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях. Мы посмотрим, как будет ситуация развиваться. Вопросов очень много. Ускоряемся. Малый и средний бизнес. Люди, которые тоже очень помогли пережить в России удар санкций. Смотрим видео вопрос от Василия Бабинцева из Ижевска. Хорошо. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Меня зовут Василий, я из Удмуртии и представляю бренд Банглибук. Мы производим одежду для взрослых и детей. Например, такие красивые и стильные комбинезоны, которые очень нравятся мамам и детям. Недавно мы стали победителями конкурса «Знай наших» от агентства стратегических инициатив и получили призы, так нужные нам для продвижения на маркетплейсах, что позволило нам увеличить обороты. Так сказать, нам повезло, что мы получили нужные призы. У меня есть другой пример от коллег по цеху. Это компания «Сплав». Они производят туристическую одежду. И с началом спецоперации они смогли увеличить продажи за счет появления новой категории потребителей. Это военные и мобилизованные. Опять же, можно сказать, что удачное стечение обстоятельств. У меня вопрос. Можем ли мы в современных реалиях сформировать такую системную поддержку отечественных брендов и предпринимателей, чтобы их развитие не носило характера только удачного случая? Ну, смотрите, вы же сейчас сказали, что у вас все получилось. И не только у вас. Вот то мероприятие, которое было проведено агентством стратегических инициатив, кстати, вместе с ВЭБом, внешнеэкономбанк – это все-таки государственная структура, но даже и Айси, хоть агентство и является независимым, оно все-таки функционирует, действует при поддержке государства. И то, что они проводили этот конкурс национальных брендов, это все-таки согласовано и поддерживается государством. У нас на нашем рынке, внутри страны, присутствие наших брендов выросло на 30 с лишним процентов, 31 процент, по-моему. Но вы правы. Вы правы в том, что этот процесс нельзя, а, останавливать, и, б, он должен иметь системный характер. В этой связи, без всякого сомнения, нужно привлечь к этой работе не только федеральные структуры, но и региональные структуры. Я сейчас обращаюсь к руководителям регионов, к своим коллегам. Нужно взять это под контроль и всячески способствовать продвижению региональных брендов. Вы знаете, это существенным образом разнообразит наш рынок, сделает его интересным, насыщенным и более привлекательным для потребителя. А у нас в регионах есть чем гордиться. И вот здесь кто-то из коллег говорил, да, по-моему, из Мордовии, да, говорили и приглашали на выставку мордовскую на ВДНХ, посмотрите на то, что производится в регионах. Надо это продвигать. Нужно, чтобы в каждом регионе была своя программа работы по поддержке малых и средних предприятий, по поддержке и продвижению наших брендов. Все мы сейчас очень внимательно следим за развитием искусственного интеллекта и надо признать, что многие люди очень этого опасаются. Вот Арина Дмитриевна из Волгоградской области спрашивает. Видео вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Арина, мне 8 лет. На уроке нам рассказали, что в будущем человека может заменить робот. И вдруг он может заменить меня, маму, папу, бабушек и дедушек. Как вы думаете, стоит ли бояться роботов? Владимир Владимирович, пока вы не успели ответить, еще у нас есть одно видео по этой теме, очень впечатляющее. Предлагаю посмотреть. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Гражданин из Санкт-Петербурга не представился. Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то. Вот. Но что касается искусственного интеллекта. Да, вот это мой первый двойник, кстати сказать. И вот отвечая на вопрос Арины Дмитриевны, да? Да. Арина Дмитриевна. Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно. Вот это абсолютно, а то можешь запомнить. Бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно. Но искусственный интеллект, надо ли его бояться? Предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе, там, сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, который различает запахи. У него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает. Просто предотвратить это невозможно. Предотвратить развитие невозможно. А значит, нужно возглавить. Во всяком случае, нужно сделать всё для того, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Но в чём это закончится, никто не знает. Таковы реалии, во всяком случае, сегодня. Да, можно сейчас говорить о возможных ограничениях, о самоограничениях. Но можно и нужно говорить о том, что нужно как-то договариваться между лидерами, чтобы не создать условий, которые могут привести к каким-то опасностям для человечества. Вот в своё время, когда ядерная энергия превратилась в ядерную бомбу, и поняли, что угроза для тех, кто владеет этим оружием, нарастает, тогда начали договариваться. Эта угроза и ущерб становятся неприемлемым. Начали договариваться. Вот так же будет, наверное, и с искусственным интеллектом. Когда лидеры этого направления развития осознают, что возникают какие-то угрозы, тогда, наверное, начнут договариваться. Но до этого реальных никаких договорённостей достичь вряд ли удастся. Но думать над этим, конечно, нужно уже сегодня. Давайте в зал опять вернёмся. В зал вернёмся к журналистам. Мы не давали. Я предлагаю вот сюда два вопроса. Вот РИА Новости дать и дать дальше Республика Сербска. Наши друзья. Вот сначала РИА Новости давайте, а потом Республика Сербска. Добрый день. Лена Глушакова, РИА Новости. Вообще на большой повестке очень много говорится и про СВО, и про новые регионы. Вот сегодняшняя пресс-конференция, в принципе, отражает эту повестку. Но, тем не менее, есть регионы, которые испытывают не меньшие проблемы, не меньшие сложности, но про них, наверное, меньше как-то говорят и меньше упоминают. Я хочу сказать про Белгородскую область, про Курскую область, которые подвергаются обстрелами, которые живут в очень непростых условиях. Мы вот разговаривали с коллегой из газеты «Валуйская звезда». Она говорит, что обстрел — это ежедневная их жизнь, их обычная жизнь. На Ваш взгляд, достаточно ли делается для того, чтобы как-то поддержать жителей, чтобы защитить их права, чтобы восстановить их дома? И второй вопрос-то про бизнес, который там продолжает работать, в Шебекино огромная фабрика, в других регионах и районах Белгородской области, которые подвергаются обстрелам. Как Вы считаете, достаточно ли правительство помогает им? И нужно ли вообще продолжать там работать, развивать там предпринимательство, с учетом того, что пока СВО продолжается? Спасибо. И у нас есть как раз из Шебекина видео вопрос от предпринимателей. Пожалуйста. Косицына, директор завода в городе Шебекино. В июне месяц многие предприятия в Шебекино подверглись террористической атаке со стороны Вооруженных сил Украины и были значительно разрушены. В связи с чем, хотим попросить и привлечь Ваше личное внимание к этой проблеме и помочь с восстановлением в виде федеральных грантов, которые позволят сохранить более 3000 рабочих мест, а также восстановить уникальные производства продуктов, которые сейчас находятся в санкционном списке, но мы их производим на территории Российской Федерации, в частности в городе Шебекино. А также ввести особую экономическую зону в городе Шебекино хотя бы на 3-5 лет для того, чтобы помочь восстановиться производством после террористической атаки со стороны Украины. Я отвечу коротко. Думаю, что условия особой экономической зоны в Шебекино, создание такой зоны, надо поддержать. И попрошу правительства внести предложение в самое ближайшее время. Нужно сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики, в том числе вот в этой зоне, о которой вы сказали. Вот, пожалуй, это ответы на ваш вопрос. Сейчас, вы знаете, мы Сербской Республике обещали. Да, вот смотрите, сейчас, одну секунду. Пока задавали вопрос, я прочитал один из тех, которые здесь слева на большом экране, он важный. Семья с детьми, двое детей, ипотека. Ну вот она заканчивает, это правда. Ипотека у нас скоро заканчивается. По-моему, она семейная. До июля следующего года только действует. И правительство сейчас думает на тему о том, чтобы ее продлить. Тоже, конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета. Но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки. Там и первичный взнос минимальный, 20%, и 6% годовых. А вот если трое детей, я уже говорил об этом, и субсидии еще положены, 450 тысяч. Поэтому вот над этим обязательно нужно подумать. И я обязательно поручу правительству подготовить и внести предложение по этим вопросам. Давайте Сербская Республика, а потом еще регион какой-нибудь. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Аринка Петрович. Я журналист из Республики Сербская, альтернативное телевидение. Мы и вы сейчас говорили, насколько серьезная ситуация в целом мире. Возникают конфликты от Украины до Ближнего Востока. Все это, конечно же, влияет и на Балканы, и усложняет и так очень сложную и серьезную ситуацию, особенно в Боснии-Герсеговине и в Республике Сербской. Вы очень хорошо знаете, какая сейчас политическая ситуация в Боснии. Она является де-факто западным протекторатом. У нас работает нелегитимный аппарат высокого представителя. Сербов обвиняют за то, что они поддерживают Россию, то есть за то, что у нас хорошие, братские, дружественные отношения. И как русских, просто и граждан, и наши граждане, и руководство Республики Сербской обвиняют за, как они это называют, за расширение так называемого злокачественного русского влияния. Пока в Республике Сербской вообще нет ни одного российского СМИ и негосударственных организаций. С другой стороны, идет наводнение западных СМИ и разных организаций. Я хочу вас спросить, как вы видите будущее Республики Сербской и целого региона? И как это все прокомментируете, если имеется в виду, что самые большие войны всегда начинались на Балканах? У меня, конечно же, еще много вопросов, но я не буду терять время к коллегам. И это оставим на потом, когда у нас одного прекрасного дня будет с вами интервью. Спасибо. Спасибо. Ну, я постараюсь тоже коротко ответить. Нам действительно известна ситуация в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине. И оценки этой ситуации нашей с вашим политическим руководством полностью совпадают. Это первое. Второе, что касается российских СМИ, да, действительно жалко, что их там нет. Я не знаю, РТ там принимается, нет у вас? Не принимается, да? Ну, надо подумать над этим. Я попрошу коллег Олега Борисовича тоже из ВГДРК посмотреть, что можно сделать в этом направлении. Ну, и что касается будущего. Своё будущее должны определять люди, которые проживают на этой территории. И какие бы решения из прошлого, из сегодняшнего не навязывались тем, кто проживает на той или иной территории, в конечном итоге, всё-таки, если мы хотим жить в сбалансированном мире, учитывающем интересы всех людей, прежде всего проживающих на той или иной территории, должны учитываться настроения и планы чаяния этих людей. Вот мы свою политику в отношении этого региона и в отношении Боснии-Герцеговины и Республики Сербской будем строить именно на этих принципах. Пожалуйста, потише. Давайте. Да, сейчас. Давайте сейчас скажем. Ну, давайте. ЛНР, ДНР. Пожалуйста, прошу вас. Пожалуйста, пожалуйста. Да, мне всё равно. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо, что дали слово. Вы знаете, скажу честно, мы... Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Евгений Морулёв, Луганск-24. Большое спасибо, что дали слово. Вы знаете, мы, скажу честно, приехали без вопросов, потому что у нас вопроса нет. На сегодняшний день я считаю, что Луганской Народной Республике жаловаться точно не на что и не на кого. Мы просто приехали сказать вам огромное спасибо. Лично вам за то, что сегодня Донбасс в составе Российской Федерации. Огромное спасибо правительству за ту работу, которую она сегодня делает. Интеграция, интеграционные процессы проходят максимально безболезненно. И отдельное спасибо всем регионам-шефам. Они проделали огромную работу, и сегодня днём и ночью они трудятся. Наши дети наконец-то начали выходить на детские площадки. Новые, современные. Детские сады, школы. Спасибо вам. Низкий поклон. Моё руку пожать и вам от всего Донбасса. Большое спасибо. Вопрос, собственно, маленький. Один. Когда в гости? Спасибо большое. С удовольствием приеду. Я вот был, но, правда, был так незаметно, но, тем не менее, по Луганску проехал, посмотрел. Ещё раз хочу повторить то, о чём уже сказал, говорил. Вы знаете, всё выглядит довольно скромно, но не так, как в Москве. Москва – один из лучших мегаполисов мира, это, безусловно, сегодня стал таким. У вас всё скромно, но всё так убрано чисто, аккуратно. Это говорит об уровне общей культуры людей, которые там живут и работают. Ну, а о характере тех, кто на Донбассе, в том числе в Луганской народной республике проживает, уже говорить не надо. Столько лет боролись, не сдавались и побеждают. И уверен, победа будет за нами общая. Так что я в ваш адрес и в адрес тех, кто проживает на Донбассе, хочу направить слова благодарности и пожелать всяческих успехов. У нас продолжает поступать массовое количество вопросов. Давайте посмотрим, пожалуйста. Ну вот, стоит же человек. Здравствуйте, меня зовут Михаил Миносян, я волонтёр из Донецкой народной республики. Мы уже на протяжении 9 лет в Донбассе всегда помогаем своему региону с самого начала боевых действий. У меня погибли мои друзья-волонтёры во время выполнения гуманитарной миссии. Я также получил ранения и видел их смерть своими глазами. Владимир Владимирович, мы каждый день являемся на грани жизни и смерти, выполняя гуманитарную миссию. К нам приезжают ребята-волонтёры из других регионов. И когда они приезжают, они получают определённую страховку. И в плане, если они погибают или получают ранения, их родственники получают в том числе материальную компенсацию. Таких страховок для жителей ЛНР, ДНР сейчас нет существует. То есть мы, находясь у себя дома, рискуем точно так же, как ребята из других регионов. И поэтому огромная просьба, если это возможно, уравнять всех волонтёров нашей большой России в своих правах. Полностью согласен. Я уже примерно на такую тему высказывался. Все должны быть поставлены в равные права. Какая разница нам, где этот человек живёт. Это вне зависимости даже от того, был ли на момент получения травмы человек гражданином России или нет. Но в вашем случае тем более. Особенно это касается волонтёров, которые по зову сердца помогают нашим ребятам и гражданским лицам на этих территориях. Рискуют собой, своим здоровьем и жизнью. Конечно, это должно быть сделано. Обязательно будем к этому стремиться. И обязательно я добьюсь того, чтобы всё это было соответствующим образом отрегулировано. Огромное количество поступает. Вам спасибо большое. Огромное количество поступает. Нам звонков, видеозвонков. Секунду, извините, пожалуйста. У нас-то всё-таки очень важные вопросы из сёл, в том числе, поступают. Давайте посмотрим. Подождите, секундочку. Можно секундочку? Да, конечно. Вот здесь прочитал на экране большом. Когда будут ликвидированы микрофинансовые организации? А надо их ликвидировать? Вот да, там, наверное, проблем много. Но они в своей нише работают и многим людям помогают. Другое дело, что если они злоупотребляют доверием людей или ещё что-то делают такое, что не должны были бы делать, приводить их в чувство нужно. Вот это правда. Я ещё раз обращу на это внимание. Я уже много раз говорил с соответствующими нашими финансовыми властями на то, как работают эти микрофинансовые организации. Посмотрим ещё раз. Итак, вопрос от сельчан. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращается руководитель предприятия АПК «Сокол» Дмитрий Иванович Панин, Донской Казак, Волгоградская область, Хутор Серебрянский. В течение нескольких лет мы возрождаем ферму крупного рогатого скота. Мясо-молочное направление. В принципе, у нас всё идёт нормально. Предполагаю, что вот такие фермы на 100-200 голов являются самыми оптимальными для развития мясо-молочной промышленности для будущего. В связи с этим такой вопрос. Планируются ли какие-нибудь новые программы Министерства сельского хозяйства по поддержке подобных предприятий? И второй вопрос. Возим молоко по бездорожью, страшно тяжело, тракторами. Хотел бы спросить. Возможно, я доживу до того счастья, что нам всё-таки построят много лет обещанную дорогу. И последнее. Хотел бы передать привет нашим землякам, нашим воинам, станичникам. Ждём их с победой. Всё наше воинство. Слава России! И можно вот ещё вопрос... Сейчас, сейчас, откуда это? Это вопрос у нас из... Из Волгоградской области. И ещё вот вопрос. Интересуются тоже сельчане. Можно ли сказать, что продовольственная безопасность по основным видам продукции в стране обеспечена? Да. Ну, сначала вопрос, который Евгений Александрович задаёт. Ну, во-первых, у минисельхоза много программ по поддержке сельского хозяйства. И большие деньги государство выделяет. Но, конечно, без активного, такого, с полной отдачей труда селян ничего бы не было. А результаты в целом хорошие. Что касается небольших фермерских хозяйств. Из всего объёма помощи, которая выделяется государством на поддержку сельского соотрасли, 40% идёт на поддержку фермерства. Правда, и фермеры всё больше и больше, что сейчас не соврать бы, но, по-моему, процентов 15 не обеспечивают в общем объёме сельхозпродукции на внутреннем рынке. Это много. Первое. И второе. Их продукция разнообразит наш сельхозвнутренний рынок, сельхозпродукции. И это очень хорошо. Хочу обратиться ко всем тем, кто работает на селе. И в крупных предприятиях, в подсобных хозяйствах, фермерам. Хочу вас поблагодарить за результаты работы этого года. У нас опять один из рекордных урожаев. 150 с лишним миллионов тонн зерна. Правда, это общее количество в очищенном виде. Это будет где-то 146 с лишним миллионов тонн. Это вместе с так называемыми, скажем, новыми территориями, на которых произведено где-то 5-6 миллионов тонн будет. Результат очень хороший. Я здесь вот вспоминал руководство не сельхоза в связи с отсутствием необходимого количества яйца куриного и мяса птицы. Есть за что покритиковать. Но в целом результаты работы сельскохозяйственной отрасли, которая, разумеется, опять с большим плюсом сработала в этом году, ну и, соответственно, усилия Министерства сельского хозяйства, они заслуживают одобрения и хорошей оценки. Поэтому конкретно вот этим животноводческим небольшим предприятиям помощь оказывается целый ряд программ. Если чего-то не хватает, мы можем еще поговорить на эту тему. Я попрошу даже руководство Министерства сельского хозяйства связаться с этим конкретным предприятием и поговорить. Там же есть различные варианты поддержки подобных хозяйств. Нужно ли что-то еще дополнительное придумать? Нужно просто воспользоваться тем, что имеется. Но, повторяю, я хочу, чтобы Евгений Александрович тоже знал, что мы будем эту работу продолжать. Руководство Министерства тоже с вами свяжется и поговорить на эту тему. По поводу обеспечения продовольственной безопасности можно с уверенностью сказать, что продовольственная безопасность России обеспечена. Есть проблема, которая касается семян, семян, прежде всего, в общем, самых разных культур. Здесь есть над чем работать. Есть задачи в области селекции стоят. У нас программа есть, по-моему, она до 30-го года, по семенам, или до 25-го, не по-моему, до 30-го года. И она реализуется, осуществляется эта программа. И она будет, будут и выделяются необходимые финансовые ресурсы для этого. Вот это проблема, которую мы должны решить. Она решается, но мы ее решим окончательно. — Владимир Владимирович, следующий год в нашей стране — год семьи. Совершенно прекрасный повод еще раз вспомнить о наших родных, близких. Вы как-то сказали, что нет ничего лучше, чем семья, где растет много детей. Я в этом году сама стала мамой. Моей дочке сегодня ровно полгода. Прямо вот аккурат сегодня. — Поздравляем. — Ну, вообще, вы знаете, тема детей, она очень тонкая, деликатная. И так случается, что когда женщина узнает о своей беременности, бывает, что по каким-то важным, веским причинам она принимает решение ее прервать. Тема абортов в нашей стране сейчас очень горячая. Она волнует наших граждан. Вот буквально несколько обращений зачитаю из Москвы. Просим остановить вакханалию с абортами. Запрет в частных клиниках приведет к увеличению нагрузки на государственные больницы, которые и так, ввиду реформы здравоохранения, беспощадно сокращают. Запрет абортов — это прямой путь к подпольной деятельности врачей и увеличению смертности среди женщин. Это же глупо. Какова ваша позиция? Ну, а запреты разве есть? Пока нет. Но, возможно, уменьшение количества в частных клиниках? Ну, почему говорят о какой-то вакханалии запретах? И же нет. Что касается всяких запретов, то я, знаете, сейчас вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самого наварения и к увеличению жертв от этих отравлений этими суррогатами. И здесь, в этой области, о которой вы сейчас упомянули, и о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно. Разумеется, мне известна позиция церкви, и другой позиции церкви быть не может, потому что церковь, она борется за жизнь каждого человека. И у нее есть свое отношение к вопросам абортов. Это понятно. В то же время, вот я сейчас упомянул про печальные результаты антиалкогольной кампании. Мы должны это иметь в виду. Но государство заинтересовано в том, чтобы эта демографическая проблема решалась бы, если бы женщины принимали, после того, как узнают о своей беременности, принимали бы решение в пользу сохранения жизни ребенка. Это очевидная вещь. Но, повторяю, права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться. А вот как решать эту проблему, это прежде всего решение проблемы лежит в двух, как мне кажется, как минимум в двух областях. Первое – это обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является, безусловно, большая семья. Это воспитание в том смысле, что ребенок – это дар Божий всех, и женщин, и мужчин. И это, конечно, лежит в сфере материального благосостояния. Вот мы говорили о первичном звене здравоохранения. Но кроме этого нужно, безусловно, обратить внимание на женские консультации. Надо приводить там все в порядок, есть над чем работать. Надо думать о том, как и какими темпами приводить в порядок родильное отделение региональных больниц и поликлиник. Вот над этой стороной дело надо думать. И третье – нужно думать на тему о том, как и дальше работать по поддержке семей с детьми. Это и ипотека, и субсидии, и дальнейшее совершенствование всего инструментария, который наработан государством за последние годы с точки зрения поддержки семьи с детьми. Вот примерно такое отношение. Я предлагаю вернуться опять к регионам, к журналистам. Давайте сюда. Давайте вот я вижу средний ряд, поворот на восток. Дайте, вы представьте, из какого вы СМИ. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Павел Зайцев, общественное телевидение «Приморье». Не такой молодой, как коллега из Магадана, но, надеюсь, не менее энергичный. Владимир Владимирович, поворот на восток. Это такая глобальная стратегия, о которой рассуждали раньше, больше дискутировали. Сейчас она планомерно и поступательно реализуется, особенно в экономическом плане. И вы вот уже коснулись многих вопросов, многих сфер. Это и железнодорожный транспорт, и авиатранспорт, и автопром, и так далее, и так далее, что очень волнует дальневосточников. Но вот один из главных показателей – это поставки российского природного газа в дружественные страны Азии. И вы тоже упомянули вот о газификации. Это тоже очень важный момент, в том числе для Дальнего Востока. Насколько перспективен этот рынок азиатский для нашей страны? Какие преференции, может быть, для Дальнего Востока он влечет? И вместе с тем, хотелось бы спросить, резонный вопрос возникает у многих россиян, и неоднократно сталкиваемся с этим на интернет-площадках, почему при огромнейшем давлении, санкционном на Россию в нынешней геополитической ситуации один из важнейших наших ресурсов – природный газ – до сих пор поставляется на Запад. Вы упомянули Молдову, в том числе и через Украину, в Европу. Вот не проще ли было бы развернуться на дружественных партнеров в Азию и уделить внимание газификации регионов? Спасибо. Да. Во-первых, мы газификацией занимаемся, я уже говорил об этом. Еще раз повторить, 450 тысяч домохозяйств подключены к газовым сетям, миллион получили техническую возможность это сделать, и мы будем продолжать эту работу. Почему мы поставляем в Европу? Газпром – надежный партнер, у него есть контрактные обязательства, он всегда исполнял эти контрактные обязательства и сейчас исполняет. То, что Европа недополучает газ, это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас это свалить, что мы что-то не продаем. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод Ямал-Европы, это сделала Польша. Не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина. И не мы взорвали Северный поток-1 и частично Северный поток-2. Это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал. И не мы не открываем Северный поток-1, потому что частично наполовину, хотя бы одна труба там работает. Это Германия не делает. Ну, не делает, не хочет, не надо. У них там взлет цен, закрываются целые отрасли промышленности, стекольная, химическая, металлургическая страдает. Соответственно, все, что с этим связано, там реальные проблемы. Значит, скорее всего, немецкая экономика в минус уйдет, в небольшой, но в минус. Но это их решение, а не наше. А Газпром выполняет все свои обязательства. В том числе и по транзиту через территорию Украины. Поэтому нам нет... Да, но мы и деньги получаем. Конечно, Украина получает за транзит. Мы как бы на Украину как будто и не поставляем. На самом деле они потребляют наш газ, кстати говоря. Ведь знаете, как там устроена газовая сеть на Украине еще с советских времен? Вот здесь вход, как бы магистральный газопровод, тот, который идет в Европу. На самом деле, как только газ наш вошел на территорию Украины, он сразу расходится по всей территории страны. Джим, и растекается. А то, что Украина накопила за летний период в ПХГ на западной границе своей, то поступает туда как будто это идет напрямую из Газпрома, как будто. И таким образом выполняются обязательства перед потребителями. Прежде всего сегодня это Южная Европа. Ну, надо сказать, что зачем нам Венгрию наказывать или Словакию? У нас нет такой цели. Да и деньги они исправно платят. Причем деньги приличные. Что касается, поэтому мы никогда ничего не делали по политическим мотивам и делать, в общем, не собираемся. Что касается поворота на восток. Ну, это он произошел не, я уже много раз говорил, не в связи с тем, что у нас обострилась ситуация на украинском направлении. Нет, мы же давно начали это делать. Газопровод в силу Сибири же построил не в связи с Украины, он раньше начал строить. Почему? А потому что мы видим тенденции развития мировой экономики. Создаются новые центры экономического роста. Там потребитель основной возникает. Мы туда и направляем, где покупают и нефть, и газ, и уголь. И дай бог здоровья всем этим экономикам, которые потребляют наш энергоноситель и нам за это деньги платят. Мы думаем над дальнейшим расширением и поставок в Китай, думаем над другими странами, как возможные потребители. Кстати, сказать, Япония не отказывается, берет. Ну, пожалуйста, берет и ради бога, пускай дальше это делает. Мы не против. У нас в Арктике компания «Новотек» развивает отношения, кстати говоря, и с некоторыми европейскими партнерами до сих пор, и с азиатскими. Китай там присутствует уже, активно работает и намерен работать дальше. Мы это приветствуем. Так что в этом отношении у нас ситуация стабильная и основана не на конъюнктуре политической сегодняшнего дня, а на таком основательном интересе России с ориентацией на растущий экономический центр мировой. Точно не можем не сказать о еще одной теме, которая очень сильно волнует людей. Трудовая миграция. Да, вот сейчас в крупных мегаполисах прошли сильнейшие снегопады, и многие благодарны мигрантам, помогли расчистить. Не факт, что сами бы пошли работать. Но, скажем, очень мягко есть и озабоченность количеством мигрантов последствиями такой миграции. Некоторые регионы даже вводят ограничения на работу мигрантов. Что вы вообще думаете об этой проблеме в целом? Это непростая проблема. Она, в общем, характерна для очень многих стран мира, для нас тоже. У нас по разным подсчетам свыше 10 миллионов мигрантов трудовых. Но здесь и рынок труда у нас, я уже говорил в начале, 2,9% безработицы. То есть ее нет почти. А потребности в рынке труда есть. Но это не значит, что мы здесь любой ценой должны и в ущерб коренному населению в России должны решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда. Здесь привлекать нужно? Нужно. Но, конечно, мы прежде всего заинтересованы в квалифицированной рабочей силе. Без рабочей силы более низкой квалификации тоже вроде как не обойтись. Но нужно, во-первых, вместе с нашими партнерами из стран, откуда эти мигранты к нам приезжают, начинать работу заранее. И надо сказать, что наши друзья из этих стран, они только за. Открываются русские школы с русским языком, открываются филиалы наших вузов, университетов. Мы это приветствуем и всячески будем это делать. Они нуждаются и просят нас о том, чтобы мы прислали своих учителей, расширяли эти программы, учебники к ним прислали. Это надо заранее готовить. Первое. Второе. Нужно, чтобы все мигранты без всяких сомнений уважали наши законы и традиции народов Российской Федерации. А соответствующие органы власти следили бы за этим соблюдением и своевременно бы реагировали на нарушения. Третье. Нужно создавать нормальные человеческие условия для этих мигрантов. Вот здесь я видел на этих досках, на экранах вопрос, сколько мы будем тратить деньги, сколько денег будем тратить на решение социальных вопросов членов семьи мигрантов. Да, конечно, я понимаю чувствительность этого вопроса. Но разве будет лучше, если мы вообще бросим этих людей, этих детей, там, жён мигрантов? Чего? Во что это превратится? Нам лучше влиять на них. Да, и здесь всё так просто, ни чёрные, ни белые. В некоторых школах у нас там детей мигрантов больше становится, чем местных граждан. Заранее надо решать эти вопросы, надо их готовить, надо с ними работать, а не делать вид, что проблемы возникают только прямо сейчас. И, наверное, нужен специальный орган, не только МВД, который занимается техническими правовыми вопросами. Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно бы находил решение по каждому аспекту этой проблемы. Это большая работа, но без всяких сомнений мы должны руководствоваться прежде всего, и я хочу обратить на это внимание, все представители всех направлений и уровней власти. Прежде всего надо руководствоваться интересами местного населения, граждан Российской Федерации. Кстати, мы вот с Екатериной обратили внимание, очень было много посланий, очень много было просьб к вам от граждан разных европейских стран, граждан США, выдать им российское гражданство. Италия, Швеция, самые разные страны, Германия. Причем, знаете, истории, которые описывают люди, которые к нам обратились на прямую линию, совершенно дикие. Вот, например, в Швеции семью просто выселили из собственного дома, когда началась СВО. Люди хотят вернуться в Россию, жить там постоянно. У нас есть определенные правила, есть правовое регулирование, которое решает вопросы получения российского гражданства. Мы будем это только приветствовать всех загнепослушных граждан других стран, которые хотят переехать в Россию, жить здесь, работать, связать с нашей страной свою судьбу, судьбу своих детей. Я знаю, может быть, нет такого массового потока, как количество иммигрантов, которые направляются в страны Западной Европы, из, скажем, Африки, Ближнего Востока, либо в США, из Латинской Америки. Там из-за этого меняется и скоро поменяется этнический состав, соотношение этнических групп в тех же Штатах неизбежно будет поменяться, и увеличение латиноамериканского населения неизбежно. Ну, мы должны за этим внимательно следить, но те категории, о которых вы говорите, люди, которые сознательно, даже не в силу экономических причин, к нам стараются переехать, мы будем только приветствовать. Ну, в соответствии с нашим законом будем действовать. Владимир Владимирович, четырехчасовой рубеж мы преодолели. Может быть, Блиц? Блиц? Ну, давайте. Кем вы мечтали быть в детстве? Ну, я говорил об этом. Я в разные... Каждый человек в разные периоды своей жизни по-разному относится к ценностям, которые его окружают. Я хотел быть и летчиком, и там... Ну, основная уже, когда в старших классах, я хотел быть разведчиком. И я, как вы знаете, стал он. Ну, такой совсем новогодний вопрос. Что вы больше любите, селедку под шубой или оливье? Смотреть, что закусывать. А самый запоминающийся подарок от Деда Мороза? Вы знаете, самый запоминающийся подарок... Я думаю, что очень многие и в зале в этом, да, и те, кто нас слушает и видит, согласятся. А самый большой подарок – это дети. И дети наших детей. Это подарок от Всевышнего. А какой совет вы бы дали молодёжи? Да, кстати говоря, насчёт подарков сейчас. Но больше всего, наверное, нас радуют даже не те подарки, которые дарят нам, а те подарки, которые дарим мы. Потому что мы смотрим на себя в зеркало и говорим, ай, какой я молодец. Понимаете, это... И это, я уверен, особенно для мужской части аудитории и страны, это точно совершенно. Больше удовольствия приносит сам процесс дарения кому-то, чем получения от кого-то. Хотя и то, и другое приятно. Значит, по поводу... Какой бы совет вы дали молодёжи? Вот это у нас же есть народные мудрости, их очень много. Одна из них – это береги честь с молоду. Это, вы знаете, это в самом широком смысле этого слова. Надо заранее думать сегодня, надо думать о том, что будет завтра. Но вот ещё, что я к этому присовокупил бы. Надо ставить перед собой всегда амбициозные цели и задачи. Ставить перед собой такие задачи, которые, может быть, и такие цели, которые кажутся, может быть, недостижимыми. Но если человек ставит перед собой такие цели, он всегда будет бороться, к ним идти и точно будет добиваться успеха. Владимир Владимирович, а что читаете? Ну вот сейчас ещё перечитаю Уголовный кодекс. Потому что некоторые считают, что наказания у нас слишком суровые за определённые, незначительные, как ваши коллеги думают, правонарушения. Но у меня мало времени на чтение. Вот у меня на тумбочке, так скажем, в спальне лежит Томик Лермонтова. Я люблю. Он такой очень, ну, гениальный, гениальный молодой человек был. Мне очень интересно, как такие вот гениальные люди того времени, как они мыслили, какие были ценности, как это соотносится с сегодняшним днём. Ну, и вообще, ну, гениальный человек. Я с удовольствием читаю. Дмитрий Сергеевич. Уже действительно больше четырёх часов. Всё-таки, может быть, через общение с журналистами уже подведём итог, Владимир Владимирович? Как бы кто-то из... Владимир Владимирович, я видел здесь... Ну, давайте, Бурятия. Бурятия? Да, сейчас. Бурятия не отступают, я помню. Да. Бурятия не бегут, как вы сказали. Бурятия не бегут. Это не я сказал. Это наш герой. Владимир Владимирович, здравствуйте. Екатерина Иллистратова, город Улан-Удэ, республика Бурятия, ТВКОМ. Как вы знаете, в Бурятии есть уникальный центр восточной медицины. Это единственный центр в нашей стране, где лечат традиционными и даже нетрадиционными методами диагностики на восточных методах. Сейчас там изготавливают лекарственные препараты, а также огромную оказывают помощь участникам СВО в реабилитации. И очень хочется, чтобы произошло расширение мощностей, потому что спрос большой. Хочется, чтобы бойцы получали лечение в достаточном количестве, как можно больше бойцов проходило там реабилитацию, потому что там реально людей ставят на ноги, есть этому примеры. Поэтому просим поддержать создание нового корпуса Центра восточной медицины. Ну и придать центру статуса научно-исследовательского института. Просим поддержать. Хорошо, мне нужно только побольше конкретики. Какой конкретно, где это? Центр медицины. Хорошо, я пометил. Он один у нас. Хорошо, прошу. Мы возьмем чек-координаты. Возьмите, пожалуйста. Договорились. Давайте, прошу прощения, давайте вот в этот сектор, в этот сектор, давайте вот Югра, Югра. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. По итогам августовского совещания с членами правительства, вы поручили рассмотреть создание железнодорожной магистрали, которая свяжет Югру с Сибирью, Якутией. По вашим оценкам, насколько это реалистичный проект и когда югорчанам ждать его реализации? Он нужен, этот проект. И правительство РАО РЖД рассматривает возможные варианты. Всегда это связано с инвест-программой РАО РЖД. Сейчас, конечно, наиболее значимым является развитие Восточного полигона. Все усилия туда сосредотачиваются. Но это направление, оно тоже так или иначе имеет отношение к решению магистральных задач. Я не буду врать, я просто у Белозерова поинтересуюсь и у Белоусова Андрея Романовича, которые по линии правительства курируют все эти направления. Вернемся к этому и посмотрим еще раз. Хорошо? Сибирь! Сибирь! Давайте, Сибирь! Добрый день. Елена Беляева, ГТРК Иртыш, Вести Омск. Вот сегодня уже говорили про поворот на восток. Там, понятно, сейчас у нас определенный экономический интерес. И вот Омская область как раз находится на пересечении крупных транспортных путей. Как вы знаете, у нас и Транссибирская магистраль, и Иртыш судоходный, и трасса федеральная, которая связывает восток и запад страны. И грузопоток. Основной идет Европа, Казахстан, Средняя Азия через Омскую область именно. Но есть такая проблема. Довольно протяженный отрезок очень востребованной трассы Тюмень-Новосибирск, для нас в сторону Новосибирска, это двухполосная дорога. Очень аварийная. Я сама по ней езжу, вижу вот эти фуры по кюветам лежат. И, соответственно, планируется ли расширение этой трассы, это первое. И второе, чтобы нам максимально эффективно решать вот те логистические задачи, которые страна сейчас ставит перед нами на благо страны, нам нужен и аэропорт большой, современный, международного класса. Можем ли мы рассчитывать на федеральную поддержку? Вот смотрите, у нас, вы знаете, сейчас, ну не сейчас, в начале нашей беседы, мы говорили о трассе на Казань, а потом, кстати говоря, на Тюмень и Новосибирск, мы кольцо хотим там сделать. Вот на это средства есть, они выделены, мы будем реализовывать, они реализуются, эти планы. Значит, вот конкретно этот участок надо посмотреть. Я обязательно Марату Шкетановичу Хусновину скажу об этом. Ну, это требует больших инвестиций. Надо посмотреть, нам же нужно реализовывать то, что уже у нас в планах, то, на что заточены строители, уже выверены трассы и так далее. Ну, я хорошо скажу обязательно и Министерству транспорта, и курирующему вицу премьера. Подумаем на это сейчас. Аэропорт, ладно. Хорошо. Сейчас не нужно кричать. Друзья, и заключительный вопрос, потому что мы уже ушли за 4 часа. Вот давайте Колесников, Андрей Колесников, который завершит вот эту часть пресс-конференции. Добрый день, газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, вы сами говорили, что мир никогда уже не будет прежним. Скажите, вот что бы вы, если бы у вас была такая возможность, сказали бы Владимиру Путину образца 2000 года, какой бы вы дали совет, чего бы предостерегли, жалеете ли вы о чём-то? Значит, что бы сказал? Я бы сказал, верной дорогой идёте, товарищи. Вот, значит, от чего бы предупредил? От избыточной, от наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнёров. И по поводу советов на путстве надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха возрождения, в становлении и развитии России. Спасибо. Спасибо вам большое. Пожалуйста, не сердитесь, если не на все вопросы ответил. Ну, действительно, надо же и честь знать. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Ну что, вот и заканчивается прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией в этот раз. Тут очень важно, мне кажется, нужно сказать, что нас смотрели... Нас смотрели очень много в прямом эфире людей. Под 60 тысяч было в какой-то момент 59 тысяч. Мы знаем, что многие из вас, судя по комментариям в чате, многие из вас впервые оказались на нашем канале. Так случилось, что YouTube выдавал нашу трансляцию первой среди всех по запросу «Прямая линия Путина, друзья». Я знаю, что вы писали свои вопросы прямо в нашем чате, но не можете получить на них ответов. Путин их никак не увидит. Но у меня есть лучше, важнее идея для вас. Вам нужно подписаться на Ходорковский лайф и буквально за неделю регулярного просмотра, поверьте нам, многие свои вопросы, ответы вы найдете в наших эфирах. Да, но и мы на самом деле не заканчиваем наш эфир, потому что попробуем все-таки разобраться, что же Владимир Путин нам такого наговорил. У меня личное ощущение, что ему неинтересно было. Мне кажется, он устал. Это, мне кажется, была максимально скучная линия, прямая линия Путина. Смотрите, ничего вообще. То есть что-то должно было проскочить по нашей версии. Понятно, что не будет жестких вопросов. Понятно, что не дадут Путину как-то особенно наехать на него, потому что сейчас не время, скоро выборы. Но не было ни про репрессии, ни про инагентов, ни про мемориал, ни про политических конкурентов, ни про мобилизованных, не было жены мобилизованных, которая бы требовала вернуть его назад. А мы знаем, что сейчас эта проблема стоит довольно острая. Это единственный, возможно, более-менее организованный протест сейчас в России. Не было ни про его выборы, ни про, значит, может быть, не стоит идти на выборы, дать дорогу молодым. Не про его предвыборную программу. Ничего из этого не было. Даже фактически не было нормального вопроса про то, когда закончится война. Но было много несостыковок, было много фальши, много лжи, много фейк-ньюс. Разобраться в том, что же Путин напутал, где он наврал, где он приврал, где он просто выдал фейковую цитату. Бисмарк? Совершенно верно, да. Нам поможет наш коллега Илья Давлячин, журналист Телеграм, когда мы можем объяснить. Илья, я рад приветствовать тебя. На что обратил внимание ты и твой пытливый ум? Слушай, ну на самом деле считать... Я в какой-то момент считал, когда Путин ошибается, заблуждается или выдает желаемое за действительное, но где-то после 20-го раза, когда у меня закончились пальцы на руках и ногах, я перестал это делать. Как обычно, у Путина все прекрасно, и в принципе, в какой-то мере, его цифры соответствуют действительности. Но Путин часто лукавит. То есть, говоря одну какую-то статистическую особенность, он не говорит об остальном. Ну, например, он говорил о том, что прибыль российских предприятий по итогам 2023 года выросла на 24%. Да, в целом, если верить Росстату, если смотреть цифры по Росстату, это действительно так. Но, во-первых, что это за предприятие? Это, конечно же, оборонка. Это, конечно же, военные предприятия. Понятное дело, что их прибыль будет расти в военный год. И это компании, которые, например, обеспечивают оборонку и военные предприятия. Ну, вот давайте назовем компанию «Ланпринт». Она находится в Москве. Она завозит санкционные товары из Ирана и Китая. Ну, например, там ноутбуки Lenovo, чипы различные, там Texas Instruments, Nvidia и так далее. Вот ее прибыль за военный год выросла, внимание, в 3600 раз. И составляет 36 миллиардов рублей. То есть это, между прочим, бюджет региона вроде Адыгея. Так что, когда Путин говорит о том, что прибыль предприятий растет, да, она растет. Ну, например, есть компании, ну, такие как горная промышленность, там доходы упали на 51%. Компании, которые, кстати, занимаются розничной торговлей, у них падают доходы на 13%. А что это значит? А это значит, что у россиян становится меньше денег, и россияне могут меньше позволить себе товаров. Путин к тому же сказал, что все надеялись, что у нас что-то там все рухнет. Ничего не рухнуло. Но у меня вопрос к Путину. Если ничего не рухнуло, почему тогда Россия закупает, первое, чипы и комплектующие в Индии, Китае и Иране? Почему, например, пуговицы? Мы писали о том, что российская компания закупает пуговицы и молнии у предприятия из Латвии. А что, в России проблемы есть с металлом и нефтью, что пуговицы и молнии теперь не могут приобрести и сделать сами в России? Ну, в общем, фейков было много. Самый, конечно, запоминающийся это, ну не то, что фейк, а как обычно Путин говорит что-то и забывает о том, что на самом деле. Вот он сказал, второй волны мобилизации не будет. Это справедливо. Да, второй волны мобилизации не будет, потому что первая волна мобилизации не закончилась, потому что Путин до сих пор по закону он обязан это сделать. Чтобы там Клишевс не говорил, или там Картополов, или этот наш любимый алкодепутат Гурулев, он обязан подписать указ о прекращении мобилизации. Поскольку этого указа нет, мобилизация будет продолжаться, и никакой второй волны не нужно, чтобы там сегодня не говорил Путин на вот этом самом своем брифинге и прямой линии. Скажи, пожалуйста, обратил ли ты внимание, вот многие обратили, и мы тоже, особенно это было видно в самом начале, возможно, даже цвета корректировали. Тебе не показалось, что там было немного, у нас тоже не видно, но это так, вот мы тоже даже положили к себе немного желто-синего. Дело в том, что в таких было цветах странных оформлено, Путин вышел с желтой папкой, и через пару вопросов он эту желтизну прикрыл, потому что у него синий фон и желтая папка. Ну такое. У людей были желтые бейджики, и им подносили синий микрофон. Это что, похоже на дизайн-диверсию? Слушай, мне кажется, мы часто выдаем желаемое за действительное. Я от себя тоже стал ловить на мысли. Вот часто, например, на спортивных соревнованиях там залы оформлены, желтый пол и там синие стены, например, или наоборот. Вот за последнее время мы стали все активнее к этому присматриваться, и я думаю, что сегодня тоже там ничего не нужно особого видеть в этой ситуации. Это примерно, кстати, как со взрывами, с пожарами, которые в России происходят, якобы все чаще. Мы смотрели статистику, ну, МЧСовскую и МВДшную, и на самом деле там, ну, не сильно отличаются все вот эти вот случаи чрезвычайных происшествий от того, что было там в 22-м, в 21-м годах. Но из-за того, что такая ситуация, война идет, и люди гибнут, поэтому, ну, присматриваться, присматриваться стали чаще. Кстати, кстати, о населении. Путин сегодня вот, когда говорил о достижениях и успехах, он сказал, что средний возраст в России, если не изменя памяти, к концу года достигнет возможности 74-х лет. Ну, так вот, вообще-то, в европейских странах средняя продолжительность жизни, ожидаемая средняя продолжительность жизни, это так называется, она уже давно перевалила за 80 лет. А в той же Андорре, например, она составляет 84 года. Поэтому, когда Путин похвалится цифрами, вот смотрите, у нас люди аж 74 года стали жить в среднем, но Путину 71, да, год, насколько я помню. Вот, почти дожил до этого самого возраста, но хвалиться здесь особо нечем, потому что в открытых европейских странах уже давным-давно перешагнули за рубеж 80 лет. Да? Да, ну, а скажи, пожалуйста, обратил ты, ну, окей, что-то мы выдаем там как желаемое за действительное, но с цитатой Бисмарка эта ошибочка вышла, обратил ли ты на нее внимание, можешь ли ты ее как-то объяснить, и вообще, насколько типично, что Путин перевирает так или иначе исторические, даже не факты, а вот просто элементарно вносит в массы заблуждения относительно цитат знаменитых деятелей исторических. Ну, видимо, у Путина там были свои какие-то учебники сейчас, мы знаем, что историю будут учить по учебнику Мединского и ректором Гемо Таркунова, и там, наверное, тоже, ну, наверное, там уже есть огромное количество фейков, мы тоже их, о них рассказывали, да, об СВО, так называемой, о религии, о свободе слова, в принципе, что-то умалчивают, что-то перевирают, поэтому вот эти истории, когда Путин перевирает чьи-то цитаты, его же никто не поправляет после этого, по идее, Лиза Рубин и вторая ведущая, не помню, как его зовут, Березовская, Березовская фамилия, вот, они, конечно же, не поправили Путина, хотя на передними стоят ноутбуки, и можно буквально за считанные секунды загуглить, в принципе, эта цитата про Бисмарк, насколько я знаю, она вот ходит из года в год в различные мероприятия, в том числе у Путина, и по-моему, с этой цитаты Бисмарка уже тоже не в первый раз выходит вот такой казус, ну, поскольку Путина никто не поправляет и не говорит ему, Владимир, Владимир, чего, чего, идиот, что ли, вы откуда это вообще взяли, ну, он продолжает вот гнать по-прежнему эту пургу и рассказывать цитаты, которые на самом деле фейковые и не имеют никакого отношения к реальности, вот точно так же, как он бравирует этой самой статистикой, которая не имеет никакого отношения к действительности, часть имеет, а часть не имеет, вот он сегодня возмущался тем, что выросли цены на автомобили, а что произошло, Владимир Владимирович, а вот подскажите, почему выросли цены? А потому что комплектующих нет в России нормальных, потому что вы покупаете детали в обход санкций, которые идут вот такими окольными путями, да, через Индию, через Иран, и поэтому, и поэтому автомобили растут, поэтому, ну, возмущение Путина выросшими ценами, оно, оно довольно странно выглядит, потому что понятно, почему цены растут. Илья Давлячин, журналист, можем объяснить, очень крутой телеграм-канал, подпишитесь, если еще нет. Ну, и на самом деле, пока Владимир Путин рассказывал о стремительном росте экономики России, колоссальных надоях, россияне-то интересовались куда более актуальной информацией. Мы, на самом деле, собрали сообщения, которые мелькали на экранах во время трансляции. Давайте посмотрим. Например, самое первое. Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью? Можно ли выиграть войну, сидя в активной обороне? Сейчас, наверное, и на такое мы сможем посмотреть сообщение. Это подтверждение, что не мы придумали тут с Дмитрием Сергеевичем, знаете ли. Или сообщение из Дагестана, почему там лоток яиц стоит 550 рублей. Ничего себе. И про газ. Мы дали газ Китаю, дали газ Европе, а когда же в Хакасии будет газ? Ну и вопрос такой метафизический. И как можно переехать в Россию, про которую рассказывают по Первому каналу? Знаменск в Астраханской области скоро умрет вся медицина и мы за ней. Вопрос от молодежи, когда ТикТок откроют. Ну, кстати говоря, мне кажется, что это может быть и... Шутки кто-то чувствует? Когда россияне будут есть черную икру, ну, это, видимо, точно шутки. Эти сообщения Владимир Путин не читал. Он некоторые со стен зачитывал, а эти пропустил. Ну, это сообщения еще, которые появлялись накануне, когда мобилизованных отпустят. Почему 300 тысяч человек должны служить за всю страну? Чиновники имеют счета недвижимости за границей, их дети учатся там же, зачем им интересы России и как они могут занимать высокие посты? Ничего подобного озвучено, конечно, не было. Опять зазеркали вопрос, господин президент, когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной? Я понимаю, что чудес не бывает, но очень хочу. Вот такое тоже случается. Ну, и зубодневное, новогоднее, почему яйца по космической цене? Такое тоже было. Кстати, про яйца, я, как вы понимаете, вот тему просто так пройти без комментария не могу. Вы заметили, как много было кхе-кхе в этой трансляции? И я заметила еще большую деталь, что кхе-кхекать он начал на вопросе про яйца и дальше уже просто не мог остановиться. Да, друзья, хотелось бы анонсировать наших гостей, которых мы ждем в эфире. У нас будет Абаз Галямов, политтехнолог, который некогда работал в администрации президента. Уж он-то сможет объяснить нам, что это за диверсия такая была, зачем вдруг стали вешать на экраны вопросы, которые точно не прошли. Да, но вот журналист Кафрида Рустам у себя в Твиттере, например, объясняет это для того, чтобы мы все об этом написали. Ну, видите же, какая свобода слова. Вот любые вопросы проникают, так сказать, если не прямым текстом в микрофон, то они проникают хотя бы на стены вокруг Путина. Да, но это же обратил внимание и оппозиционный политик Алексей Естович из Украины. Он в своем Телеграм-канале написал, что вот удивительное дело, да, у Путина и желто-блокитный колор в пресс-конференции присутствует. Там желтого даже меньше стало в конце. Обратите внимание, они начали прямо в процессе вот этот вот тон менять с желтого на такой более оранжевый какой-то вот такой. И это было, конечно, еще более заметно. И папочку тоже сразу уже на втором вопросе желтый цвет папочки он закрыл. Вот наши желто-синие папочки никто не закрывает. Наоборот, любые цвета. Радуга может быть. Кроме Аббаса Галямова мы ждем еще экономического обозревателя Вячеслава Ширяева, который поможет нам разобраться с экономикой. Ну и Нина Львовна Хрущева, взгляд из Соединенных Штатов Америки, что там думают, какие ожидания от речи Путина. А про Штаты Путин на самом деле говорил довольно много. Например, про Эвана Гершковича вопрос был от американской журналисты. Он вообще сделал вид, что не понял. Я уверена, что он знает про Эвана Гершковича. Но сначала он сделал вид австрийский. Австрийский парень какой-то, что это? Австрияк какой-то. Отыграл. Отыграл. Но меньше всего отыграть у Путина в этот раз получилось вот эту внезапную, по крайней мере, или он наоборот слишком хорошо отыграл, но нам кажется, что довольно внезапно было, когда задали вопрос у Санкт-Петербурга, якобы студент Петербурга наложил на себя с помощью искусственного интеллекта маску Путин, сделал его голос и задал вопрос. И я думаю, что если мы сейчас эту картинку не можем показать аппаратную, меня сейчас сориентируют, можем или нет, фоткай хотя бы, там видно, какие у Путина глаза, и всю потом заминку слышно. То есть, он что-то действительно такое, если не проговорил, то, значит, почувствовал что-то неприятное, и это было видно, внутри себя. ты думаешь, что это было неподготовлено, это было испробно? Не знаю, тогда он хорошо отыграл. Вот как раз этот момент на вашу карту. Сейчас у Путина будут такие широкие глаза, потому что, нет, они, наверное, уже были, когда он появился. Были-были. Да, вот в самый момент, когда только-только, значит, появился его оппонент, если можно так сказать. Ну, и мы спрашивали у наших зрителей во время трансляции, а как вы думаете, какой ответ, какой вопрос вы больше всего ждете, ну, и, соответственно, какой ответ, результаты неудивительные. Про конец войны 65%, подавляющее большинство. Второе место про выборы всего лишь 15%, довольно большой разрыв. Действительно, накопилось у людей много вопросов и про конец войны, и про ротацию, и про демобилизацию. Но тут все было довольно-таки скучно и предсказуемо, хотя, надо сказать, справедливости ради, с этого Владимир Путин начал свою речь, и начал он отвечать именно про мобилизованных. Вот у меня есть цитата, у нас прошла частичная мобилизация, к началу много было иронии, смешков, прилепили название к этим людям мобики. Отлично воюют ребята, 14 героев России из числа мобилизованных, не говоря про другие награды, 244 тысячи, находятся напрямую в зоне специальной военной операции. конец цитаты. Ты рассказал про наш опрос, 65% зрителей хотели бы услышать от Путина про конец войны, я только хотела добавить, что проголосовал у нас на минуточку 11 тысяч человек, то есть это довольно, когда мы говорим про 65% от тех, кто нас смотрел, вы имеете в виду, что это довольно большое количество людей. и с нами экономист Вячеслав Ширяев. А, сейчас подключается, в прошлом прощении. В ближайшее время обсудим. Немножко цифр, на самом деле пресс-конференция продлилась 4 часа 4 минуты, Путин ответил на 67 вопросов, вопросы в этот раз задавали как и обычные граждане Российской Федерации, так и журналисты, и иностранные корреспонденты тоже были. Мы пока что... Сколько было мы считали вопросов иностранных журналистов? Ты знаешь, мне кажется, мы насчитали 4, потом был еще один, была еще Республика Сербская. Да, Республика Сербская была, значит, был представитель Китая, был представитель Турции, Франции, Соединенные Штаты Америки про Гершкович, да, и потом Республика Сербская. Да, удивительно, что не было вопросов от соседей по бывшему Советскому Союзу. Нам за них выступала МГТРК МИР, как бы, как бы. Возможно. Помнишь, про Молдову, которая хочет выйти? Итак, Вячеслав Ширяев, экономический обозреватель, присоединяется к нашему эфиру. Слава, привет, рада тебя видеть у нас. Здравствуйте, Митя и Елена, рад видеть вас тоже. Да, спасибо. Ну, что, на что ты обратил внимание? Что больше всего, наверное, тебя удивило, если говорить про экономический блок Владимира Бутина? Ну, вот я здесь выписал несколько моментов для себя, которые, наверное, одним словом, если, или одной фразой заглавить, то это вопрос из SMS, который висел на экране и попал в трансляцию, то есть, Владимир Владимирович, когда же реальность, которую вы располагаете, совпадет с нашей действительностью, в которой мы все существуем, вот, и я так понял, что из всех вопросов только один был заранее достаточно хорошо проготовлен, то есть, такая домашняя заготовочка, которая должна была в виде какого-то новогоднего подарка к столу подоспеть, это отмена комиссии ЖКХ, то есть, действительно, когда граждане платят, оплачивают услуги ЖКХ, с них банки еще берут комиссию за эти проводки, хотя для банков, по сути, это дополнительный кэш, который, ну, облагать комиссионным доходом еще каким-то, это, ну, на самом деле, неприлично, и у банков 500 миллиардов в этом году вот этих комиссионных, комиссионных доходов, это огромные суммы, ни в одной другой стране мира вы не можете найти таких показателей комиссии банков в структуре их доходов, и Путин дал такой подарочек пенсионерам только им, что они не будут платить вот эти комиссии банкам, хотя на самом деле он мог бы сказать, ребят, ну, вы офигели вообще, то есть, давайте-ка уже, раз государство вам дает возможность проводить через себя эти платежи, ЖКХ, то и так вы нормально зарабатываете. Вот, это единственный подарок, в остальном все обещания и оправдания, да, на самом деле, конечно, нельзя не отметить извинения, да, то есть, пацаны не извиняются, на самом деле оказалось, что все-таки пацаны извиняются, да, и единственная проблема в том, что он не признает проблему на стратегическом уровне, а именно обнищание населения и неконтролируемая инфляция, он говорит о том, что это сбой правительства, не вовремя разрешили импорт, вот здесь, конечно, я полез узнавать, а сколько же в Турции стоят яйца, потому что Путин, скажем, приводит в качестве некого рецепта решения этой проблемы доступ белорусских и турецких яиц. В Беларуси не так много может нам дать, Турция может дать много, но единственная проблема, там не дюжинами считают, не десятками, а дюжинами, так вот там дюжина яиц стоит 2 доллара 60 центов в магазине, а у нас доллар 50, если перевести на доллар, то есть я не совсем понимаю, а они что, турецкие производители будут все в убыток нам поставлять яйца, если они могут на внутреннем рынке продать почти в два раза дороже, как эти яйца могут решить проблему высоких цен в России, непонятно. Я думаю, что Путину просто подсунули это, скажем, решение, что вот импорт решит проблему с ценами, но никак он эту проблему не решит, разумеется, то есть это очередное словоблудие, которые не имеют к реальности никакого отношения решить проблему подорожания продуктов питания. Таким образом, России невозможно. А опять же, скажем, что импорт, который сейчас Путин приводит как некую панацею, он и в случае с фармацевтическими компаниями сказал, что вот у нас импорт мы не запрещаем, лекарства будут, соответственно, мы не запрещаем ни яйца теперь, мы рады китайскому автопрому. Это о чем говорит? О том, что здесь начинает такое раздвоение происходить в Кремле, Патрушев за то, чтобы импорт ограничивать, потому что это давление на курс рубля. Путин понимает, что, ну вернее, он вообще, мне кажется, ничего не понимает, простите, но ему подкладывают вот эти решения, и он, озвучивая их, тут же противоречит той политике, которая была озвучена для опуздания инфляции. И, соответственно, это лишний раз нам демонстрирует, что полностью на интеллектуальном уровне, на аналитическом уровне решение проблемы стабилизации экономического вот этого кризиса, а именно снижение доходов населения, оно нерешаемо. То есть, два взаимоисключающих решения. Разморт запретить. Так это будет совмещаться тоже, понятно, что никак не может совмещаться. И то, что я бы отметил, наверное, вот из того, что про безработицу, 2,9% гордиться цифрой, когда у тебя там миллион человек на войне, условно говоря, и у тебя 10 миллионов мигрантов, ты сам про это говоришь, что экономика России без мигрантов, без этих 10 миллионов человек не может существовать. То есть, и при этом гордиться низкой безработицей, это совершенно, опять же, раздвоение. То есть, нормальный человек, который все это слушает, должен сказать, так, подождите, так безработица это хорошо или плохо? Так, подождите, а мигранты это хорошо или плохо? То есть, в одном предложении или рядом два предложения, которые противоречат друг другу на логическом уровне, гордиться низкой безработице, но при этом говорить, что мы без, ну у нас нет людей, у нас реально нет людей, у нас вымирающая страна, и без 10 миллионов мигрантов мы ничего не можем произвести даже. Вот эти основные моменты, которые просто кричат о том, что нет какой-то согласованности в понимании экономической политики ближайшего времени, они ярко засвидетельствованы. Я хотела сказать, что про яйца он довольно очень странно, очень странно объяснил причину поднятия цены. Ну, то есть, причину ему никто не подсказал, что отвечать подсунули про импорт, а причину никто не сказал. Он сказал, ну, потому что вы стали есть больше яиц. Знаете, я раньше было время по 10 мог с утра съесть. Что, при чем, как так можно на уровне, на бронзинском уровне? Это одна из причин, которая объясняется тем, что при снижении реальных доходов населения люди отказываются от более дорогого мяса, ну, то есть, источника белка в виде говядины и свинины, в сторону самого дешевого. На третьем месте курятина, на четвертом месте яйца. Соответственно, это имеет под собой основания. То есть, когда люди нищают, они переходят, больше покупают самого дешевого. И в данном случае белок же нужен, да, может быть, вместо куриного супа теперь яичница из пяти яиц. И это дешевле, условно говоря, чем купить или там борщ сварить из говядины. Но, конечно же, проблема основная в том, что снижение курса национальной валюты вкупе с тем, что корма, антибиотики, многие вещи, на которых завязаны. Да, при этом, извините, давайте не забывать про оборотные средства у компаний, которые производят все это, при ставке кредита там 20-30 процентов это вымывание всей оборотки. И, соответственно, перекредитоваться под нормальный процент. А любое предприятие, производящее что-то, оно должно сначала закупить, а потом продать. А в основном закупки идут кредиты, факторинг. Факторинг – это когда ты еще не получил деньги от торговой сети, но тебе банк уже отдал эти деньги заранее, за месяц, потому что ты можешь месяц ждать деньги от торговой сети. И если у тебя факторинг, например, становится вместо 12 процентов 25, то что происходит с этими доходами? Конечно, они сокращаются. И так по всем статьям. То есть у производителей расходы растут, доходы падают, конечно, они будут это перекладывать на население. И, соответственно, курс рубля, плюс вот эта неадекватная кредитная политика, которая, опять же, ну ничто не может, никак не может Центробанк иначе решить эту проблему, кроме как ужесточения денежно-кредитной политики. Соответственно, все это приводит в одну точку, сфокусирует вот эти растущие цены. Слав, я заметил еще, что довольно много было реверансов Турции, таких и прямых, и практически невербальных, да? Обратил ли ты на это внимание, и может ли так статься, что теперь Турция получит еще больше преференций в приторговле с Россией, если говорить, если брать тему шире, они не только про яйца? Ну, конечно, долгое время лоббисты, в первую очередь от агропромышленного комплекса, зажимали все возможности для того, чтобы как-то зарубежные производители могли уменьшать их маржу, да, на внутреннем российском рынке. И, соответственно, теперь ситуация такова, что у Путина не остается никаких вариантов, кроме как открывать эти лазейки, открывать эти вентили, но опять же, основные производители все-таки в большом объеме, которые могли дать, это европейские производители, восточная Европа. И здесь политика контрсанкций, то есть это самострел такой себе в ногу. Путин никогда не скажет, конечно же, что, ребята, это я сам вам все это организовал, если бы я не придумывал эти контрсанкции в 2014-2015 годах, то вы бы ели гораздо дешевле все, что вы едите. Но Турция, конечно же, ну, потому что Китай, видите, здесь игра идет такая немножко в конкуренцию между нашими двумя геостратегическими партнерами. Китай очень мощно продавливает, очень мощно торгуется по потокам энергетических, в первую очередь. Мы знаем про силу Сибири-2, которую Китай обставил огромным количеством условий, то есть Путин хочет продавать газ в Китай, но Китай говорит, ребята, так, значит, все поставщики будут наши, украсть невозможно, да, то есть как бы российским подрядчикам, которые на этом миллиарды пилят, никак не попилить, уже неинтересно, и потом эта труба переходит нам, Китаю, то есть вы попользуетесь, позарабатываете, а потом это китайское, ну, то есть Путину вывернули руки просто в Китай очень мощно, и тут Путин такой говорит, ну, окей, а у меня еще Турция есть, потому что Индия как бы она в Америку смотрит, на США больше ориентируется, на что остается у нас, Иран, понятно, ничего особо дать не может, кроме шахедов, но вот Турция и Китай это две ноги, с которых Путин переминается, что называется, то есть как только Китай начинает как-то себя проявлять и показывать характер, а у нас есть Турция, мы тут весь газ пустим через Турцию, хабы построим в Турции и откроем рынок для турецких товаров полностью, а китайский, наоборот, будем прижимать, к примеру. Никитаем Единым. Вячеслав Ширяев, экономический обзреватель, большое спасибо за этот анализ, очень важно и очень полезно действительно знать. Мы продолжаем и рады приветствовать нашего следующего гостя Абаз Галямов. Друзья, если лайк еще не поставили, как раз можно поставить, потому что Абаз Галямов славится своим знанием кремлевских инсайдов, внутренних процессов внутри Кремля. Абаз, здравствуйте, как вам прямая линия, на что обратили внимание, вот у нас, Лена, ощущение, что Путин устал, ему это все надоело и как-то не очень, как будто и самому интересно. А у вас? Здравствуйте. Ну, кто-то сделает вывод, что он устал. Действительно, когда смотришь на протяжении четырех часов вот это такое меланхоличное бормотание, то такое ощущение может возникнуть, особенно, когда ты сам постепенно встаешь. Но, значит, в целом главный эффект, которого, по всей видимости, Кремль осознанно прям пытался достичь и который отчасти, ну, я думаю, он достиг в значительной степени, это вот то, что Путин отстроился от того истеричного дискурса, который царит в российской официальной политике в последние полтора года. Значит, там телевизор включишь и постоянно видишь, как они кому-то угрожают, ищут врагов, постоянно кричат, истерят, там, кому-то ядерной бомбой, кому-то там обещают СМЕРШ возродить, кому-то внесудебной казни, вот, а Путин на этом фоне, он такой демонстративный, а не экстремист, то есть, он спокоен, даже где-то так добродушен, он о врагах говорит много, но, в принципе, без особых эмоций, без напора, дескать, ну, не то, чтобы мы там искали врагов, это вот они, это их решение, да, и в этом смысле, конечно, результаты позитивного для себя они достигли, потому что россияне, конечно, всей этой истерикой напуганы, и они страстно мечтают о, значит, такой умеренности, о нормализации, и путин как раз демонстрирует то, что вот прижмитесь ко мне, так сказать, я защитю, да, то есть, получается, что он использует официальный дискурс в качестве, так сказать, плохого следователя, да, а он вот такой хороший следователь. Из интересного с точки зрения содержания, по-моему, было только одно, когда ему в лоб ремой вопрос про мобилизацию, новую волну мобилизации задали, совершенно очевидно, такого обещания, что типа вот этой мобилизации точно второй волны не будет, он не дал, он сказал, он пытался, так сказать, жонглируя цифрами, подвести к мысли о том, что в этом нет необходимости, но в конце четко сформулировал, что вот в настоящий момент такой потребности нет, но ведь сейчас нет, а в апреле появится. А после марта будет, да, да. И вроде как уже не соврал, когда в апреле его попытаются за язык поймать, полезут в интернет посмотреть, что он сказал, а оказывается он сказал, что это в тот момент, вот, да, а сейчас ситуация изменилась, вот, так что вот моя мысль, которую я уже неоднократно озвучивал о том, что наиболее эффективной стратегией для оппозиции в последние три недели кампании станет запуск слогана «Голосуй за Путина, ты голосуешь за новую волну мобилизации», вот этот, что Путин, так сказать, равно мобилизации, вот этот, но эта мысль, она становится более актуальной, то есть, по сути, косвенно Путин подтвердил, что новая волна, при изменении обстоятельств, давайте скажем, воспользуйтесь его терминологией, значит, она будет. То есть, он же мог твердо сказать, нет, этого точно не будет. Он этого не сказал, он сказал настоящий момент. Еще одна очень-очень яркий был момент, там про врагов, кстати, только не про внешних, а про внутренних, когда корреспондент Лайфа стал его спрашивать о наказаниях за экономические преступления, в качестве примера он привел журналистку Боязитову, которую посадили за якобы вымогательство, и там случилось дальше следующее. корреспондент сказал, что охота, была на нее развернута охота, а Путин, отвечая на вопрос, сказал, ну какая охота, что за ней охотится, она что, крупный оппозиционный деятель? То есть, таким образом все сделали, ну зрители, кто следил, там журналисты и блогеры за его трансляцией, сделали вывод, что охота на оппозиционных деятелей, на крупных, как минимум, у Путина идет, признается им и возможно ведется им лично, то есть возможно он тыкает буквально пальчиком в тех, кого считает крупным, кого считает своей добычей возможной. Ну, у Путина неоднократно такое случалось, когда он, пытаясь продемонстрировать самую эффективную с его точки зрения аргументацию о том, почему он чего-то там плохого не делает, он говорит, да мол, дескать, незачем, да, ну, то есть Навального не травили, потому что если бы хотели отравить, то отравили бы, вот, и Немцов, да, кому он нужен, так сказать, и рейтинг у него низкий, да, то есть он отрицает зло не с точки зрения морального, так сказать, императива, да, ну, то есть как вы можете вообще предположить, что государство будет убивать, преследовать, там по политическим мотивам, то есть, а вот в голове Путина нет таких вот аргументов, ну, то есть с его точки зрения это в принципе неэффективный аргумент, да, потому что, ну, с его точки зрения все знают, все понимают, что государство этим занимается и должно этим заниматься, да, хотели убить, убили бы. Ну, да, и поэтому, поэтому он вот прибегает к другой категории аргументов, они кажутся ему самыми бронебойными, это, дескать, если бы хотели бы убить, то убили бы, а раз не убили, то значит, не хотели бы. Ну, то есть, не моральная неприемлемость какого-то действия, а просто невыгодность этого действия, вот, ну, на самом деле, это, конечно, говорящая история, она говорит о том, какая картина мира в голове Путина. Совсем не было ничего про требования жен мобилизованных, такой один из больших трендов, наверное, да, последнего времени, почему не стали никак спекулировать на этой теме, не нашли какую-нибудь жену мобилизованную, такую, знаете, подставную, может быть, или, ну, в общем, почему вот этот вопрос никак не прозвучал, боится у вас с этим даже подходить даже близко к этой теме? Генеральское лобби победило, вообще, вот, очень простой ответ, потому что, конечно же, с точки зрения вот политтехнологической, так сказать, в свете представящих выборов, конечно, имело смысл этот вопрос поставить и дать женщинам удовлетворительный ответ, ну, то есть, дать поручение Министерству обороны, то есть, сказать, что да, в целом, вы правы, непонятно, почему, значит, одни должны волочь эту лямку годами, да, уже больше года, а другие вообще этого не делают, несправедливо, да, давайте, вот, сейчас у нас контрактов много, он же сам говорил, что контрактов у него, так сказать, выше крыши, там, очередь стоит, он же сам рассказывал, да, вот сегодня, что по полторы тысячи человек в день у него там записываются, значит, ну, так что в этой ситуации, организуй ротацию, то есть, оно вот прям просится, да, я на самом деле неоднократно это озвучивал публично, что я не исключал, я на самом деле этого вопроса ждал, мне было интересно все-таки, кто победит, политехнологи или силовики, но победили силовики, потому что, повторюсь, с политехнологической точки зрения, это было крайне выгодно ему, вот сейчас, выслушать этот вопрос, продемонстрировав тем самым, что это не какая-то там фикция, где, значит, бывшие, знаменитые журналисты, значит, спрашивают о том, как вам удается так долго поддерживать себя в такой чудесной форме, ну, в таком духе там вопросов, вот, а на самом деле люди спрашивают, ну, задают острые вопросы по реально острым темам, то есть, хотя бы с этой точки зрения это имело смысл, плюс, можно же было, в принципе, сказать, что да, это несправедливо, я согласен с этими женщинами, я даю поручение Министерства обороны немедленно разработать график ротации, возвращения, людей мобилизованных тогда в той ситуации, значит, встыл домой, а их заменяем контрактниками, и ну, очень много очков на этом заработал, то есть, он бы, понимаете, он же ведь, ну, ну, то есть, можно было, вот уже начиная, там, условно говоря, с конца января, с начала февраля, вот прям, периодически, там, каждый, каждый, по 3-4 раза в неделю показывать, там, телевизионный сюжет, как вот, очередная партия бодрых, так сказать, бойцов, с победой, там, возвращаются с фронта, да, едут, играя на гармошках, у них полные, там, карманы денег, полная грудь медалей, сетливые жены, их встречаются, с той семейной ценности, ну, то есть, вообще, вот вся там, вся та петрушка, которую они пытаются впарить общество, вот можно было крайне эффективно обыгрывать, и прям, вот, отличный финал для компании был бы, вот, то есть, просто нельзя было этим не воспользоваться, и удивительно, что, кремль решил этим не, не пользоваться, я, я вижу только одну причину, это генералы, потому что для генералов организация этой ротации, она, ну, конечно же, это дополнительная работа, вот сейчас уже призвали людей, научили, они там, научились партянки завязывать, хотя бы, именно, хотя бы командиров выучили, там, узнают их, командиры их по именам знают, примерно знают, кто к чему готов, кто, что может сделать, и, и, соответственно, ну, менять сейчас этих людей на каких-то совсем новичков, которые вообще не ждут ногой, и снова чему-то учить, ну, конечно, это напряг, а кто из нас любит напряг, никто не хочет напрягаться, все, все, все пытаются этого избежать, и они говорят Путину, Владимир Владимирович, не надо, это там все, худшую ситуацию на фронте, и Путину, видимо, не хватило, все-таки, вот этого, так сказать, запала, уверенности в себе, политического чутья, ну, сломать генералов, просто сказать им, мужики, я вам зарплату плачу, идите работайте, да, вот все, будет ротация, я принял решение, на самом деле, я, конечно, не исключаю, что это они просто приберегли до, условно говоря, января, февраля, потому что, вот, с технически, с этой точки зрения, на самом деле, декабрь может быть не лучшее время, эмоции декабрьские, они, ну, в январе забудутся, поэтому, давайте пока не будем исключать, что, если зоны мобилизованных, не исчезнут из повестки, так сказать, вот, не скухожатся, движение, если оно будет продолжать, продолжаться, если оно будет усиливаться, то, то, кремль еще может пойти им навстречу, тут есть риск, понимаете, если ты дождешься, когда они уже реально уйдут в оппозиционность, а дрейф в ту сторону уже заметен, то, тогда уже поздно будет им уступать, тогда все воспримут это, как прогибка под давлением, а Путин такого, ну, конечно же, избегает, вот, вот сейчас это, пока еще движение не достигло определенного градуса оппозиционности, и вообще не стало слишком уж сильным, пока это еще воспринято было бы, как вот так, шуба с барского плеча, знаете, такая милость цесарская, вот, а так кремль, конечно, рискует, если он думает, давайте подождем, подогреем тему, а потом там в январе выстрелим, ну, посмотрим, как все будет развиваться, повторюсь, зависит от жен. Тем не менее, сейчас это выглядит действительно, как жен мобилизованных, пока не распечатываете, это на Новый год. Я хотела с вами обсудить еще одну тему, которую тоже все зрители трансляции не могли не заметить, и не запомнить, может быть, самый запоминающийся, просто чисто визуальный момент, когда эфир Путину стал задавать вопрос студент из Петербурга, который был замаскирован с помощью искусственного интеллекта, собственно, под Путина. И была такая реакция у Путина, это был единственный момент, когда он сделал паузу, растерялся, сделал круглые, насколько это возможно, глаза, и, конечно, вот всплывает сразу ассоциативно тема двойников, и Путин такой, ну, я хочу, чтобы с моей внешностью, моим голосом был только один человек, это я, и профессор Соловей тут же комментирует в канале Анны Мангайт, что все правильно он делает, да, вот когда такая есть проблема, нужно навстречу этому вопросу, навстречу этой проблемы идти шутя, и вот так это обыгрывать. Ваше мнение по поводу этой сценки, по поводу реакции Путина, ну, и по поводу двойников, а вас мы давно хотели с вами поговорить, но только сейчас придется коротко это сделать. Ну, коротко трудно, потому что моя аргументация требует развернутого ответа, давайте тогда на другой раз отложим. Это уже вторая наша отложка. Ну, хотя бы впечатление по поводу того, как это произошло на прямой линии. Ну, очень скомканно получилось. То есть, вот эта фраза похожа на заготовку, ну, это я и мой голос, но, но в целом, вот контекст, что было сказано до этого, что было сказано после этого, было неудачно. То есть, на самом деле, видно было, что Кремль решил на эту тему ответить. Но сложность в чем? Путин же великий, Песков не может себе позволить ему там разжевывать. Владимир Владимирович, вот надо вот так, а не так. А Путин, он великий, он там, услышал, что надо, он говорит, ладно, сделаю. Вот хорошо бы такой фразой, что ты меня учишь, сам знаю. то есть, это вот эти, сатропы, они такие, поверьте, человек, который там работал в системе. Вот, с точки зрения формулировки, что сказал Соловей, что если есть проблемы, если проблемы есть, конечно же, если она достигла определенного уровня, и тебе есть что сказать, конечно, надо идти навстречу, прятаться от проблемы, и, конечно, это глупость. Вот, после определенного уровня, в случае с двойниками, проблема достигла, там, в общем-то, определенного уровня, поэтому можно было это сделать, хотя, может быть, можно было это сделать не на прямой линии, а где-нибудь в другом каком-то контексте. Ну, тут уж, видимо, решили, там, вали кулем потом разберем вот элементы хаоса и дезорганизации во всем этом присутствовал конечно но но повторюсь замысел был неплохой но исполнение было скомкано принципе неоднократно само выдвижение то что мы называем выдвижение через жогу тоже также получилось у путина это это часто получается то есть гладко было на бумаге да забыли про враги я думаю будет хорошо вышло не очень аббас голямов политический эксперт комментаторы плитолк был с нами на связи большое спасибо аббас друзья хотелось бы обратиться к нашим зрителям вас все больше и больше мы рады вас приветствовать мы знаем что сегодня во время этого эфира многие в первый раз включили эфира хатарковский лайф друзья добро пожаловать нашу компанию мы рады что вы с нами поставьте лайк поставлю лайк подпишитесь на нас youtube только встроен что он сразу вам предложит самые интересные самые классные наши ролики и трансляции видео шорты в общем вы не пожалеете не присоединяйтесь к нам еще раз мы рады всем у нас безопасно интересно смешно весело и познавательно мы приходим к нашему следующему гостю рад приветствовать нину львовну хрущеву политолога профессора университета не уску нина львовна здравствуйте здравствуйте нина львовна хотели бы с вами обсудить начать вернее с такого аспекта как вот эти смс-ки которые то и дело появлялись за спиной журналистов пескова ну и вообще в зале там было много такого несогласованного много противоречащего вообще основной логики кремля журналистка фрида рустам выполагает что это специальный вопрос чтобы мы с вами вот сидели сейчас это обсуждали а вы как думаете давайте напомним нашим зрителям что же это за вопросики такие были нина львовна вам слово да я думаю что да это так специально и было сделано вот почему реальность равня тоже я на это обратила внимание почему можно можно было построить крымский мост а вот там 100 метров моста там я не помню где построить нельзя это в общем был очень хорошо сделан пропагандистский вообще я хочу сказать что эта конференция была сделана пропагандистский конечно первоклассно они потренировались на выставке россия страна возможностей и она такая была конечно триумфальная и в этой триумфальной конференции можно было себе позволить показать что это не только вот такой пропагандистский государственный напор что у нас все хорошо и даже в ответах путин говорил что да есть проблема но каждый раз выводил это на то что на то что над этим работаем поработаем делал очень внимательные внимательные записи и мы заметили что через все четыре часа крат четыре часа четыре минуты красной линии проходила мысль что вот мы выжили мы россия выжила а вообще-то во всем этом практически виноваты западные партнеры то есть если вы думаете что наши проблемы таковы так на самом деле если бы не было западных партнеров которые чинили бы козни этих бы проблем этих бы проблем и не было поэтому как раз вот для широкой россии которая смотрит и говорит да но они не врут окончательно они все-таки показывают что есть проблема и мой голос был услышан даже если путин не ответил на этот вопрос это было сделано очень грамотно а да вот и про финал вот вы сказали как раз что подводилось все вот это что виноваты западные партнеры и а у нас а мы выжили и все на что рассчитывали все не так и там был тоже финал этой пресс-конференции когда андрей колесников задал вопрос а чтобы вы владимир владимирович сейчас сказали бы себе образца двухтысячного года и так вот это во первых первое что на это ответил верной дорогой идете товарищи очень по коммунистически прозвучало даже мурашки я думаю у кого у кпрф пробежались по спине приятные такие да нет приятные и и потом он сказал слова западные партнеры взявший вот это в кавычки вот это именно то как раз о чем вы говорите вы считаете что это было успех с точки зрения пропаганды мне показалось это нас только на нет нет объяснительно вы слушайте ребят у вас у вас своя точка зрения у меня сам я занимаюсь пропаганда пропаганду люблю особенно я люблю пропаганду противников поэтому я всегда стараюсь оценивать не с точки зрения того как я хочу на нее смотреть а с точки зрения того как она достигает как бы тех той аудитории на которой она рассчитана с моей точки зрения для аудитории на которой она была рассчитана она вполне успешно и кстати насчет последнего вопроса колесникова страшно интересно потому что верной дорогой идете товарищи да это фраза ленина 1921 года но мы ее знаем не потому что ее ленин сказала мы ее знаем потому что это был плакат хрущева верной дорогой идете товарищи в преддверии двадцатого съезда то есть шестьдесят первого года пардон значит не 20 22 съезда значит это тоже вот такой амбивалентный путин он с одной стороны цитирует коммунистов но он цитирует неправильного коммунистов во первых он не любит ленина а во вторых это фраза хрущева кстати она есть даже есть такие магниты с хрущевым верной дорогой идете товарищи 22 съезд по моему да да 22 21 год да правильно 22 съезд когда как как раз кстати как раз когда сталина как мы помним вытащили из мавзолея и когда как раз вроде уже казалось что десталинизация не пойдет обратным путем к чему она пришла так что это тоже в общем такой я не знаю они имели ввиду наверняка не имели ввиду потому что путин же он же историю используют выборочно и надо сказать что на этой пресс-конференции иногда у него были моменты когда он отходил от своей как бы ментальной формулой как-то слегка даже показывал себя немножко как человек дальше прозападных партнеров что не надо доверять то есть такая фраза он не употребил но мог бы помните но роли дрейльган сказал когда он встречался с горбачёвым еще не было понятно точно ли куда идет перестройка он сказал доверяй но проверяй то есть вот это то что как бы путин и на виду чтобы и он и всю да и всю свою эту всю дорогу конференции он говорил именно о том что это это мы не западом не общаемся это во первых мы с макроном как было хорошо а вот теперь то так то есть если у них найдутся руководители которые поймут что россию не поставить на колени не согнуть то мы запросто готовы но и третья часть естественно тут про русский народ уж куда от этого куда от этого денешься тоже вся вот но не вся но многое красной линии прошло вот это что народ богоносец богоборец рожайте больше детей дети наши все и и так далее и так далее и если вы мы выйдем за пределы больших мегаполисов и особенно столиц москвы и петербурга это в общем был довольно как бы довольно успешный эфир именно тем что он тебя то есть ты мог представить что он тебя не окончательно долбит по голове тем что он хочет показать что вот мы все наоборот ты признаешь немножко немножко ошибки ты говоришь туда еще мы построим выходят солдаты форме кстати одна форму я записывала очень внимательно там был разговор про защиты интересы родины это тоже интересный сдвиг потому что до этого были защиты родина тут интересы руль за счет да это это не то же самое что вторая мировая война когда была защиты защиты родина то есть как бы свой еще и имела вот эту вот твою функцию которая не война это тоже нужно было показать что интересы родины защищаются это не значит что вы должны думать что вставай страна огромное вставай на смертный бой то есть там такого было такой даже ранний путин в определенной степени но не ранее конечно но в общем-то такой всем сестрам по серьгам и это в этой конференции было и поэтому я думаю что с пропагандистской точки зрения она была вполне успешно пути несколько раз сказал про то что войны выигрывают не полководцы а учителя и таким образом как будто лишний раз подчеркнул необходимость и милитаризации и политизации школьного образования и обучения тревожно ну уже собственно он подтвердил то что мы и так знаем уже вышли учебники я думаю что не случайно был задан этот вопрос про учебники учителей не только кстати учителями как мы помним это еще было и тем самым как он сказал и священники то есть учителя и священники они они несут эту нагрузку и в общем и в принципе ведь памятник поставили сейчас ушакову это православие там народное что-то там такое то есть в общем как бы ясно он ясно да еще раз дал понять что историю мы на откуп всяким там всяким там историком научным мы на откуп не отдадим потому что это государственная политика об этом не кратно говорил меденский об этом кстати говорят эти новые говорят эти новые учебники и интересно что путин опять же всем сестрам по серьгам слегка но это конечно никого не убеждает но интересно что он это все-таки во всяком случае напрягся сказать что да никто не против критики понимаем что были проблемы и была проблематичная история но нужно нужно как-то он не сказал я не помню невежливо сказал мягко или как-то так с уважением критиковать я как раз как бы как бы будучи хрущевым я сразу подумала как это интересно мы стали мы будем критиковать с уважением а хрущева будем долбить на каждом на каждом шагу за десталинизацию но в общем конечно это абсолютно как бы целенаправленная политика государства причем открытая политика государства что историю вершит кремль и история будет показана так как это выгодно кремлю потому что не показывать ее таким образом это против национальных интересов а мы про национальные интересы в этих четырех часах слышали очень много с разных сторон не на львовна у нас большое количество сегодня новой аудитории так вышло на что на ютюбе именно наша трансляция стояла первой по запросу прямая линия путина и поэтому рога приходится чуть чуть больше объяснять но вот скажите пожалуйста и мне тоже на самом деле мне как тоже до конца это непонятно вот потом под тем словам которые используют путин потому как она происходит это прямая линия все ли это исключительно спланированные нет ли там нигде зазора для того чтобы что-то неожиданное случилось потому что вот после именно этой прямой линии кажется что теперь это так забетонировано по моему это совершенно забетонировано и как раз я слышала ваш разговор насчет путина искусственного интеллекта которую вдруг вроде он растерялся я совершенно не думала что он растерялся я уверена что ему это сказали что если бы мы не сказали представляете сколько бы полетело голов что вдруг путину в открытом эфире показывают путина о но и не знает что делать но он как бы и показал я не знаю сыграл в общем даже наверное он был не как бы недоволен тем и показал опасность одновременно этого искусственного интеллекта а до этого он сказал что бабушку не заменит никто то есть это тоже вот такой посыл что доверяй но проверяй то есть мы должны это происходит и мы и он сказал мы должны быть в авангарде этого потому что иначе и опять вы могли услышать он так прямо не сказал но в общем сказал что западные партнеры давайте их класть в кавычки теперь всегда что западные партнеры потом тогда сделают это в своих собственных в своих собственных интересах нет по моему это было совершенно это было подготовлено это было хорошо подготовлено и ясно что это была конечно конференция триумфа в прошлом году же не собирали чтобы было сказать а в этом году сколько всего можно сказать а вот они а мы а вы посмотрите да вот да даже наши проблемы да все вот например было там разговор о том что вот в этот раз не жаловались на дороге обычно дороги а тут вроде про дороге нет и вдруг в конце выходит какой-то человек говорит по-моему как какой-то казак да выше выше сказал что мы там что-то такое я думаю что-то вот не доработали ребята потому что у вас не состыковка но путин вышел из этого положения скажу что все развивается строится и туда-сюда это было хорошо как бы такая конференция сталинского типа советского типа но в общем уже конечно вынесены также как выставка россия страна возможностей выносены вынесены в современное пространство такая на гибридно гибридно пропагандистка и западные партнеры им же дали высказаться и дали сначала сначала турция скала ей потом французам дали высказаться new york times высказался то есть вроде мы не боимся даже вот таких вот вопросов которые нам не дружные страны могут нам всякую бяку сделать не сделал еще последнее я путин мало употреблял вот таких урочных выражений слова пацана он он их не употреблял и когда употреблял когда он по-моему что такое про украину сказал что он сказал да да терки и еще что-то там такое что то ли кинули то ли на халяву или же в общем что-то такое да и он каждый раз извинялся то есть слова пацана потому что обычно когда он сейчас уже последнее время уже целый год разговаривает он все больше и больше снижает эту планку вроде как бы вот мы из народа и мы значит народную могу народный разговор мы не все обратно туда вглубь да я давая как бы такие намеки народу я не знаю как лучше сказать людям в разных местах не городских что он понимает вот их такую как бы их простое как бы существование и в этот раз вроде несколько слов было чтобы дать определенные такие знаки что я с вами но при этом вроде мы в интеллигентной аудитории мы ведем себя как цивилизованные люди мы будем извиняться за те несколько слов которые мы просто обязаны употребить чтобы показать свою народную сущность спасибо спасибо большое нина хрущева спасибо политолог профессор университета не дюску у вас нами спасибо спасибо дорогие друзья у нас практически закончен эфир но мы хотели бы наверное закончить его на одной важной ноте не на той теме которую путин и его политтехнологи в этом году просто испугались просто побоялись еще раз напомню ни одного вопроса от джон мобилизованных не прозвучало сейчас власть давит на их мужей чтобы заставить замолчать активисты к и теперь они боятся давать комментарии своего имени ну чтобы власти не причинила вреда или им или супругам ни одна из жон мобилизованных по нашей просьбе написала свои ощущения от вот этой от прямой линии этот пресс-конференции владимира путина давайте мы прочитаем его вам сами больше всего меня возмущает подлость минобороны воздействия на беззащитных и бесправных мобилизованных это низко мы требуем то что было обещано шайгу он сам сказал что 2 до 2023 года наша армия должна стать контрактный а значит мобилизованным там не место и они должны быть отпущены домой нас не надо покупать деньгами льготами наше молчание это наши близкие дома к новому году шайгу никто не тянул за язык обозначивать в приоритетных задачах на 23 год привод армии на контрактную основу в армии сейчас много мужчин которые находятся по мобилизации то есть по призыву мы требуем беспрепятственно без давления на заключение контракта немедленно их демобилизовать никто не тянул нашего президента за язык объявлять 2024 год годом семьи или семьи мобилизов семьи мобилизованных не являются уже гражданами рф нас похоронили обнулили списали как понимать такую мерзкую выходку президента 24 год пока лишь может стать годом несчастной семьи мобилизованного я вообще удивлена что базовые ценности в нашей стране не понимаются понять что можно хотеть вернуть любимого мужа и отца ребенка невозможно проще сказать что нас спонсирует запад нет нас спонсирует любовь и преданность к нашим мужчинам что я напомню что это то что мы сейчас зачитали вам это анонимный текст от жены мобилизованного которая продолжает требовать чтобы его вернули с войны анонимно понятно по каким причинам на них продолжают давить в частности давит я еще раз напомню конкретно на тех мужей которые там в окопах у них находятся обещают ему худшись лишь бы они прижали своих жен лишь бы те заткнулись я хочу напомнить таким женщинам я не то чтобы праве давать им советы или вообще чем-то могу им помочь все-таки мобилизована это такая категория граждан которая оказалась на войне и убивает там украинцев хоть и рискуя своей жизнью в какой-то мере и за деньги кстати говоря но я всем женам мобилизована настоятельно хотела бы обратить внимание что после марта вы точно ничего не добьетесь и если чего-то добиться хотите то действовать надо сейчас на возможности есть пусть оно и небольшое друзья спасибо что вы были с мы были в эфире сколько пять с половиной часов он даже два дмитрия еловских видишь даже дмитрий еловских возник да спасибо всем кто был с нами кто нас смотрел от начала и до конца тут просто я думаю не сможет уйти от нас без лайка ведь столько времени мы провели вместе если вы к нам только что подключились пересмотрите в любой момент с любой части этой трансляции тоже поставьте лайк если вы впервые у нас оказались мы вас призываем подписываться на ходорковский лайф здесь вы найдете еще больше вопросов власти и путину и даже найдете ответы на многие из них да ну и отправьте ссылку на трансляцию своим друзьям родственникам пусть будут в курсе для вас сегодня в студии работали елена малаховская и дмитрий еловский скоро сегодня у нас еще будет короткий выпуск новостей юрий билет соберет самые важные самые нужные самые интересные высказывания путина это короткий жанр он тоже важен скоро появится ваших youtube и приемник без лайка не уходим пока